здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 24 июня 2021 года на фоне слухов о том что на им вот собирается прекратить производство моноколес и всего остального на фоне того что я нашел самую низкую цену магазине city link на на им бот и на фоне того что в кредитные лимиты обновились кредит я взял себе колесико которое считаю самым безупречным самым хорошим у меня есть уже колесо на им вот зло вот это вот она все вы его видели по роликам но у него сейчас болячка какая-то прогрессирующие возникает при торможении появились рывки дергания то есть ним сейчас надолго я залипну там корпус полностью разрушен уже практически там где корпус крепится к стойкам там уже разрушен пластик то есть его надо либо восстанавливать ремонтировать либо менять в магазине и кадре сказали что они не являются больше представителями на им бота соответственно заказать мне запчасти они не могут поэтому надо будет либо самостоятельно ее искать либо что-то кумекать но пока я кумеку я хочу ездить на колесе хочу ездить на самом красивом колесе и я купил себе на инбот за 10 вторая версия отличие из всего что я увидел это только то что фара свете действительно ниже она стоит по-другому ну все и все идентично но как-то по-другому она стоит и ручка резиновая мне кажется здесь сделали более мягкий пластик но ручка стала не целиковая то есть допустим если на старой версии она целиком там резиновая снизу идет меня это никогда не бесило что там что-то жестко здесь они вставили такой кусочек совсем маленький больше различия пока не увидел те кто мне писали что здесь на пластиковом наш на чем-то держится нет винты здесь абсолютно обычные железные к сожалению ржавеющие колесико это не проехала еще и одного километра сейчас мы посмотрим подключим его подрубим дарк на сботу программа которая хорошо работает но только на айфонах так вот мы подключаем колесо активировано но общий пробег 3 метра у него пробег 3 метра я его зарядил и сейчас я хочу подготовить его к дальнейшей эксплуатации поскольку я колесо эксплуатирую во все погодные условия вне зависимости от времени года всегда то мне нужно сделать соответственно здесь защиту от воды защиту от соли защиту электрики и чтобы вот эти крепежи все не повыходили из строя то есть не заржавели чтобы все было хорошо для этого сейчас я буду разбирать колесо я буду разбирать его практически полностью то есть я сделаю так чтобы корпус можно было во первых я все винты поменяю на нержавеющий я заехал в магазине ржавейки приобрел нержавеющий крепеж запасом то есть мне наверняка его хватит крепеж я буду сажать уже не на резьбовой фиксатор да как обычно вот эти винтики а просто на герметик почему потому что когда я сажаю на резьбовой фиксатор они очень хорошо там держатся к сожалению я не нашел информации по поводу того что это за резьбовой фиксатор кто знает пожалуйста напишите потому что все что продается у нас это совсем другое она обволакивает всю резьбу она засахаривается она действительно создает не откручивающийся момент здесь как будто красочка с песочком нанесена кто знает где продается эта штука она классная она ничего лишнего не дает просто не дает откручиваться резьбе я буду сажать на герметик на обычный силиконовый это тоже позволит мне быть уверенным что винты не открутятся ну что если вы будете делать что-то подобное рекомендую запастись каким-нибудь таким поддончиком либо коробочкой куда вы будете все складывать у меня это магнитная тарелочка слава богу они сейчас есть везде и даже если вы разбираете несколько колесиков в каждую тарелочку можете класть отдельно запчасти от разных колес начнем пожалуй с педальки первое что необходимо сделать когда вы приобретаете зло это конечно же смазать педали даже если вы не планируете больше ничего делать вот эта втулка она как вы видите магнитная то есть она заржавеет ее бы тоже каким-то образом было бы неплохо защитить вот эта оська которая я считаю одна из лучших осей вообще которые есть мы на колесах потому что даже в супиксе она согнулась здесь они такие мощные они мне очень нравятся очень нравится эти оси но их надо обязательно смазать и для их смазки я приобрел не просто не просто литовым я буду смазывать такие втулочки классные я буду смазывать морской смазкой как и подшипник обрабатывать я взял такую смазочку без разницы какого производителя главное чтобы именитый был чтоб качество было хотя бы да чтобы быть быть уверенным это морская смазка у чутэча там была какая-то красная у меня она беленькая вот мы открыли в магазине посмотрели что она густая нанесу на все элементы типа она не вымывается типа она против соли и всего остального спокойно справляется дальше что я хочу еще сделать я хочу раскрутить педали пока наждачка не не наклеена и зашиповать их я посмотрел как это сделано на моноколесе у константина сейчас я вам покажу фотографии которые он мне прислал так классно у меня возможно не получится но я постараюсь сделать чтобы было не так не неплохо вот каким-то чудом у него вот зашипованы педали сейчас вы увидите но они складываются и магнитов хватает чтобы они держались только что есть чтобы они не выпадали а сами шипы выглядит вот таким образом просто нержавеющий крепеж очевидно вот через пластины через наждачку сделан конечно у райдеров которые там занимаются экстримом полагаю что они бы вообще убирают эту резинку целиком проклеивают крупным наждаком и делают шипы можно просто крупный наждак и без шипов если вы зимой не эксплуатируетесь если зимой эксплуатируете то обязательно шипы сейчас константин не присылал видео вот он показывает что из видео видно что педали сами не раскладываются то есть нужно приложить усилия чтобы они разложились константину спасибо у него самое необыкновенное зло обязательно поставьте ему лайк он умница большая у него есть свой канал он сделал из самоката зимний самокат с лыжей с направляющими у него вообще руки растут откуда надо и голова тоже на плечах поэтому подписывайтесь на канал константина ссылочку я дам внизу в описании он большая умница так дальше надо разбирать это мы открутили здесь все просто здесь в основном закисает сюда надо будет нанести смазку ось очень хорошая очень хорошая на старом колесике я ее откручивал с ней ничего не произошло да она магнитится магнитится хорошо значит что она ржавеющая ее надо обязательно смазать дальше все плавненько откручиваем и все винты вот эти которые я откручу пойдут запасник запасник но не на это колесо если у кого-то будет дефицит с винтиками приезжайте я поделюсь потому что эти винты я использовать не буду они ржавеющие а вот особенно здесь они должны быть обязательно поменены на что-то нержавеющие почему потому что если вы эксплуатируете по воде по соли они сразу приходят в негодность сразу это все портится сразу не открутить брызговик и ручку ничего с этим не поделать здесь у нас закладная такая папа вот такая закладная ее я на первом колесике использовал как донор вот этих латунных втулочек которые вылетали и просто вставлять их можно вкрутить них винтик нагреть винтик и под нагревом оттуда достать то есть вещь такая тоже достаточно ценно лучше конечно колесико не разбивать но если так получилось мне очень хотелось как всегда первое колесико всегда ушлепывается чтобы вы там не делали все равно падает не все мы делаем правильно сразу изначально поэтому хочется в идеале конечно иметь то все новое конечно она будет падать и новое колесо но она еще дольше сохранить свой обалденный облик а это одно из самых это самое красивое колесо и всех которые сейчас сделаны на планете это мое глубокое убеждение если вы со мной не согласны пишите в комментариях с эстетической точки зрения это если это девочка то это ну наверно софи марсо опа мне кажется что здесь крышки сделаны чуть чуть иначе потому что они вот ущелкиваются тяжелее вот снизу здесь такой фиксатор очень страшно очень боюсь чтобы не обломать здесь по периметру у нас идет резиночка это очень здорово это очень классно здесь они что сделали здесь они чтобы крышка не барабанила нанесли герметик прозрачный герметик то что я делал на кингсонгах на батареях которые я разбирал на других колесах да просто нанесли дальше с этой стороны у нас батареи с правой стороны у нас стоит батарея что нам нужно сделать обязательно батарею открутить перед этим необходимо ее отключить батарейку отключаем разъемчики очень хорошие очень хорошие было бы здорово если в них были строены еще эти анти искровые элементы или как они называются там диоды или еще что-то обязательно надо нажать кнопочку вот чтобы снять напряжение дальше батарейку я откручу потому что нам надо проникнуть под нее надо снимать мотор колесо конечно в идеале было бы замечаем где какие винты стоят пока везде стоят длинные винты сразу скажу как они называются вот чек у меня здесь есть на нержавейку я покупал винт с потайной головкой и внутренним шестигранником м4 на 16 получается есть еще винт винт такой же винт потайной головкой и внутренний шестигранником м4 на 10 есть такой же на 8 на 8 это в педалях вот здесь стоят они маленькие то есть это чтобы проще было найти в магазине я то выкрутил несколько винтов приехал магазин сразу с запасом купил если вы хотите прямо под расчет чтобы сколько нужно столько и приобрести то конечно нужно все посчитать сколько где и чего здесь у нас контролька я так понимаю что она у нас гарантийная и как только я ее сниму она такая специально сделана чтобы если ее сняли то она пропала тонюсенькая то липусенькая хорошая гарантийка лучше бы колесо 100 вольтовое сделали чем такие гарантийки 100 вольтовое колесо на инботу нужно и 16 колеса на инботу нужно что это за безобразие 14 колесо осталось и зло осталось со злом и ничего не делаете его давно надо сделать 100 вольтовой версии хотя бы надо давно арку из изменить уже чтоб сюда можно было ставить любую резину чтобы это было универсальное колесо друзья сколько можно это батарейку батарейки надо поставить элементы которых будет хватать допустим будет не как здесь 900 сколько-то ватт да сколько здесь кстати у нас 995 ватт часов или там 19200 миллиампер часов нет здесь должно стоять нормальная полутора тысячная батарейка чтобы с моим весом на колесе можно было спокойно проехаться километров 60 70 да бог с ним если она будет весить к 30 килограммов я справлюсь равно только богатыри ездят на таких колесах потому что легким райдером она неудобно так здесь я открутил здесь открутил здесь открутил сейчас можно продолжить откручивать вот эти накладки я надеюсь вам хорошо видно я пользуюсь электрической отверткой она здорово облегчает жизнь я могу получать удовольствие смотрите маленькие которые получаются m10 m4 на 10 с внутренним шестигранником винтики они как раз стоят вот здесь но я всех затарился там по 50 штучек я купил сразу я приехал конечно покупать это по отдельности это очень долго нержавейка стоит очень дорого и все хорошо и как кожа она все наклеена здесь мягенькая какая-то подставочка на чем-то это лежало у меня а вот между получается колесо было облокочено на вагонку и вот остались такие следы они разгладятся безусловно но друзья чтобы такой ерунду не было защиту ставьте обязательно тем более что она меняет вид колеса облик она меняет колеса абсолютно я считаю что зло без защиты это не такое красивое зло и когда его кому-то дают на обзор без защиты для меня прямо безобразие здесь тоже коротенькие все стоят винтики колесо очень хорошо продумано с инженерной тех точки зрения было бы неплохо если бы еще пластик был какой-то волосистый или более прочный чтобы он так не трескался а если трескался то сохранял свою прочность что как корпус у пистолета глок что как блоковские ножи он был прочный а так хорошо все сделано здорово сделано константину вот здесь вот с той стороны по моему выбрал несколько секций и встроил сюда сигналку то есть блок мобильный такой от мотоцикла ну чтобы если в офисе он оставил колесо если кто-то захотел его взять все сразу сразу слышали и не делали глупости не надо чужое трогать ни в коем случае без разрешения так батарея сейчас вытащу как только перевернул колесико колесико переворачиваем только за корпус держим обязательно никаких колес за колесо не хватаемся в принципе потому что если зажмутся пальцы между колесом и корпусом будет баба баба так у нас здесь еще не отключены каналы питания батареи надо это сделать потом все эти разъемы обязательно я про про пшикую жидким диэлектриком это такая смола которая не позволит коррозии электрохимической разрушить вот в эту батарейку я уверен можно поставить элементы увеличить емкость этой батареи колеса в принципе мне хватает с моим весом на 40 километров но хотелось бы конечно чтобы было хотя бы 60 километров что был запас мне только пару раз было такое что я высадил это это когда с кем-то катаешься уже в удовольствие в охоточку а так обычно силы мы рассчитываем и такого не случается и так батарейку мы убираем сейчас я покажу вам как она выглядит первый раз когда я разбирал я не заметил потом люди в комментариях мне писали здесь есть два светодиодика такие сейчас я выключу свет и вы их увидите вот такие светодиодики и почему-то вот этот светодиодик он горит непрерывно а вот этот светодиодик моргает вот это меня честно говоря чуть-чуть напрягает по идее они должны бы оба мыргать не понимаю не понимаю такие здесь окошечки сделаны прозрачный все говорят у готовые качество г потому что там не пластиковом корпусе батареи находятся а просто в термоусадке господи без разницы чем они находятся главное чтобы они были хорошо сделаны что толка от того что они находятся пластиковом корпусе если если они плохо работают и так с этой стороны корпус я раскрутил мне останется в дальнейшем снять только фонарь раскрутить фару раскручиваем без разницы на каком упоре а вот закручиваем обязательно только на самом маленьком давлении на самом маленьком давлении раз закручу лучше даже вручную это делать вот эти втулки часто вылетают выходят из строя они у меня вышли почему потому что я на резьбовой герметик ставил от ударов это все потом при откручивании выламываются эти втулки так они держатся хорошо я думаю что сейчас благодаря тому что я на силиконовой герметиках посажу они будут прослужит у меня дольше гораздо так сейчас я переверну на ту сторону я откручу с той стороны все без батареи колесико стало заметно легче ну друзья уважаемые да ни в коем случае за колесо не хватайте поверьте пару раз я руки уже себе наносил у вечер у кого друзья все кто мало весит все кто хотят себе зло не надо я для себя понял что я получаю от моноколеса удовольствие если она ну допустим я я не получу столько удовольствия от ветерана шермана как от зла или от супикса прошла я езжу по городу мне необходимо заносить на ступеньки куда-то еще это не комфортно по ступенькам ходить еще куда-то если бы он весил до 30 килограмм ради бога если бы а до бигоди вот это колесо самое мощное 24 дюйма которая весила до 30 до ради бога конечно для меня она была бы самым лучшим потому что чем больше радиус колеса до определенного конечно уровня тем устойчивее колесо себя ведет стабильнее не страшно на ямке наезжать 18 радиус так много прощает здесь все хорошо выходит пока тушь я так молоточком здесь все чудесно выходит я смажу и будет все чудесно выходить всегда это просто пластиковые втулочки это надо будет раскрутить обязательно вот один из винтиков я не закрутил я перед тем как снимать обзорчик открутил и посмотрел как площадка выглядит чтобы понять какие винты мне покупать и купил нержавеющие винтики эти винтики они самые короткие получаются винт этот называется винт с потайной головкой и внутренним шестигранником м4 на 8 вот нержавеющие купил точно такие же потому что вот в педалях они ржавеют конечно после ручки в первую очередь а там они вкручены просто в пластик поэтому сорвать элементарно и просто не выкрутить просто придется вы сверли чего-то колдовать зашипуем педали не знаю сколько времени у меня на все это уйдет возможно я сегодня за вечер справлюсь возможно несколько дней это займет все зависит от того придет работа или нет работы сейчас нет все люди уехали отдыхать погода чудесная сегодня похолодало поэтому сколько у нас сейчас помещение 26 градусов при условии того что работает кондиционер а на улице сейчас у нас 28 и мы в питере на 24 число четверг 24 июля 21 года считаем что 28 это холодно потому что вчера было 36 и это было жарко и те кто говорят что глобального потепления не существует наверное вы правы в прошлом году весной в феврале верба распустилась я ролик снял тогда про свой автомобиль в ладу ладу можете посмотреть на канале лучший семейный автомобиль по соотношению цена-качество я по-прежнему уверен в этом абсолютно хотелось бы конечно знаете да чтобы укажу чтобы мы могли себе позволить любую машину вполне я очень рад что у нас в россии делают наконец-таки автомобили как на которых не стыдно ездить который долго долго служит с 15 года очень хорошо это не выкидываем ни в коем случае это закладная а так понимаю просто транспортная чтобы здесь ничего не произошло и просто дырку закрывает если вы не собираетесь ставить ничего здесь защелкнуто не было поэтому легко снялось а так вот здесь снизу надо будет еще подщелкнуть я винтики посмотрел перед тем как снимать этот обзор и открутил вот эту крышечку взял каждого винтика по образцу и съездил покупать нержавейку также рекомендую вам ну либо по видео сразу посмотрите посчитайте сколько винтов вам необходимо дальше мы открываем собственно говоря ключевой отсек там где стоит материнская плата контроллер смотрим что они на маленьких винтиках не на самых а на средних на десяточке они на десяточке да на десяточке потому что педалях восьмерочки все эти винты я поменяю на нержавеющие они конечно так нагрузку не несут ваша мягкие но здесь особо нагрузки так никакой и нету век живи век учись я наконец-таки узнал что нержавейка она оказывается гораздо мягче чем обычным здесь я понимаю так что мне даже не надо ее никак отколупливать а просто хоп и вот так вот вот вся гарантия моно колеса то есть если вы так сделали друзья то все уже какая гарантия никакой гарантии первое колесо за эту я все что я сделал это вот раскрутил до этого состояния взял жидкий диэлектрик этот на на протечь все пшикнул больше я ничего не делал этого конечно недостаточно вот поэтому я собственно говоря снимаю этот ролик чтобы показать вам что я теперь сделаю крышечка обалденная здоровская берегите ее чтобы не покоцалась вот эти столбики они конечно самые хрупкие здесь как только они прозваливаются придет впаивать туда втулки я хотел купить корпус но эко-дрифт сказали мы не работаем мы не работаем с найноботом мы не официальные дилеры поэтому запчасти мы продавать не можем странно оплату то у них хоть можно купить или придется все в китае покупать или придется дилерство открывать с найнботом наши колеса то они делают хорошие здесь все хорошо о тоже на герметике не здесь все хорошо на защелочках вот эти разъемы друзья если кто-то знает где есть такие разъемы пяти пиновые защелками они точно такие же как на инмоушене я не удивлюсь кстати если мне скажут что в итоге кто-то из них кого-то перекупит опа оказывается друзья нет это я наверно не прикрутил да это я не прикрутил да это я когда снимал и все винтики смотрел я думаю что я не прикрутил не могли же они не прикрутить на заводе да не 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 скорее всего я открутил это снял хотя все может быть друзья все может быть но нет 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 я вижу что там контрольный винт затронут это значит что я открутил это и нами на место винты не поставил это к разговору о том что когда кто-то что-то с вашим колесиком делает очень неплохо если у него есть камеры и вы потом можете посмотреть если какие-то проблемы потом с колесиком случаются вы легко можете проверить вообще по какой причине это произошло они виноват ли мастер все ли нормально поставили ничего ли не забыли так ну что это все открутили это открутили дальше нужно откручивать очевидно плату отключать контроллер откручивать провода которые силовые кстати термоусадка которая теперь стоит здесь вообще огонь очень хорошая раньше это просто пластиковые какие-то хрени были может они там до сих пор пластиковые но посмотрим сейчас это все надо открутить и надо снять мотор колесо то есть я сейчас показываю что будет если допустим вы вырваете сосок если у вас нет людей которые прям смогут не снимая колеса этот сосок ставить или что нужно делать если вы пробили покрышку и и надо поменять золотать то есть вот это мы все сняли сейчас будем отключать платку сейчас на всякий случай это сфотографирую все колесо очень достойно сделано если бы еще крепеж который здесь используется был нержавеющим сразу изначально это было бы просто замечательно но поскольку производители не относятся к этим транспортным средством как к транспортным средством а как к игрушкам скорее то вот нам сожалению приходится это все дорабатывать так наверное надо сделать перерывчик попить кофейку собраться с мыслями что я буду делать потому что здесь заглушечки надо сверху снять винтики открутить сделать это так аккуратненько чтобы фонарик у нас сторону не отлетел надо подумать помозговать потому что что для того чтобы вытащить колесо нам нужно открутить все держащие винты которые отсюда прикручены и отсюда прикручены которые вдвоем эту половинку держит поскольку мне необходимо будет снять также контроллер сам контроллер и прогерметить его с той стороны чтобы из арки ничего не попало никакая вода сюда и заменить там также винты которые стоят ржавеющий на нержавеющий то соответственно мне придется это все снять разбирать целиком на обе половинки надо сделать тайм-аут в идеале бы конечно я и покрышку бы переставил как на том колесе в другую сторону надо убедиться в том что шинщики шиномонтажники которые не это делали с легкостью с этим справиться и диск не попортит кстати диск здесь стоит другой диск стоит другой друзья я вам покажу мотор колесо другое здесь другое другое сейчас я вам покажу какие оси здесь я вам покажу сейчас видите какие оси толстые оськи но их много а сейчас покажу как на старом было здесь нам само солнышко посвете она старом было точно так же фу слава богу я уж испугался что они удешевили я просто забыл уже так все тайм-аут кофейная пауза у друзья если у вас какие-то вопросы по поводу того что как чего почему замечание обязательно пишите обязательно пишите запомните один человек не состоянии ничего сделать мы в космос полетели и войну выиграли только потому что все вместе были дружными ну что друзья если долго сидеть много чего не высидишь надо все-таки делать кофейку я себе сделал надо надо работать потихонечку потихонечку вот это верхний разъем он держится без зажимов он просто вытаскивается поэтому рекомендую когда поставите его обратно посадить как и в готовые на герметик здесь хотя все сделано так продумано хорошо да вот разъемчики на защелочка все это здорово если причем вот эти разъемчики в продаже были потому что я всю инону объездил чтобы вот эти разъемчики купить на v8 и в итоге ничего не нашел в итоге пришлось там выпиливать от какой-то сигнализации от техники без защелок без всего и ставить на герметик то что и так уже изначально в готовее сделано готовее бигоне так вытаскивать это не буду пока не откручу здесь электрической отверткой пользоваться не рекомендую аккуратно это надо сделать лучше вручную здесь все будет залито диэлектриком поэтому можно здесь оставить и ржавеющие как бы элементики аккуратно с руками и с отвертками кстати винты здесь весь без резьбового герметика без резьбового фиксатора странно могли хотя бы герметик капнуть сверху без фиксатора винты стоят это плохо кто-то скажет их 4 они вряд ли открутиться поверьте я видел где 8 и там откручивалась поэтому первый косяк который я нашел ну прям косяк косяк ничего там косячного особо нету ну просто не посадили винтики на резьбовой фиксатор я посажу его на герметик вообще не на изволу фиксатора она герметик я очень хочу если кто-то знает где продается вот именно резьбовой фиксатор вот который работает вот как это скажите я подразумеваю что подозреваю что он будет дешевле и практичнее то есть он не такой сильный на откручивание но зато он не ломает детали так сильно так ну что платка верхняя откручена 4 винта здесь у нас аккуратненько движение цими аккуратненькими хоп 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 поднимаем платку достаем по периметру трогаем все как с материнскими платами платку надо бы снять конечно со старого колеса и прям сравнить уж как она стала ну друзья здесь почему-то мне кажется что что все стало по-другому почему-то мне кажется но наверное потому что я давно просто колесико не разбирал так это нужно положить там где его никто не повредит желательно на что-нибудь мягенькое чтобы быть мягче чем моя шапочка главное чтобы она была не синтетическая а то еще какая-нибудь статическое электричество возникнет и положить куда-нибудь наверх где его сложно будет раздавить потерять все таки я планирую сегодня все это закончить надеюсь так сверху платка прикручена к алюминиевой основе нужно открутить все винты все весь крепеж надо обязательно открутить потому что мне надо плату отстегнуть и посадить ее на герметик ну в первую очередь не не вот помните термоусадка я говорил от хвалил что здесь термоусадка отлично отлично а здесь вот здесь она как была безобразной так и осталось не могли нормальную термоусадку поставить непонятно сейчас фотку обязательно фотографируйте даже если вы на видео все пишите все равно фотографируйте по фоткам во первых удобнее это все искать а во вторых если видео накроется как это бывало вам уже много раз у меня у вас останется память дальше я не помню какая какой там крестик лучше вот это срезать чтобы посмотреть очень аккуратненько надо это все сделать предельно аккуратно чтобы ни в коем случае на плате ничего не испортить поэтому друзья если вы я я всегда за то чтобы каждую работу делал профессионал так что пускай там они пуканы свои не рвут ремонтники которые смотрят сейчас каким-то чудом вот сюда залезли ой что ты делаешь отдай нам и все сделаем друзья нормальные ремонтики появится сразу отдам да как-то в фильме дикари посмотрите по такой жаре отлично будет посмотреть фильм дикари офигенный наш фильмец классный вообще классно обалденный такая мелодрама комедия офигенная просто офигенный напишите в комментариях кто посмотрит кому понравилось кому не понравилось напишите там девочки тоже сидят да и как же его мистер говорит а вы напрасно мужчин ты не любите девочки мы говорят мужчин ты любил появится мужчины сразу любить начнем с мастерами та же самая фигня это мы откручиваем вот вверх я срезал слегка это откручу то сниму они еще должны быть на граверах сами разъемы они хорошие они очень хорошие сама круглая клеммка она классная они там распаяны так вообще круто у меня я говорю единственное что меня бесит это то что изоляция полопалась да и колесо сейчас двигается ну а чё-то отходить ты не хочешь 1 уж тебя вроде как открутил на герметике еще держится прямо вид остался то его надо снять кремка ним хорошая маленькая единственное что-то кажется разъем то не очень такой хороший сюда резьбовой герметик конечно не советую потому что он ухудшит только проводимость поэтому до самый лучший здесь вариант это прикрутить плотненько хорошенечко и затем только сверху герметиком перекрыть чтобы это все не открутилась чтобы это все не ерзала конечно если я буду также автомобили таскать прицепы на этом колесе безусловно наверно у меня и здесь провода полопаются почему бы их сразу не сделать такими чтобы они никуда не лопались блин а и так друзья вот у нас разъема я отсоединил от платы плата сама прикручена по месту что мне остается для того чтобы вытащить мотор колесо из корпуса это раскрутить винты которые связывают обе половины и и раскрутить винты которые сверху закручены которые также привязывают этот корпус пластиник алюминиевый у нас музыкальная пауза до ой да хорошо так чуть-чуть страх перебарывать всегда приходится да вот что мне нравится очень и наймботе это то что так берем опять таки за корпус то что вот здесь вот все эти штучечки сейчас я поставлю чтобы было вам видно они такие офигенные вот эти резиновые все заглушечки они прямо такие все все по форме все уникальные и никуда не денутся каждая заглушечка для своего места этот знаете ка это так здорово это так сказочно это вообще офигенно вот цены не будет если еще я говорю зазор арки вы увеличите 100 вольтовый сюда контроллер ставите батарею помощнее чтобы можно было и покрышку поставить от настоящего мотоцикла сюда друзья может быть они боятся конечно что во многих странах запретят как в германии это сделают может быть этого они опасаются и предпочитают по чуть-чуть но подольше чтобы не было бума такого аншлага сейчас секундочку паузу коротенькая пауза человек пришел делать страховку но ему надо на три месяца я говорю ему на три месяца центральный офис вы можете здесь ездить ведь вы мне можете посчитать сколько на три месяца стоит я его спрашиваю вы хотите посчитать у меня потом съездить в центральный офис и сделать говорит ну да я ему сказал что мы этим не занимаемся конечно если я сейчас не возился с мотор колесом я бы ему посчитал но люди дорогие мои люди блин ну включайте иногда контроллер свой так вот доставать очень хочется достать его ноготками чтобы не повредить на на самом деле наверно придется взять чем-нибудь остреньким и подцепить вашей то заглушечка она очень плотненько стоит очень плотненько стоит вот так вот она стоит и достал здесь заглушечек у нас нету здесь у нас тоже винтики да конечно же вот это пробочка я рекомендую ее в этот раз я не сделал опять таки шнурочек не приготовил иголочку такую кривую не нашел но в идеале в идеале конечно вместо этих резинок сюда шнурочек синтетически ставить чтобы она болталась нормально чтобы вот до сюда она болталась и не мешала зарядки ну как-то вот на новом там где я поменял эту пробочку она и не сломалась у меня может и здесь она не сломается может и здесь она будет долго служить по эксплуатируем сломается разберем и поменяем на шнурочек так отсюда надо выкрутить нам винты винтики здесь стоят сейчас я покажу так с такой круглой головочкой я их тоже приобрел под шестиграничек вот такие они стоят вот этот конкретно винтик вот он стоит под пробочка его вы я брал как образец отшил мужика теперь блин неловко не привык я отказывать то что касается моей работы но блин да посчитайте меня я поеду и покормлю других людей мне кажется это тоже неправильно жары вроде такой нет чем меня забомбил это в общем короче верхние винты сейчас надо будет открутить надо будет открутить и наверное верхние и боковые я откручу до того как я откручу колесо от стоек почему я это хочу сделать для того чтоб люфта дополнительного не было так запись идет дядя андрей приехал сейчас приветики вам передаст ну что андрей сколько выкатал дрюха сегодня выкатывает колесико на второй точке на пересекаемся в съемках пересекаемся давай заходи заходи он надо все приветы меня 90 какой-то нарядная метров 30 остаточный ты проехал 90 километров 90 километров офигеть а на чем ты проехать 30 процентов осталось пишет что еще 40 километров можно проехать мы посмотрим kingson 18 xxl но принеси хоть посмотрите на высоких скоростях расходу это есть шлема на высоких скоростях так что по городу было бы километров на на 15 еще дольше сейчас с тобой поедем там поребрики бы были еще ты будешь передыхает вдруг она сейчас от солнышка за передыхать она от солнце зарядиться чем немножко да мы докатаем его старшим 30 километров там несколько хорошо себя пробовали до до всем получит вас кухне так поем это давали правильно по кваску правильно по не хорошо так андрюха сегодня выкатывает свое колесико 90 километров обалдеть обалдеть уважаемые производители наймот сделайте чтоб хотя бы я мог проехать на своем колесике хотя бы 60 чтобы не так унизительно было когда андрей приезжал он проехал 90 километров и сейчас я еще с ним на супиксе поеду еще свое в ноль высажу а у него еще наверно процентов 20 останется понимаете это ж никакие ворота нельзя что-то кушать больше андрей а возьми мне наверно тоже чего-нибудь такое что нам надо поесть перед поездкой чтобы уже у поужинать и больше не ужинать наверно в этом вы ваши или в тарелке до в тарелке обмоем это дело все таки у меня руки дошли до зла я в тарелке буду я сниму вот это какая пакость это защита ты что у меня сейчас там такие страсти кипят отвратительная вещь бесполезная она мне не пригодилась ни разу да ты балл 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 зато мешало это спокойствие это как страховка квартиры ты чё она не пригодилась но зато ты работала отдыхал спокойно мешала но зато ты выглядишь стильно даже защиты это что прям навстречу тебе попался параллельным курсом параллельным курсом по разные стороны получились любого потока помогали друг другу не получилось не получилось а только людей нас разделил там небось прекрасная принцесса была со стрелой руках достаточно грозный молодой человек молодой то уверен не уверен он в шлеме защищен поэтому наверно молодой выключать колесо я не буду затащил он в тенечке там стоит хорошо давай давай правильно 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 так ну что верхний я открутил только когда откручиваете верхние как я не отвлекайтесь потому что смотрите здесь есть закладные естественно когда вы на бок положите колесико эти закладные вылетят закладные тоже не нержавеющие опа вот такие вот с этой стороны две штучки и по логике вещей с этой стороны тоже должно быть две штучки андрюха выкатывает king song своего до 90 километров проехал он сейчас ездил по колпино будем надеяться что он на видео все это записал короче смотрите здесь у нас внутри стоит алюминиевый каркас которому с обеих сторон прикручено половинки корпуса на винтики который под шестиграничек вот под такой по троечку мне бы конечно открутить сейчас и фонарик блин и и фару но я почему-то не хочу а хотя бы надо сверху открутить не хочу чтобы они на проводах болтались чтобы случайно их не повредить не задеть сейчас перекус устроим у нас здесь очень приятно делают шаверму на тарелке хорошая шаверма здесь на футчика причем два места здесь шикарных просто есть еще 3 на этом не пробовал просто шикарно когда здесь закручиваете винты будьте аккуратны предельно аккуратно почему потому что вы закручиваете их в резинку резинку можно передавить то есть она может искорежиться она встанет на место но вот сейчас она на двух боковинках держится у нас звуки какие-то а скотчика трепляется прилепляет стримовским скотчиком это все прикручено там проводочки вот они держатся так ну что сейчас надо разбирать половиночки раскрепить их хотя бы с одной стороны чтоб мотор колесо пока вытащить вот пока не разбирая корпус и не откручивая контроллер мне нужно хотя бы сейчас выберем с какой стороны будем откручивать вот с это наверно без разницы ручку я уже открутил она уже у меня в руках вот она держалась здесь и и в принципе не обязательно даже откручивать целиком и сейчас я буду откручивать винты которые крепости сцепляют корпус вместе их я тоже купил они тоже будут нержавеющие все они на красочке я не помню чтоб это было у меня также но видать столько гарантийных случаев у наймбота что сделали все на красочках чтобы народ сам не откручивал я буду сажать все на герметик на обычный герметик силиконовый чтоб мало того чтоб они не выкручивали что было еще дополнительная какая-то амортизация возможно я возможно так не надо делать но пока у меня в голове это выглядит очень даже ничего так ну что с этой стороны корпус от пластины я открутил осталось открутить с той стороны корпуса пластины но надо чтобы это все пополам не развалилась и сверху у меня здесь еще надпись которую блин мне бы не хотелось вообще как бы обрывать вот такая она поэтому сейчас что я сделаю с одной стороны и с другой стороны заказал просто пока еще да здесь почему их он закрылся все закончилось да то что у него сегодня прямо очереди были да он сказал что ажиотаж такой а чё такое все проголодались пришли на рынок сколько места пустого как это называлось помнишь под капотами как-то тещу на место там серьезно это у машин под капотом а у него такая штука да здесь у нас все вот такого резьбового фиксатора я нигде не видел у нас вообще другой продается это прям как краска это как будто маркировочный какой-то да как вот на ноутбуках такой же сильным он на самом деле он не маркировочный вот этот от не маркировочный это просто чтобы он сам не открутился на чуть-чуть нам герметик и на днем песочек понимаешь значит да вот и можете не вот ты можешь вода пусть и пальчиком провести вот здесь у тебя цепляется а здесь гладенько понимаешь он как сахарится как но тот который я ставлю который у нас продается вот абровский вот это он совсем сахарится он функцию выполняет а это такое чувство что я его закручен опять работать будет с какой-то он такой многоразовый он просто густеет как наждачка как наждачка как резина с наждачкой мне даже не верится что у меня вот эти стаканы разлетели здесь такие посадочные места здоровой такой пластик кажется прочным может у меня на колесе что-то по-другому это же вторая вариация вторая вариация но пока я разница особой ты такой не чувствую как раз буду первую вариацию разбирать и будет так за крисов вот видите уже болтается уже все нормально то же самое то же самое и здесь надо у нас открутить сначала вот эти маленькие вот эту маленькую крепелку крепежек направляющие винтов все в реальном времени поэтому вы сможете понять сколько времени это сможет у вас занять эту крепелку я открутил фиксатор и под взять под за ним резиночка такая она вот разрезная ее надо будет расфиксировать отсюда герметик надо будет достать что это упал супекс упал ах ты умница-то моя лошадка жалко что готовые перестал делать колеса на маленьких подшипниках я надеюсь у них сейчас продажи упадут ваш я принципиально не стал покупать готовые на большом подшипнике ну блин ребята моноколесо у него прелесть в чем в том что оно простое буй representatives батарейка 2 виде ее все ничего не надо простые маленькие подшипники не надо ничего колхозе там я отначили придумывать большие подшипники подвеску давайте автомобиль дмона колеса сделаем руль и педали ещё туда поставим и будет вообще что-то смысл большого то смысл тип ресурс у него должен быть большой от и по накада у него должен быть получше ну какой на как взять и так офигенно ребята ну а почему вообще такой маленький подшипника ресурс это моноколеса он не маленький они просто некачественные просто некачественные и вот сейчас я мотор колесо как раз снимаю чтобы вот рис снова здрасте дорогие друзья сегодня второй день разбора так получилось вчера поехали кататься чтобы день не пропадал разбил разборку на два дня это хорошо когда есть такая возможность чтобы с расстановкой здесь заодно разобрал зло первое свое чтобы убедиться что здесь точно все так же как и во втором процессе эксплуатации вот эти все стаканы вот видите да они все поломались я утапливал в них латунные втулочки вот некоторые под основу уже сломались некоторые еще можно восстановить другие уж нет стаканы сами вот винты там у меня утоплены до стаканы сами полопались тоже что-то надо делать если корпус не удастся заказать что-то нужно будет делать платы точно такие же стоят резинки уплотнительные точно такие же стоят то есть в корпусе здесь изменения никаких нету сейчас я положу сюда пластик чтобы грязь к туда не сыпалась то есть разительных отличий между первой и второй версии нет крышка здесь настолько треснула я еще выкручивал там был жареющий винтик да что проходит насквозь все это не выкручивается ну если вы заранее все сделали хорошо то у вас в процессе эксплуатации не возникнут сложности возможно только с перегревом с каким-то если будете сильно нагружать колесико я буду нагружать колесико мне плевать что мне осталось сделать мне осталось сделать вытащить само мотор колесо по идее в идеале поменять направление резины как на этом колесе либо оставить одно с правильным направлением с таким другой с неправильным направлением и посмотреть как в процессе эксплуатации это сказывается на таких скоростях это не принципиально посмотрим что я решу нужно закачать сюда антипрокольную жидкость еще так я здесь все это открутил и надо плату она на радиаторе алюминиевым закреплена надо эту плату сам радиатор алюминиевый еще посадить на силикон очку здесь я все раскрутил все борта раскрутил у меня остались висеть фонари фонари фара на 2 закреплены на одной стороне здесь надо расковырять вот этот герметик здесь резиночка у нас стоит такая аккуратненько она прорезанная она прорезанная с хорошим герметиком с очень хорошим герметиком сейчас мы ее снимем отсюда герметик хорош мне очень нравится наш казанский герметик очень похож на этот сейчас я ее достану и надо по большому счету ее разрезать либо разорвать либо разрезать герметик настолько хорошо держится что прям проблематично даже рассоединить очень круто а рассоединить надо потому что мне все это нужно будет вытащить вытащить из корпуса я могу как прорезать так и порвать ну сейчас попробую порвать наверное чтобы удобнее было скреплять потом затем рваный край лучше склеится чем резанный поэтому вот сейчас я этот герметик прорву вот так вот он порвался очень хороший герметик пальцами тяжело запомнили как стояла до аккуратненько резиночку положили сразу стаканчик в котором ничего не потеряется а куда я дел стаканчик которым ничего не потеряется вероятно куда-то делаем вот он у меня здесь так стаканчик специально который рассчитан под это колесико дальше нужно выковырить вот здесь герметик такой гидроизолирующий скажем от попадания из внутри колеса из арки колеса хороший герметик я не стал разбирать с 2 как раз из-за этого герметика и зло изначально я не стал тоже разбирать потому что я не знал что влага так пагубно влияет на подшипники поэтому там я это не делал ничего страшного в этом нет вот мы его сняли но его отлично оттуда достанем нам нужно это сделать чтобы клеммки протащить когда будем снимать мотор-колесо бояться этого не нужно ну если вы не уверены в своих силах лучше обратиться к специалистам универсальных ремонтиков не бывает каждый человек специалист какой-то одной сфере и именно в этой сфере он делает что-то хорошо просто вот на заре сейчас моноколесного движения как и на заре автомобилестроения хороших специалистов найти очень проблематично и они наверное сейчас себя ведут как продавцы возле магазине возле метро в годы моей юности когда заходишь это ты им должен они они тебе поэтому друзья никакого желания общаться и обращаться к ним нету обязательно появится хорошие специалисты будут ним обращаться а пока вынужден делать все самостоятельно так с этой стороны я все открутил сейчас переверну колесико конечно пользоваться надо услугами специалистов профессионалов безусловно во всех сферах и сфере страхования и в парикмахерском деле и в бухгалтерском никакая программа бухгалтерская не заменит людей по крайней мере пока налоговая инспекция у нас ли люди живые да никакая бухгалтерская программа не решит вопросы с живыми людьми живые люди всегда ее в ступор в такой поставить что триндец не дай бог вам там эти копейки никто искать не будет и те люди которые продали вам программу тоже никто не будет низ и никакое желание проявлять том чтобы помочь вам купили все заплатили хотите что-то решить идите в налоговую это бухгалтер должен быть такой что хоп проблему решим хоп проблему решим живой человек так здесь хорошо что винты ржавеющие поэтому их легко отсюда доставать я откручу отсюда тоже когда вы меняете колесо не обязательно со второй стороны откручивать винты поскольку я все равно буду все винты менять на нержавеющие то мне все равно необходимо их выкрутить единственное что провода по-новому я протаскивать вообще никакого желания не испытываю вообще нет желания вот это все вы потрашивать а потом туда обратно запихивать моя задача сейчас слегка раздвинуть края так чтобы спокойно мотор колесо у меня вышло наружу единственная сложность это опять таки провода когда переворачиваем держимся за пластиковый корпус обязательно напоминаю и буду напоминать каждый раз никогда за колесико не хватаем если колесико займет ваши пальчики между пластиком будет бобо страшного ничего не будет просто будет бобо неприятно будет давайте-ка надо убедиться в том что все винты которые необходимая открутил для этого я сейчас откручу наверное задний фонарь и фару пускай болтаются я буду с ними аккуратен все равно все эти винты надо менять на нержавеющие обязательно вот защита выложить защитная резинка она одна гениальное изобретение конечно фара сама фара сейчас я вам покажу почему важно было открутить фару потому что если бы я начал разводить корпус я бы поломал крепление фара связующий элемент у нас также также связывающий элемент у нас то есть обязательно ее надо отсоединить все на десятках на винтах на десятках у нас держится по длине десятки так здесь у нас внутри больше ничего нету откручиваем сейчас задний фонарь задний фонарь открутили также винтики сторону разложили так смотрите сейчас будет очень наглядно вот когда мы раскрутили корпус вот то что мы открутили фонарь я надеюсь что вам будет видно сейчас я начинаю разводить корпус здесь мешает наклейка там мешает наклеечка сверху она присутствует я ее отклеивать не хочу иначе бы корпус у нас уже давно разошелся в стороны я ее отклеивать не хочу хочу просто сейчас достать мотор колесо не отклеивая эту наклеечку бумажечку она нам просто сейчас связывает вот эта бумажечка на которой написано warring осторожно все такое я сейчас попробую не отклеиваю эту бумажку развести все это в сторону раз отсюда все вы щелкнулась теперь осталось вы щелкнуть с той стороны и аккуратненько провести проводочки вот через эту чего через вот этот пазик но перед этим из пазика надо обязательно вытащить весь герметик потому что этот герметик может повредить нам клемм очки герметик надо оттуда достать обязательно герметик достаем чтобы проходное отверстие было больше чем клемма которую мы будем через него протаскивать чтобы клемма вот эти пластиковые не повредились герметик хорошо отстает он качественный но отстает хорошо не надо бояться первый раз его убирать все это но так здесь отсоединили дальше надо вывести мотор колесо из соединения и зацепа которая с той стороны сделать это будет наверное не так просто пока я не развел корпус подальше придется наверное все таки отклеить мне эту наклеечку сейчас я вам покажу перепада от давления она начинает сама уже потихонечку отклеиваться я ее аккуратненько сейчас отклею на что-нибудь наклею и потом обратно поставлю ну что прям как от завода на ней что-то написано важно наверно осторожно не влезайте в мон в моно колесо если вы не являетесь специалистом данной сфере но написано по-китайски поэтому я это понять не могу я сейчас наклею это вот на экранчик в себе и потом как колесо соберу обратно ее приклеим чтобы было все прям по фэн-шую так ну что эту штучку я отклеил и теперь по идее у меня колесико разойдется уже идеально на две половинки и мы увидим соединяющую сторону соединяющую часть да все разошлась сейчас я вам покажу вот колесо разошлось но поскольку провода я не протаскиваю и здесь не отсоединяю она теперь держится на проводах держится на провод очках но у меня появился зазор по теперь я могу уже сейчас разверну к вам главное это папа аккуратно с фонариками с фарами чтобы было все хорошо моя задача сейчас вывести вторую стоечку и зацепа одну стоечку я вытащил теперь вторую стоечку вытаскиваю из этого замечательного корпуса все главное как и при обучении моно колесу без резких движений помним везде пластик пусть он даже хороший но надо аккуратненько все это делать вот эти клеммочки надо будет доставать по очереди сначала на питающие провода все мотор колесо я вытащил дальше надо протащить клеммы сначала я силовые кабели протащу чтобы было больше места для клемм сейчас я хватаю желтый вытащил синий сейчас вытащу синий вытащил и коричневый они легко прошли потому что они тоненькие на конце а теперь надо протащить клеммочки управляющих кабелей на датчике холла которые опа они уже тоже легко прошли потому что место большое вот я достал мотор колесу то есть если бы у меня что-то сломало здесь вот демонтаж мотор колеса без полного разбора вот вполне себе возможен вот она мотор колесико любимая а вот у нас с внутренней стороны все это что мне предстоит сделать мне нужно открутить вот эти винты в обязательном порядке я надеюсь вам видно открутить целиком плату посадить ее на герментик по периметру и поменять вот эти винты на нержавеющие они у нас такие с полукруглой головочкой с полукруглой головочкой надеюсь что у меня такие будут тоже если не будет придется их купить дальше по периметру у нас стоят винтики которые держат вот эти светодиодную защиту их тоже надо поменять на нержавеющие обязательно ну потому что иначе они сгниют если вы будете эксплуатировать колесо зимой здесь в качестве защиты здесь пластик толстый он толще чем на супиксе наносить что-то здесь для того чтобы не было абразивного воздействия смысла особого не вижу туда особо ничего не попадет даже если попадет то попадет на алюминий можно если хотите пройтись герметиком так чтобы просто туда ничего не попадало но если хотите можете нанести жидкий локер но это только сделает колесо тяжелее а так друзья вот как мотор колесика я достал сейчас я его разберу сниму стойки это пока отложу в сторону здесь у нас все разобрано аккуратненько складываем без провода не достаем провода потом пропихивать удовольствие никакого нету смысла я в этом не вижу если вы корпус не меняете сейчас я возьму ключики и разберу колесико что я хотел бы здесь заметить разбирать само мотор колесо я смысла большого не вижу потому что я уверен что как и моё то колесо она тоже на герметике но возможно что это нужно сделать просто для того чтобы вам показать как все это здесь устроено мотор колесо со спицами сосок нестандартный маленький через через этот сосок очень удобно туда нагнать жидкости антипрокольный пока колесо разобрано ну и основная задача зачем я разобрал вот это колесо почему это нужно сделать обязательно если вы мотор колесо купили я сейчас откручу эти стоечки и мне необходимо нанести смазочку я взял специальную смазочку типа морская смазочка против соли против всего невымываемая то есть супер густая вот это супер смазочка и я ее нанесу с наружной стороны на подшипник для того чтобы вода которая попадает туда ни в коем случае не попала в подшипник можно даже в идеале в идеале это когда вы там прям вообще задрот задрот все это разобрать вытащить штатные подшипники посадить мало того что их на фиксатор на втулочный в посадочные места так еще и эту морскую смазку нанести на подшипник внутрь что здесь написано не наносится как любая консистентная смазка не допускает смешения с другими аналогичными продуктами перед закладкой смазки подшипниковый узел должен быть чистым и сухим пусть если мы планируем нанести вот эту смазку на сам подшипник подшипник нужно будет освободить от смазки которая в нем была сейчас что мне необходимо сделать это открутить стойки педали это я сейчас делаю с помощью проходного ключа и своего замечательного разводного ключика запись идет камера работает это хорошо и так я дошел до этого обязательно купили колесико если планируете по зиме эксплуатировать ну надо разобрать тут без вариантов тут без вариантов было бы здорово если по не сразу завода шли уже с гидроизоляцией как автомобиль вы покупаете вы уже не паритесь по поводу того что там что-то нужно с ним такое делать чтобы он не сгнил у вас за 10 лет антикор конечно на машине делать нужно если вы хотите что там жуков не было еще чего-то не было это обязательно конечно делать но блин по крайней мере у вас подшипник там на первых двух тысячах не умрет если вы этого не сделаете а если не сделаете этого здесь то умрет к сожалению умрет лучше конечно это все делать через какую-то тряпочку чтобы стойку саму не зафорш мачить это не критично но блин будет приятно если после наших воздействий на стоечке не останется следов а если мы так не сделаем до следы останутся потому что ключик у нас суровый брутальный брутальный разводной ключик сейчас я его под разведу под заведу и открутим плечико мое уже за шесть месяцев под зажило так что может даже на столе получится это сделать лучше конечно это делать на полу но стол еще не прикручен все получилось сделать у нас у меня все получилось сделать откручиваю замечательный проходной ключик рекомендую мастерам очень хороший есть такие же аналогичные не джонни своевский а дело техники вот видите даже несмотря на то что я пользовался тряпочкой все равно вот в этом углу да все это было подвержено можно было оську как-то задействовать можно было еще что-то сделать я не считаю что те кричи не повреждения которые я нанес они критические они эстетические они неприятные лучше их не делать конечно но если сделали то сделаю я от этого страдать не буду что я вот здесь повредил что мне не понравилось как снялась гайка мне кажется что там мало резьбового фиксатора сейчас мы посмотрим на резьбу потому что до этого то что я снимал там прямо красный фиксатор резьбы был да друзья я вообще не вижу резьбового фиксатора то есть то что я сейчас делаю это получается вообще обязательно надо сделать если вы купили колесо друзья я надеюсь вам видно что в резьбе резьбового фиксатора нет вообще от слова совсем сейчас я сниму стоечку которая кстати вот легко снялась по ней ничего не стукать не пришлось ничего это тоже не есть хорошо так здесь у нас сухарики я вам покажу резьбу на которую китаец который собирал это колесо ну просто не нанес резьбового фиксатора а это друзья это очень плохо чтобы меня не обвиняли в чем-то таком я конечно не птица говором и не отличаюсь ни умом ни сообразительностью но по крайней мере вот друзья не нанесено здесь резьбового фиксатора соответственно эта гайка раскрутилась бы на первых тысячах и пришлось бы все равно сюда залезать это все подкручивать это все еще раз дробилась бы и раздрочилась простите за выражение что здесь необходимо сделать посмотрите вот эта шайба а просто на сухую здесь стоит соответственно вода вода по которой вы будете ездить соленая вода зимой и обычная вода в другие периоды она попадет вот сюда в этот пазик проникнет подшипник сразу уничтожить уничтожить смазывающие свойства смазки которая подшипники и подшипник у вас умрет на первых двух тысяч километров ну может не совсем умрет уж уметь начнет точно поэтому сюда обязательно надо нанести смазку я сейчас для себя пойму хочу я залезать внутрь или нет наверное захочу залезть внутрь чтобы по крайней мере до конца понимать что у нас там происходит дальше смотрим с этой стороны возможно мастер сюда все-таки добрался чуть-чуть раздвинул подзакрутил угол сделал на полу это конечно удобно тогда вы всем телом можете давить все это ну я не чувствую сопротивление резьбового фиксатора все затянуто прекрасно хорошо но сопротивление я не чувствую то есть если гайка открутилась то она спокойно открутиться с никакого герметика там резьбового нету гайка там чисто то есть в эту смену колеса которые были сделаны гайки прикручены на сухую это недопустимо это просто недопустимо сейчас я в разные стороны повожу эту гаечку с этими сухариками и это сухари как видите столько не притянута то есть сухари не зафиксирован это то есть ударов молотка молотком традиционных не требуется резьба здесь там номер серийный нанесен видите резьба сухая никакого резьбового фиксатора нету от слова совсем здесь также у нас вот эта втулочка и собственно говоря ради чего я разбирал колесико когда вы разбирайте не обязательно лезть в мотор колесо но обязательно нанести вот сюда смазку обязательно густую смазку чтобы было офигенно что было просто офигенно сейчас я разберу ну раз уж разобрал начал разбирать в той моей ревизии что было эта крышка держалась на герметике то есть там был герметик и герметик был хороший очень хороший я его долго оттирал у меня нет уверенности что там сейчас герметик есть поэтому колесо мотор колесо я буду сейчас разбирать я буду доставать я буду смотреть что там по-любому по-любому если я достану это все скорее всего я сниму подшипники и перенабью их вот этой морской смазкой у меня прям по амбиции такие что это может прям на два дня даже затянуться но пока перерывчик перерывчик продолжим после паузы что продолжаем разборку когда хороший инструмент одно удовольствие что-то разбирать главное чтоб силы хватит сил хватило чтобы нас силы не покинули во время а то эта разборка может очень долго проходить здесь все на резьбовом фиксаторе здесь все хорошо да кстати проверим на нержавею сность берем как видите да вот эти винты нержавеющие вот почему не сделать все винты нержавеющие у меня вопрос такое пожалуйста сделайте все винты нержавеющими вот 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 какими они должны быть а то получается на мотор колесе все нормально в корпусе все плохо здесь винтики нержавеющие но поскольку все равно они сделаны выполнены из нержавейки а крышка сама какой-то сплав алюминия да то обязательно естественно места стыков этих винтов с краской нужно обязательно обработать чем-то каким-то либо краской либо каким-то противокоррозионным составом чтобы краска низко не сколупливалась и не образовывалась чтобы краска не отлетала и гальваническая пара не возникала когда попадет вода и соль на всех нанесен резьбовой фиксатор где-то больше где-то меньше но он есть везде практически где-то он внутри на резьбе остался может у того мастера который собирал это колесико просто тюбик с герметиком закончился поэтому он ну вот я смотрю внутри и я вот может в одном месте только вижу где маловато а так везде все достаточно винты хорошие нержавеющие классные вот демонстрирую вам прекрасно болтаются на магнитной тарелке прям нержавеющий пищевой как я вам и говорил как в первой части до крышка сидит у нас на герметике то есть ее не снять ее не сдвинуть для того чтобы сдвинуть крышку нужно наверно какую-то приспособу приготовить что-нибудь типа со шпилечками такой ход на сворачиваемость я прошлый раз как все это сделал я взял воздух дунул и крышка отошла сейчас попробую сделать то же самое единственное что пока я включу компрессор пока я протащу сюда коммуникации пауза в прошлый раз мне очень понравилось как воздух помог мне снять крышку в этот раз попробую сделать точно так же для этого камера чтобы было видно как она отщелкнется надеюсь что вам будет видно итак крышка у нас плотно стоит ее проблематично сдвинуть то есть она приклеена на герметике очевидно сейчас я попробую ее поднять воздухом увидели какой то друзья работает методика работает все нормально поднялась все отщелкнулась какого-то супер герметика я не вижу возможно он на лаке стоял да но отщелкнулась она великолепно и сейчас было бы неплохо что-то из этого снять да вот эта крышечка у нас снялась по-видимому здесь вот вылетал сейчас порошок это типа талька для того чтобы протаскивалась вот эта коммуникация здесь внутри все хорошо но я что сделаю чтобы было еще хорошо вот видите тут какой-то черный то ли герметик да герметик это герметик она сидит на черном герметике он хуже того который был на моей первой версии это просто черный герметик а здесь в крышке сделаны выборки друзья этих выборок я не помню я не помню этих выборок может это какие-то балансировочные выборки было бы неплохо вот когда я снимал это колесико конечно чтобы я отметил как эта крышка стояла сейчас по видео я смогу посмотреть и поставить ее точно так же да ориентируясь вот по этой записи а вам я рекомендую настоятельно взять либо белый маркер взять либо белый маркер либо черный и поставить ее точно так же ну чтоб все было вообще комильфо потому что вот здесь я вижу выборки какие-то на моем колесе этого я не помню я сомневаюсь что конечно что это балансировочные выборки но тем не менее а можно угадать где они были а где их не было вот крайне и здесь и вот крайне и здесь а здесь выборок нету здесь выборок нет вот крайне здесь вот крайне здесь вот здесь выборок нету то есть вот эта часть вот хорошо определили вот эта часть у нас получается здесь сейчас я это маркером отмечу вот здесь вот у нас можно прямо на диске нарисовать стрелочку она черная и не видна опа так а здесь у нас вот так вот стрелочка хопа черненькая тоже не видно но при пристальном внимании мы заметим вот так вот крышка стояла таким образом также ее лучше и поставить внутри различия особых я не вижу кроме того что намотка мне кажется с этой стороны очень культурной стала посмотрим с той стороны как намотана но с этой стороны очень даже ничего здесь вот эта пластиковая штука она как-то вот так вот нет не прочно держится я думаю то что я залью сейчас это здесь все жидким с жидкой изолента будет хорошо вот этот герметик черный безобразный надо конечно снять его потому что но он он безобразен функцию они выполняют потому что он не перекрыл все по периметру ну может я напрасно говорю что все не перекрыл но мне кажется что вода бы проникла дальше подшипники здесь 6004 с и подшипник уже друзья на секундочку вот посмотрим сейчас я подсвечу смотрите видите он ржавый вы видите посадочное место подшипника на ось ржавая очевидно из-за чего это конденсат да сейчас пальцем проведу вот он не пропадает эта ржавчина не такая страшная можно взять растворитель и оттереть ее либо обезжириватель но вы видите что сюда уже попадает конденсат и конденсат на подшипнике уже образует ржавчину с внутренней стороны когда он попадет внутрь а он обязательно вот попадет вот в этот пазик до который там и обязательно подшипник выйдет из строя обязательно поэтому обязательно вот здесь надо нанести свой смазки даже если вы не планируете подшипник вытаскивать я вытащу подшипник поменяю скорее всего его на другой подшипник эти оставлю как какая-то марка snf типа как skf только snf может быть они офигенные может быть они грандиозные может быть мне наоборот нужно сейчас взять эти подшипники перенабить туда морскую смазку и все будет хорошо может быть вообще не надо трогать может быть надо поставить на втулочный герметик и все это сделать но из косяков вот если на заводе при сборке колеса вот собрали колесо и вот здесь просто возьмут смазочку и вот так вот нанесут это вот решит вот все проблемы с подшипником 1000 на 15 точно 1000 15 точно решить проблему герметик здесь есть по периметру какой бы он ни был все равно до влагу он задержит я его ототру я его ототру и тоже посажу на прозрачный герметик как видите воздухом очень хорошо все снимается и все отлично отпрыгивает это здорово дальше само устройство мотор колеса здесь ничего такого не вижу сейчас я подложу опору поставлю головочку и вытащу собственно говоря сама сам статор не посмотрим что я залью это все 3м овским скотчиком посмотрим как он будет работать римовская изолента у меня есть такая головочка есть деревяшка которая защитит мой стол от коррозии но я конечно не ожидал увидеть коррозию прямо на внутренней втулке подшипника не ожидал вот кстати вот по оси по оси вы увидите точно такую же король вот смотрим вот сюда да и видим точно такую же ржавчину это просто конденсат который образовался на этой оськи и она начала ржаветь ничего страшного в этом нету пока это ржавчина не началась сама подшипники дальше что я беру мне головочка свечная вот такая есть я ее сюда поставлю ее хватит как раз чтобы не вытащить сам статор из мотора колеса может надо разглядеть все раз уж делаем то делаем до до конца разбираем тогда конца разбираем нам же любопытно любознательно к тому же тот человек который потом у меня будет покупать колесико он сможет посмотреть видео для того чтобы нам поднять это все для того чтобы нам это все поднять для того чтобы подшипник вышел сюда из крышки нужно приложить определенные усилия стучать не нужно потому что повредится подшипник а усилия приложить можно и лучше если это будут такие усилия в раскачку страшные звуки да главное ни в коем случае не повредить сами подшипники посмотрим что там происходит но по идее вот эта втулочка она должна зайти у нас четенько и хорошо у меня такое чувство что не хватает чуть-чуть что вот если я сейчас колесо поставлю что если я это колесико поставлю хочется еще что-то подставить под эту головочку определенно хочется что-то подставить под эту головочку что в стопудово это все вышло наверх ну а не мотивом катание перекос не шло благодаря животу вот так вот вышел чуть-чуть нам надо поставить его колесико колесико надо поставить на стол перекосик идет кияночку было бы неплохо еще было бы неплохо кияночку лучше это конечно делать все на столе по идее по идее она должна у нас уже выйти сюда потому что должна она у нас уже подшипник там если держит это все ключики уберем что пальчики не поломать надо ходит туда-сюда выходить не хочет выходить не хочет магнитиками держится а и что это значит она выходит ровно до до подшипника пока вот эта головка не упирается в подшипник в общем друзья в чем дело это головочка которая здесь стоит она когда я начинаю давить сжимать ее она упирается в обойму подшипника а подшипник пока не готов выходить у нас поэтому мне нужно вот эту головочку снять у нас оська хорошо снимается у нас очень хорошо снимается оська выходит из подшипника сейчас только надо вот подпружинить каким-то образом и снять эту головочку которую я поставил сейчас я возьму вороток который защелкнется и вы увидите потому что когда я начинаю головку давить оська из подшипника выходит головка упирается в подшипник и не выдавить мне этот статор я сейчас сниму головку подложу какую-нибудь колобаху надавлю оська выйдет я ротор вытащу а потом выплесую подшипник спокойно если вы планируете это делать один раз жизни конечно не рекомендую ни в коем случае это делать и поставьте себе обязательно приложение от яндекса которое показывает что когда вам звонит какой-то спам чтобы не тратить свое драгоценное жизненное время на всяких спамеров так чем-то надо мне подпружинить это все обязательно обязательно чем-то подпружинить надо чтобы достать теперь эту головочку которую я туда успешно а подпружинивать я ее не буду я вот рукой и подпружинил вот я ее достал что теперь надо сделать надо вот подставить под эту штуку какую-нибудь выступающую мандулу у меня есть замок у меня есть замок квадратной формы я его подставлю сейчас и выдавлю на нем надпись сотрется но это не страшно вот у меня есть такой замочек а так хозяйстве надо завести обязательно колобашечки какие то вот с помощью этого замочка сейчас я аккуратненько поставлю колесико уберу все все пальцеломательные предметы стороны так все видно и соленой воды туда накапываю своей да это не есть хорошо на улице у нас сейчас конечно прохладно 27 градусов здесь помещение у нас сейчас тоже 28 порядка несмотря на то что кондей работает но я его поставил на такой режим вентилятор с лайтовой друзья видите да эта штука почти вышла почти чуть 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 не хватает надо чтобы она вышла и я не смог захватить пока ее схватить не могу надо что-то подставить туда что войдет внутрь оси видите пальцы ни в коем случае туда не ставьте надо что-то поставить сюда чтобы оно прошло через как это сказать через подшипник ваш подшипник по-любому там останется или чем-то зацепить вдвоем конечно это все делать удобнее гораздо но я сейчас в одиночку работаю поэтому надо что-то сделать сейчас что-то придумать надо что-то придумать я что-то придумаю обязательно так что-то я придумаю по-любому есть у меня вот такая большая головочка ее я на нее я могу поставить как на опирающую и тогда у меня появится дополнительный ход пальцеломательные замки в сторону вот так вот вот так вот друзья чуть чуть поглубже она зашла да чуть чуть поглубже она зашла и у меня уже есть наверное шанс наверное есть шанс потому что если отпущу она опять защелкнется туда здесь бы веревочку такую да не хватает одного человека для одного человека или веревочки которые пропущены я бы так шею и хопа хопа и достал бы я нахожу сейчас я что-нибудь придумаю сейчас я что-нибудь придумаю сейчас я что-нибудь придумаю классно у меня есть вот такая штука это называется шланг я его использую для коптилки это просто душевой шланг резиновый можно на самом деле взять какую-нибудь веревочку что-то такое от него приятно пахнет копчением зачем он мне нужен я хочу из него сделать такой как поясок с помощью которого я вытащу это все наружу хочу просунуть сюда вытащить здесь с помощью скотчика перемотать конечно лучше если бы он проходил через вот эту соседнюю это было бы правильнее это было бы правильно и вернее вот сюда сюда его запихнул это когда нет у вас помощника но вам что-то надо сделать очень лучше конечно использовать какой-то ремешочек еще что-то но в данном случае за неимение ничего лучшего не поскоряйте это ремонтируйтесь у профессионалов у меня безвыходная ситуация у меня нет профессионалов в этой сфере поэтому я никому не могу доверять данном случае и мне очень надо снять это сейчас я вытру под чтобы не накапать туда соленой водой я просто очень волнуюсь поэтому вот так вот я возьму головочку вот так вот положу вот так поставлю надеюсь вам видно вот так вот сделаю вот так вот сделаю и вот так вот сделаю голь на выдумке хитра у меня вот такой как у рэпера американского такое с бесценная штука друзья это величайшее достижение человечества величайшее достижение человечества это мотор-колесо и кстати друзья я не понимаю а вот 222 на бочках два набора датчиков холла в отличие от всех других колес здесь проводочки точно такие же изоляция точно такая же ничего другого не вижу намотана типа также похабно но мне кажется что нормально намотана сейчас я ее пройду 3 маска и жидкоизолентой и все будет хорошо так с этим справились давайте посмотрим поближе здесь все хорошо здесь все хорошо здесь все хорошо мне очень нравится вот эти бамбуковые штуки но честно говоря я бы использовал пластиковые не знаю почему они используют бамбуковый вот эти вставочки проставочки не знаю кто знает напишите пожалуйста провода здесь еще не грелись еще не лопались то есть с ними все нормально все хорошо с ними все это можно откладывать это я сейчас залью все и положу сохнуть здесь никаких следов коррозии пока вроде как нету если только незначительное здесь что у нас здесь следы какой-то обработки абразивной то есть литье то ли стирали что-то вот здесь здесь какая-то грязь к откуда-то залетела к ним китайская грязь к сейчас я это все обезжирю и все сделаю подшипнички здесь выглядят беленькими не помню как по моему мне казалось что желтенькими они такими были лаком залиты вот там идет у нас что-то типа может это просто прогрев был еще что-то ночью здесь я все залью здесь я все залью специальные средства может это лак может что внутри москве это изолента попробуем кто знает что это получше скажите подшипник сейчас будем выпрессовывать с помощью выпрессовки достанем оттуда посмотрим на собственно говоря на смазку какая-то а я сейчас собственно говоря вам открою не буду пока открывать подшипник или открою ну конечно лучше в живую увидеть его сразу просто если я открою подшипник это значит что мы его больше использовать не будем поскольку я ну травмы ему сейчас нанесу у меня ножичек я пыльничек чуть-чуть отогну я буду об этом знать соответственно ставить его обратно я не захочу мне придется купить новые подшипники перебить их смазкой перенабить опа не туда выдернул по по америка европа что я не то дело ножик был хороший ножик что случилось что случилось как-то я его выдернул он перестал быть хорошим ножиком надо посмотреть как здесь все устроено что я не так сделал что я не так сделал ну тоже классный ножик до 1000 рублей стоит японские ножика вот все поставил все на месте чё паниковал не знаю главное не спешить так смотрим что у нас подшипниках надеюсь заряды хватит так отгибать лучше давайте с периметра возьмем опа ну и там вон смазочка хорошая красивая смазочка чудесная смазочка и пыльничек сам хороший все хорошо и работает прекрасно но вот как только туда снаружи попадет вода эта смазка перестанет работать и соответственно с наружной стороны это все превратится в хлам то есть по большому счету по большому счету по по большому счету мне бы это все снять вот эти подшипники в крышках держатся на ура то есть они ничего не проскальзывают все с ними хорошо если я сейчас а нет я с той стороны то пыльник снять не смогу не все равно подшипники надо будет доставать я думала как схитрю сейчас возьму вы мою отсюда всю смазочку да все продаю и набью новую нет не для того чтобы набить новую нужно вот этот подшипник достать оттуда то есть что я буду делать можно конечно в качестве теста закрыть этот подшипник смазки там достаточное количество все там хорошо работает отлично что мне можно сделать закрыть этот пыльничек поскольку подшипники здесь стоят великолепно никакого люфта нету вот даже не вытащить не удалось до подшипник вот из этой крышки он у меня там люфтил здесь ничего не люфтит такое чувство что он стоит уже у нас на втулочном герметики да то есть все хорошо то что я могу сделать я сейчас могу пыльничек закрыть с внутренней стороны грязи оттуда все равно никакой лететь не будет а с этой стороны обработать все морской смазкой и будет уникально и у меня будут подшипники которые штатные замечательные я скажу сколько они проходят естественно при наличии в наружной смазки и все все блестяще можно для справедливости убедиться что там тоже все хорошо сейчас только надо вытереть под чтобы туда капелька пота не упала капелька соленой воды которая превратит этот подшипник в хлам просто так бахнуть туда другой смазки не нельзя просто нельзя почему потому что смазка при смешении может потерять свои свойства все пыльничек я поставил все изумительно сейчас можем открыть там убедиться что там все хорошо с пыльничком можем не открывать подшипники посадочных местах снаружи стоят отлично поэтому смысла их менять сейчас я не вижу я хочу убедиться сколько они проходят штатные подшипники а то что это такое я купил новое колесо поменяю на другие подшипники скажу ой какое хорошее это колесо нифига даже открывать не хочется не хочется лишний раз воздействовать на пыльник все для вас вот как и положено gopro в самый ответственный момент глюканула то есть перегрелась я ее сейчас остужу и поставлю на зарядку ставил второй аккумулятор всегда второй аккумулятор держите смазка здесь безупречно идеально все шикарно набито хорошо сейчас я все это вернул и все что собственно говоря я сделаю с подшипниками если бы у нас был люфт вот здесь вот по краю по посадочному месту конечно надо было бы поменять то есть посадить на втулочный герметик это все все пыльничек у нас отлично встал все чудненько безупречно стоит пыльничек что я сделаю подшипник я перекрою скотчем бумажным здесь я все задую вот очищу от герметика задую все тремовской этой жидкоизолентой ну типа лаком кто-то еще забивает чем-то еще дальше да все это подсохнуть это обработаю крышку обработаю и соответственно сам статор обработаю в два слоя и собрав вместе посажу на герметик на силиконовый на обычный как видите воздухом он хорошо снимается крышка с наружной стороны обработаю морской смазкой вот здесь все чтоб вода сюда вообще даже не попадала а если попадет то не проникала в подшипник и все собственно говоря у меня будет штатное колесико с покрышкой я пока думаю надо мне переставить другой стороной или не надо наверное надо будет чтобы зло у меня было с характером хотя на аватарке у меня зло с неправильным положением покрышки с песеном вниз ну что сейчас буду заниматься муторной штукой по оттиранию заклеиванию вот это смотреть вообще не интересно да как я буду делать я буду делать это ножичком наверное сейчас я делаю это ноготком да кстати надо пока я случайно не стер вот у меня стоит стрелочка да я надеюсь ее видно потому что как только я ототру этот герметик я забуду как у меня стояла крышка я не хочу хочу поставить как она была чтобы там никаких дисбалансов там ничего не было то что герметик у меня сейчас падает внутрь колеса не страшно я возьму воздух сделаю волшебное нажатие вот так этот герметик будет повсюду так что вот сейчас я займусь вот этой рутиной оттиранием чуть не взял тряпку на которой соленая вода мой под я возьму обезжириватель и про фигачу сейчас вот это все постираю чтобы с пальцев кожу не снять я это сделаю вот с тряпочкой сейчас обезжириватель возьму и пройдусь хоть убейте не понимаю почему у меня на втором колесе при торможении подбивает если бы по холлу ошибка была она выдавалась бы на компьютер ошибка бы загоралась странно не понимаю сниму отдельный ролик при торможении то что колесо тарахтит дык 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 я грешу еще может быть на корпус то что корпус разбить то что в вибрации на него передается знаете как когда машина едет у который глушитель отворился и при торможении он дын 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 по корпусу бьет может быть очень может быть надо выбрать инструмент которым удобнее всего это будет снимать это герметик прошлый раз он не был черным насколько я помню может быть они его в тон колесу поменяли не знаю сразу лучше в мусор это все выбрасывать чтобы это потом не валялась везде сейчас я сниму герметик дальше на улице там тепло положу подсилочку на столик и прямо на столике за пшик у это все три мазкин скотчика мы может быть даже сегодня может быть даже сегодня соберу все это хочется конечно чтобы там все застыло как следует до острая страной лучше не делать потому что поцарапать можно лучше это дело чем-нибудь тупым вот у меня здесь есть ножик такой тупой не бойся не белого не керамические то он под керамику сделан просто ножик который я использую для хозяйственных нужд не для готовки просто металлические на нем просто краска белая нанесена керамика здесь не нужна никак стружка керамическая нам не нужно ну вот так увлекательно я сейчас течение на минутах двадцати получасика буду все это чистить счищать отсюда с крышки которая вот здесь у меня находится да то есть вот отсюда буду счищать как видите да в пазиках она лежит тоже этот герметик и очень хорошо вот это сейчас я хочу вычистить все это все я вычищу и дальше начну покрывать это все лаком но перед этим не лаком а этой 3 маска изолентой но перед этим не надо за изолировать подшипники то есть я наклею на них что-то какой-то скотчек чтобы этот лак или это изолента не попала внутрь подшипника то есть чтобы абразива там не было чтобы подшипнику ничего не мешало беспрепятственно крутиться уверен что можно взять какую-то супер наждачку мелкую и пройтись но тогда абразив попадет колесо я могу что-то пропустить не выйдут не хочу я этого не хочу можно лезвием знаете как в автомобильных двигателях иногда берут лезвие и краешком лезвие так чтобы поверхность не нарушалась куда я дел устрою свое но тут лезвием просто аккуратно надо чтобы не задрать чтобы полочку чтобы полочка как было так и осталось ровной вот с обратной стороны ножа вот у меня отличное есть прямоугольное сечение вот отлично не острием а вот этой обратной стороной ножа очень все хорошо снимается как видите дальше останется пройти обезжиривателем с растворителем и все будет чудно здесь важно чтобы выступов никаких не было если там останется чуть-чуть герметика не страшно важно чтобы основная масса нового герметика перекрыла защитила мотор колесо от попадания атмосферных явлений в виде воды соли всего остального потом я это все воздухом проду и протру выровнять надо надо выровнять чтобы не было неровностей немножко решил немножко решил показать вам рутины это то что вот я герметик сейчас крышки счищаю надеюсь вам видно в этом увлекательного ничего нету но это все для дела а для дела можно и постараться хирургическая чистота чистота не на не нужно конечно но если поверхность будет ровно и идеально в смысле без лишних вкраплений герметика то это будет очень хорошо ровно идеально она не будет как раз она должна быть чуть-чуть шероховатой чтобы все хорошо держалась но вот так вот на ножички это все надеваю и тряпочкой смоченной в обезжириватель я все это делаю если хотите чтобы это оперативнее было можно смочить в растворителе но я я делаю смочив обезжириватели чтобы случайно нигде ничего не стереть растворителем краску снимет а без жирка она краску снимать не будет а то случайно коснусь безупречное лакокрасочное покрытие на крышке повредится поэтому нет лучше я чуть постараюсь чем потом дефект будет визуальный пусть даже невидимой но вот так вот крышечку я очищаю от герметика по периметру сюда я заложу герметик уже прозрачный спокойно соберу и буду абсолютно уверен в том что через по крайней мере через вот эту каемочку до которая будет вся в герметике мое колесико восхитительное никакая вода не проникнет если конечно окунуть в бассейн подержать там какое-то время то через морскую сумяску безусловно туда что-то попадет через внутрянку через провода через которые я дул воздухом безусловно что-то попадет и надо будет это высушивать в любом случае помните друзья если вы эксплуатируете колесо в дождь там зимой еще когда-то используйте коврики с подогревом для того чтобы просушивать колесо или изобретить какую-нибудь хрень которая продувает воздухом просушивает колесико хорошо делает хорошо вам изобретете она еще будет денег вам приносить обеспечивать я пользуюсь греющим ковриком так все я это обезжирил протер сейчас я все это продую чтобы лишнего не было дуну тремовской изолентой подсушу еще раз дуну но перед этим я конечно заклею подшипники чтобы она не попала на подшипники видите да это коррозия внутри ой-ой-ой-ой-ой поэтому обязательно снаружи надо смазывать вот это вся вот туда капельки попали вот они там остались подшипник проникли и все работать подшипник будет плохо выйдет из строя быстро вуаля взял я простой бумажный скотчик оторвал наклеил сейчас по периметру обрежу его просто по подшипничку канцелярским ножичком вот что подшипник не залетела этот ремовская изолента узел в котором не должно быть ничего такого абразивного но при этом чтобы все остальное у меня покрылась слоем лака здесь тоже самое наклеил ножичком прошелся достал универсальная штука если надо что-то покрасить все что не надо покрасить покрыли покрасили сняли получилось очень хорошо сейчас я это все когда-то обезжирю дополнительно воду и воздухом тряпочки рекомендую никогда не думал что они такие удобные очень удобные тряпочки обезжиркой пройдусь мало ли куда-то капнули там не тем я это сниму сейчас продую и хорошенечко нанесу сюда эти крышки и так проявили себя хорошо они сделаны из хорошего алюминия здесь написано 9 бот м н какой-то что-то еще она весомая она весит тяжелее чем две крышки от мошен в 8 пройду здесь здесь это жидкая 3 морская изолента позволит закрепить магниты еще более прочно то есть чтобы они там не отклеились ей так надеюсь что они там нормально приклеены но сейчас все это хорошо проду и чтобы не было следов растерю там на столе защитную штуку чтобы все не загадить на свете и пшикнул и вы это увидите да здесь зло надо пока сложить она как раз на защитной штуке на этой моей лежит мое первое зло первая версия честно говоря разительных отличий я не вижу что там только фонарь лучше светит до то есть не надо его там ничем перекрывать не линзой френели ничем давай злечка постой пока я коврик этот возьму наш цветущий сад а и 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 ноlast нанести не туда не боимся с колеса на все равно смоется середины на диске сана попадет диск у нас чистый только защит защита лучше будет лето прекрасная все встряхнули дальше сейчас обработаем крышечку лишний раз туда не надо конечно хочется попадать но в данном случае особо не туда мы не попадем забыл кружку поставить скотин обожаю кружку кофе жидкой изоленты вот таким образом тоненьким слоем первым слоем я нанес дальше берем крышечку номер два и то же самое сначала под таким уголком затем под таким перекрываем крест-накрест что везде попала особой нужды на зле я не вижу в этом потому что алюминий качественный и ничего с ним такого не происходит подобного как на в 8s но открыть колесо и не сделать этого что потом все хейтили ой ты там это мог сделать это вот пожалуйста сделал посмотрим что из этого будет вроде подтеков нету капель нету сейчас я дам просохнуть течение получасика на такой температуре сколько у нас сейчас 28 градусов она встанет и можно будет еще вторым слоем продуться пока я статор сейчас обдуем колесики поставлю сохнуть крышечки прям как элемент у нас какой-то сейчас с этой стороны я все попшикаю на руки там на все на внутрянку ну что часок прошел надо повторно обработать все по очереди все надо сделать так это можно уже убрать там где она не повредит берем колесико и нам магнитики наносим таким слоем чтобы все было перекрыто но чтобы капель не было чтобы если вдруг по какой-то причине туда попадет вода она не вызвала коррозию ну и крышечку пройдусь здесь крышечка сделана из хорошего материала поэтому можно по лайту ну и саму естественно сам статор пройдемся сперва сперва жахнем здесь по внутрянке по обшивке по наружу там где датчики холла вот дополнительно пройдем все по самим обмоткам пройдемся дальше можно спокойно положить ее и уже пройтись по периметру напоминаю это просто делается для того чтобы если туда попадет вода конденсат чтобы он не вызвал коррозию все здесь все четко смотрим по периметру чтобы не было подтеков чтобы не было пузырей капель все хорошо все сделано вот два слоя я нанес и сейчас это все высохнет и можно будет это все собрать вот так вот мне посоветовали это средство посмотрим посмотрим я его еще на мотор колеса не наносил нанес только на v8f но там какая-то проблема с датчиками холла поэтому надо разбираться счастлива федор надо разбираться датчики холла по идее меняются не сложно их просто надо погреть вытащить и припаять то есть если там с датчиками холла проблема отремонтируем но на v8 я заказал еще мотор-колесо в эко-дрифте оно должно прийти поставим уж точно от бракуем что со схемой все хорошо и тогда уже займемся ремонтом мотор-колеса самого а пока мотор-колесо будет работать в 8f андрюха сможет кататься на нем мы сможем заварить спицу на king song и 18 xxl там надо будет подровнять диск во первых разобрать мотор-колесо я сниму обзор что с ним произошло за все за весь период зимней эксплуатации разберем мотор-колесо и в разобранном виде снимем покрышку камеру отнесем мастеру надо будет его как-то выправить отнесем мастеру и он заварит и будет все чудненько ну либо закажем новое мотор-колесо если не получится отремонтировать собственно говоря и все сейчас пройдет где-то час времени может я уже завтра это буду делать оставлю пускай это сохнет а завтра соберу мотор-колесико я прошел достаточно слой везде есть все липкое должно быть держаться должно очень хорошо так и хочется еще слой донести но блин прекрасно понимаю что лучше и лучше это враг хорошего на внутреннюю поверхность дуну чуть-чуть чтоб там противотоком закрепилась она дополнительное такое крепежные свойства там сцепляющие связывающие даст все а завтра я уже соберу все это и мне останется что собрать мотор-колесо нанести смазку собрать поставить оси загнать колесико в корпус в корпусе так плату мне надо будет открутить плату радиатор алюминиевый посадить его на герметик собственно говоря сейчас у нас 28 пол девятого утро вечера мудренее начну с утра вот так вот не спеша делая перерывы на работу на все остальное спокойно перебираю свое колесико так можно было бы сесть и за один момент все это сделать ну в общем по времени вы сможете понять сколько вам нужно для того чтобы перебрать самостоятельно это колесо конечно лучше заказывать у специалистов чтобы они чудесно все сделали без ошибок под видеозапись но мы к этому только идем к этому стремимся будем надеяться что так оно и будет все спасибо что смотрите до следующей серии решил я пока есть место на карточке все-таки раскрутить корпус и хотя бы посадить плату на герметик и на нержавеющие винты хотя бы один винтик открутить чтобы убедиться в том что у меня крепеж есть потому что если нет то надо будет завтра купить его и здесь длины отвертки мне многовато нужно бита покороче а у меня биты покороче такой нету поэтому я либо сейчас воспользуюсь ключиком да специально на инботовский можно разложить на две половинки но для этого придется вытаскивать провода вот из этой шины и этого делать не хочу из этой шины я тоже вытаскивать провода не хочу не хочу потому что это не нужно поэтому я возьму до свидания всего доброго поэтому я возьму вот этот на инботовский ключик да и спокойненько им сейчас все откручу в первую очередь конечно мне бы открутить плату я пока откручу вот эти защитные панели которые прикрывают светодиодную ленту как видите даже без электрической отвертки с хорошим ключиком очень удобно все делать а этот ключик очень удобный на инботовский берем стягиваем дальше там о покой очень удобный открутили так эти все винтики также обязательно поменять на нержавеющие и хотелось бы чтобы они сразу завода уже были нержавеющим ну потому что друзья зачем-то на мотор колесо вы же ставите их делаете нержавеющим значит понимаете что мы и по лужам катаем и по соли катаем давайте уже как-то будем более продуманно подходить к этому там это калий колечко держится чуть-чуть на герметике да вот я здесь его снял и вы видите что под ним подкрывается светодиодная лента эту светодиодную ленту как бы тоже можно будет ремовской изолентой покрыть потом и по периметру я думаю можно спокойно мазануть герметиком так чтобы вода сюда тоже не попадала снизу можно конечно дренажное отверстие сделать чтобы она вытекала вот как бы а так чтобы не попадала надо герметиком посадить на герметик вот меня винтики продолжаем откручивать все это делаем как на коленке можно это пока кстати не откручивать и открутил эту наживить там она держится на герметике снизу это я уже завтра буду делать хочу сделать сегодня максимально возможное что получится потому что уже почти девять часов все я это подтянул этим ключиком удобно работать да так и дальше мне нужны вот эти винты мне нужно точно такие же винты завтра заказать только уже не ржавеющие сейчас я проверю их на магните вот я беру винты которые были держали светодиодные ленточки до соответственно их нет вот они все прилипли это винты к сожалению все помойку не для колеса вот я проверяю этот винт также может быть там шайба конечно держится вот беру шайбу отдельно и вот шайба отдельный винт да сами видите самый ответственный механизм прикручен на безобразные винты и безобразные шайбы то есть мне нужны вот такие шайбы вот такие винтики и определенное количество их нужно это я сейчас все откручу и завтра можно будет или завтра когда уже винтики возьму сейчас я посмотрю что у меня есть возможно вот эти винты я завтра докуплю шайбы у меня должны быть чтобы уже сразу все собрать как положено забыл я что такие винты есть с тех пор как я занимаюсь со своими колесами я уже понакупил себе нержавеющего крепежа приличное количество но каждый раз его все равно не хватает и что-то нужно новое покупать вот с такой головочкой коротеньких у меня нету совсем есть на их мало вот они причем они длиннее чем нужно то есть мне надо покороче винты ведь и у меня есть вот такие они чуточку длиннее чуточку длиннее вот на такие нержавеющие надо поменять шайбочки сейчас посмотрю шайба у меня нержавеющие большие нужно докупить средние вот такие большие не подходят нужно именно вот такие подкупить потому что они именно притягивают собой то есть все моя разборка уперлась сейчас в отсутствие винтов мне нужны винты поменьше то есть маленькие вот такие и шайбочки нужны поменьше я вот это положу в кармашек и куплю за завтрашнему дню вот такой нержавеющий винтик он просто без потай головки с потай головкой то у меня есть коротенькие для педалек купил а таких нету таких нету вот надо докупить отлично так это все возвращаем на места и того шайбочек надо затариться и винтиков и сколько их там смотрим раз два три 4 5 6 7 8 8 винтов и 8 шайбочек ну и по периметру то что у нас идут винты это обычные под потайную головку это все понятно сейчас может быть я что сделаю я откручу плату нанесу герметик и по периметру притяну винтиками которые у меня есть нержавеющий или посажу на штатные а завтра поменяю на нержавеющий или лучше сразу все завтра собрать вот думаю 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 вдруг я начну откручивать и мне чего-то еще не хватит наверное надо открутить и посмотреть получается как в советском фитиле там где людям выдают ключи от квартир сначала завод делает замки потом людям дают от этих замков ключи они проезжают квартиры и меняют эти замки на другие замки типа и план сделали по замкам и все все хорошо все премии получили а все замки в помойку к друзья что вот эти штуки в помойку не отправлялись вы сразу нержавеющие ставьте пожалуйста но это же немыслимо столько винтов и блин никуда не годится неужели вы думаете что люди будут ездить только по сухому в этом вы же хотите что просли продажи вы же хотите чтобы люди покупали колеса ну так делайте нормальные колеса хватит делать ерунду игрушки за 100 тысяч никому не нужны нам нужны лошадки транспортные средства персональные которые можно эксплуатировать любую погоду в любое время года готовы продажи мы все сделали мы хорошо сделали продажи не идут мы сейчас прекратим это производить вы идиоты сделайте так чтобы это было нужно смысл человеку покупать эту игрушку за 100 тысяч рублей проехаться по луже потом чтобы она сломалась он за ремонт отдал еще 30 тысяч рублей да нафиг она нужна простите меня все в основном так и делают люди даже не доводят а что можно ездить по лужам а что можно ездить зимой а что можно еще когда-то ездить а что вообще можно не ездить тогда на другом транспорте все тоже на резьбовом фиксаторе здесь сидит здесь обязательно здесь надо либо крови либо резьбовой фиксатор здесь однозначно это часто откручиваться не будет поэтому сюда можно но я скорее всего поставлю здесь все на герметик чтоб точно это все не открутилась сейчас напоминаю я откручиваю основной радиатор материнской платы контроллера вот внутри он прикручена ржавеющие винты это ужас это кошмар все выходите готовы и уготвы и ни одного же еще винтика я не нашел заткнитесь мне не говорить ерунды люди по крайней мере хоть не зря свои деньги получают все укатился и нашелся так ну что радиатор у нас откручен дальше что мы делаем оюшки 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 смотрите что у нас происходит ой как здорово ой как классно а почему мне кажется что здесь должна быть резинка по периметру посмотреть друзья здесь есть периметр на вот здесь лежит резинка да вот здесь лежит резинка а здесь добрый китаец забыл мне резинку положить вам не стыдно вам не стыдно мой господи прости ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ну что моя задача сейчас вот по этой резинке которая вокруг контроллера нанести герметик и все это приложить на место чтобы ни одна капелька воды из арки не могла проникнуть на плату ну конечно меня убило куп резинки нету надо старое колесо разобрать посмотреть ну там логично там же есть фаску под резинку там же есть фасочка под резиночку место резинку есть правду готовые тоже есть место под второе крепление ручки но его же нет и так плата у нас выпадает туда опа плата у нас выпало с той стороны по периметру сейчас на резинку я нанесу герметик силиконовый и притяну это все на винтики а завтра поменяю эти винтики на нержавеющие все просто все просто главное аккуратно с платой я не откручиваю это не хочу лишний раз тревожить поэтому я сейчас прямо отсюда пальчиком так надеюсь запись идет ни в коем случае также не делайте да да уважаемые мотоциклисты конечно не щадите вы народ ведь кто-то специально заказывает такие мотоциклы с таким звуком здесь я просто делаю фасочку знаете как плинтус в доме достаточно тонюсенького слоя но я хочу что там слой был такой чтобы через него ни одна зараза к моей платье не подобралась в данном случае лучше перебдеть если у вас горела хоть одно колесо вы меня поймете если бы моё колесо сгорело не так обидно бы было а так сгорело моё колесо которое я еще другу продал это вообще ужасно не должно такого быть в принципе итак здесь у нас все в толстом слой герметика толстом слое сейчас я переверну это все чтобы убедиться что слой герметика действительно толстый и что сейчас когда я буду собирать это все он будет везде размажется везде сейчас тряпочку возьму что пальчиками так на записи осталось минуток 10-15 так ну было бы на самом деле неплохо если бы на другую часть радиатора я тоже нанес бы герметик почему и зачем я вам сейчас объясню чтобы вибрация которая передается допустим на алюминиевый вот на этот корпус сейчас я пущу чтобы видно она гасилась поэтому я сейчас здесь просто нанесу точечно просто чтобы не было вибрации даже если вдруг что-то попробует открутиться чтобы вибрации не было я надеюсь вам видно так дальше вставляем сейчас прежде чем вставлять надо убедиться что вся вся резинка вся резинка которая идет по периметру она покрыта герметиком надеюсь вам это видно везде есть герметик и поэтому спокойно можно прикручивать спокойно можно прикручивать все это я поставил переворачиваем аккуратно что не отлетели у нас фонари и сейчас надо притянуть так чтобы она хорошо встала притягивать буду еще на штатные винтики а завтра уже поставлю вот видите эти винты шайбами притягивают радиатор алюминиевый платье так здесь я прошел здесь я прошел здесь я прошел здесь я прошел за ночь он нормально встанет и завтра от того что я потревожу его ничего такого плохого не случится завтра я просто эти винты с этой шайша с этими шайбами поменяю на нержавеющие все просто а благодаря тому что я нанес все на герметик даже если я все это откручу все равно радиатор никуда не денется а будет приклеен я надеюсь вам видно закручивать такие тонкие вещи рекомендую конечно вручную чтобы ни в коем случае там не сорвать ничего руки у нас имеют тонкую настройку по крайней мере у кого имею на сейчас прикручу чтобы было стало плотно надо прикрутить на все почему потому что я гир и катя капли герметика добавил если я сейчас прикручу не на все герметик может стать и завтра у меня не получится хорошенечко притянуть и уже поэтому сейчас надо притянуть так как будто я уже все финал очку сделал и завтра я просто эти ржавеющие винты поменяю на нержавеющие и посажу также на герметиках чтобы они никуда не делись и сверху еще замажу герметиком чтобы они даже сверху открутиться не могли этим причем очень удобно крутить единственное что мне казалось раньше у него ручка приятно было сейчас она какая-то дубовая а раньше она прям там софт-тач пластик что-либо я закручиваю прямо герметик вылезает у нас из-под этих из-под радиатора один винт я не поставил потому что он у меня сейчас лежит в кармане как образец вот видите отсюда герметик хоп поперся если бы я не прикрутился не прикрутил обувь стал у меня осталось бы щель сейчас я возьму винтик который у меня есть шайбочкой которая у меня есть заодно проверю подходит ли такая шайбочка которая больше по диаметру и по радиусу нет она точно не подходит а прикрутить надо прикрутить надо не подходит она слишком широкая найдем поменьше вот есть поменьше шайбочки слушай по моему они как раз те которые мне нужны очень похожи очень похожи знать шайбочки мне уже покупать не надо шайбочки уже не надо покупать и сейчас посажу сразу здесь на нержавеющий винтик как должно быть с завода а завтра возьму винтики поменьше потому что это длинный я сажаю сейчас на десятку по длине а там должна стоять восьмерка десятка если я буду закручивать ее до конца она выдавит колодец то есть он не сможет притянуть а что и стороны глухие отверстия они не как на супиксе и поэтому если я буду тянуть сильно очень вот здесь с этой стороны я просто выдавлю выдавлю продавлю ее вот сейчас самом маловажном месте вот там я поставил десятку десятка там великовато туда надо ставить восьмерку сейчас я пытаюсь притянуть я очень боюсь что здесь вот этот стакан выдавится вот он уже волной пошел смотрите вот видите уже выпирает видите здесь все нормально здесь выпирает надо остановиться выкрутить и обкусить его просто откусить все просто выкручиваем и на откусываем кусачками все все просто или прикручиваем запотай головочку на маленькую чтобы было все хорошо обязательно сюда маленькие винтики сюда не подходят десятки сюда не подходят это хорошо что я сейчас все это раскрутил с потай головкой сюда тоже не подойдет хотя нужно только притянуть да с потай головкой нормально вот потай головку пока поставлю просто чтобы притянуть чтобы стал герметик итак друзья вот здесь у нас еще один тип винтов с круглой башкой которые прикручивают радиатор все нормально я сейчас притяну на него он уже ничего не выдавит все я прямо все чувствую как он хорошо встал и и здесь у нас сейчас я покажу вот здесь то что выдавил винтик то выдавил но не лопнуло вот здесь ровно видите глухие отверстия аккуратно сюда восьмерочки только ставить десяточки сюда не подходит вот так вот ну все завтра куплю винтиков можно будет поменять все эти ржавеющие на нержавеющие раз два надо хорошенечко подтянуть чтоб все стало как надо и даже если мало ли по какой-то причине эти винты испаряться чтобы эта плата осталось висеть у нас на герметике ну и дополнительная прочность и вибрации естественно у нас уберутся все друзья на сегодня точно все вот единственное что я пожалуй еще вот при вас делаю пока камера пишет это я вот перекрою этот слой вот видите радиатора я просто перекрою его стык герметиком ну просто чтобы там грязь не скапливалась просто чтобы не скапливалась грязь вот и все радиатор здесь изумительные грязь не он не собирается просто отличный радиатор отличный все спасибо что смотрели завтра продолжим лишнего берем тут пальчиком спокойно убираем и на тряпочку здрасьте дорогие друзья продолжаю собирать зло вторую ревизию сделал гидроизоляцию колеса внутри мотор колеса самого по периметру перекрыл его герметиком залил внутри с внутренней стороны все 3 мовской жидкой изолентой ну то есть типа лаком покрыл сейчас колесико собрал буду думать переворачивать покрышку не переворачивать по-любому закачаю туда антипрокольную жидкость потом затем герметиком перекрою здесь чуть-чуть чтобы туда не происходило попадание влаги и конденсата дальше нужно будет собрать корпус это все быстро обработать жидким диэлектриком платы и все сборка будет закончена мне нужно будет сделать еще что нужно будет зашиповать педали несмотря на то что наждачка у нас новенькая чтобы лучше сцепление на неровных поверхностях когда колесо прыгает сильно и отрывается от стоп рекомендую поставить шипы вчера я проэкспериментировал поставил шипы на зло первой ревизии вот так это выглядит я поставил 4 шипика сюда я думаю поставить 5 все хорошо магнитики держатся для того чтобы зашиповать колеса мне потребуется немного нержавеющего крепежа ну во первых вот эти винты которые здесь стоят они ржавеющие и со временем они превращаются в хлам поэтому вместо них они у нас что тут пятерочки пятерочки по длине и четверочки по толщине я не знаю как это называется вот получается что четверочки да а по длине и пятерочки по длине резьбовой я такие винтики уже приобрел вот они у меня это нержавеющие винты с ними ничего не случится на каждую педальку мне нужно по 6 нержавеющих винтиков в качестве шипов я буду использовать также нержавеющий крепеж это у нас будут винты толщиной троечка и длину и наверное тоже пятерочка мне придется откусывать чтобы лишнее не торчало откусывать придется вот столько приблизительно я вчера откусывал уже поэтому знаю какой длины нужны будут они пятерки нужны будут пятерки тире шестерки пятерки хватит нормально но я буду использовать те которые у меня есть да те которые подлиннее покороче выкрутил здесь все дальше нужно это все вытолкнуть опа все выталкиваем резинки остаются там обычно потому что они чуть-чуть на герметике к магниту держится дальше мне нужно прикинуть места по которым я буду ставить шипы для себя я понял каждому конечно под свою стопу нужно все это делать определять под манеру езды для себя я понял что ну вот здесь должен быть обязательно на равном удалении да и здесь можно все это сделать по линеечке аккуратненько чтобы было супер ровненько для этого в принципе ничего такого особого не надо можно даже просто взять листик бумаги приложить его посмотреть чтоб они были на одном уровне вот по краю я положил и на одном уровне от этого как видим до точечки я поставил соответственно смотрим как я здесь сделал приблизительно также дальше шипы наружнее буду делать здесь и здесь смотрим как у нас там вот буду сделать было делать здесь наверное чуть поближе к краешку здесь и на таком же расстоянии следует мне сделать здесь ну просто для красоты можно на глаз а можно как говорится и померить по резинке нам в помощь будут все хорошо как видим и там и там дальше на зле первой версии я сделал 4 шипа здесь я хочу сделать 5 здесь я хочу сделать 5 и получится что у меня будут такие несколько асимметричные педали потому что это будет ближе у меня вот это будет допустим правая педаль потому что это ближе к переди будет шип у меня сейчас нужно убедиться что я его сделал хорошо поставил его хорошо вот сюда точно такую же маскировку маркировку сейчас нужно будет сделать на второй педали но только симметрично шипик поставить так 5 шипов не хватит важно чтобы вот этот шип вот этот шип был даже ближе к центру ближе к магниту почему потому что если у нас полностью сюда поместится нога мы можем зацепиться за шип и при схождении упасть поэтому этот шип должен находиться под стопой обязательно когда вы на моноколесе все это я закрепил это я закрепил сейчас то же самое я сделаю на 2 педальки 2 педалечка у нас смело можно приложить листик просто для точности и здесь прям по серединке точечку ставим хоп хоп и хоп по краешку то же самое ставим здесь я помню что у меня по-то по краешку ближе к наружу вот по этим рисочкам по треугольник им по крайне вот так вот ставлю и получается у меня чуть чуть ближе краю вот таким способом это просто это не обязательно так точно отмерять вы можете хоть наугад это все делать но просто хочется же сделать так что было нарая нарядно дальше здесь шипик тоже будет ближе к переди соответственно сейчас померю где я сделал отлично он будет практически на том же уровне практически на том же уровне что и мои эти вот здесь он будет вот таким образом я сделал разметку под пять шипов настя здраста ну что друзья необходимые процедуры с работой сделаны продолжаем шиповку педали все раскручиваем после того как симметрично разметили вторую педальку тоже разбираем теперь у нас педали стали правая или левая если мы их перепутаем ничего страшного вообще не случится просто шипик ближе к переду я поставил достаем алюминику достаем либо ноготками либо ножичком как удобно она держится сейчас только на резиночке которая приклеена к магниту частично может сама алюминька тоже чуть-чуть приклеилась и так друзья здесь у меня отмечено отверстие на всякий случай проверяю чтобы эти отверстия действительно никуда не попадали не на магниты не на застроенные поля все хорошо проверил дальше что делаем вчера видео не знаю выложу не выложу как шиповал на первом зле я воспользовался там мельчиками накрутил резьбу понял что в такой толщине алюминия резьба не эффективна потому что очень часто срывается быстро срывается поэтому просто берем сверлышко третье под наш винтик и просто делаем лучше делать все на досочке чтобы не испортить ничего до главное еще бы что чтобы батарейка у меня не села села батарейка придется диван сейчас открывать доставать новую батарейку пауза ну что друзья всегда хорошо когда есть запах запасной заряженный аккумулятор здесь все просто отверстие отметили отверстие просверлили если хотим чтобы было бесконечно также на с другой стороны просто берем вторую сторону также вкладываем и точно так же все делаем либо если хотим убедиться можем просто маркером поставить точно так же но если хочется гармонии прям такой бесконечной это чтобы сделать что чтобы все было вообще можно конечно прямо так сделать положить ровненько и сразу но только придется хорошенечко прижать маша если приезжать недостаточно хорошо то будет не так ровно как должно быть я рекомендую все таки отметить маркерам маркерами промаркировать и потом только делать потому что когда вы сверлите вот как я это делаю все равно один ремень и относительно другого сдвигается раз раз двадцать три все мы это сделали в мусор алюминьку стряхнули не разбрасываем потому что можно об нее порезаться алюминиевая стружка, это вам не шутка колесо не пробьет, но заноза будет болючая, и так, вот сразу сделал на двух на двух сделал, дальше что нам остается, дальше остается а что в самом деле остается приложить наждачку проковырять в ней дырки но нам надо прикрутить еще как же это сделать надо покумекать как же это сделать надо покумекать вот если крайний бы только я ставил то было бы наверное не страшно а поскольку у меня есть центральные с центральными будет ну сейчас в общем решение будет истинное принято какое нужно можно конечно вырезать сразу подголовочку так чтобы они не мешали чисто теоретически чисто теоретически можно сейчас все вот это взять и фигануть отверстия только единственное что это лучше делать сверлом которое уже как бы того не самое лучшее почему? потому что через наждак когда сверло будет проходить сверло затупится посмотрю я сверлышки сейчас какие-нибудь старенькие ну так так Продолжение следует... Это к разговору о том, зачем вообще нужны старые сверла. Так, сейчас я тогда просто ручкой помечу эти отверстия. И буду сразу просверливать их толстым сверлом. Сразу буду просверливать толстым сверлом. У меня есть идея, как это сделать. То есть в наждачке надо вырезать еще отверстие под шипы, получается. Вот у меня наждач. Сейчас я возьму толстое сверло. Если у кого-то есть вырубка, можно вырубкой. Но опять-таки, об наждач эту вырубку можно испортить. У меня есть старые быстрорежущие сверла, которые, в принципе, я могу использовать и не бояться за то, что они испортятся. Потому что они и так уже испорчены. И попробуем сейчас вырубку сделать вот здесь, в центре. У меня такое чувство, что было бы неплохо, было бы неплохо использовать сверло потолще. Хотя нет, как раз все под гаечку. То есть все отлично ляжет. То есть гаечка, она если будет у нас стоять с внутренней стороны, все отлично, наждачка через нее пройдет. То есть все, пока я делаю согласие с собой. И, сделав это все, мы поймем, правильно я это делал или неправильно. Но это мы сможем понять только, когда я все это сделаю. Я поставлю шипы на алюминиевые пластины. Затем прикручу пластины к педалям. И только затем приклею наждак. И если моя теория правильная, то если я все сделал ровно и хорошо, то шипы, которые я поставил, пройду через эти отверстия в наждаке. Единственное, что мне кажется, надо бы с запасом делать отверстия побольше. Но, как говорится, больше мы всегда успеем сделать, да, наверное. Вот получилась у меня вот такая штука. Когда вы новую делаете, когда, вернее, на старой педали, вы шипуете старые педали, вы просто сдираете старую наждачку, то же самое вырезаете по лекалам новую. Я на всякий случай сделал на принтере себе шаблон. Вот у меня он здесь есть. Если что, я думаю, можно его отсканировать и переслать куда-то. Наверняка он есть в интернете. Можно распечатать, вырезать аккуратненько самому. И будет все чудненько. И наклеить таким образом. Дальше что я делаю? Я шипую педали. Шипую я их при помощи винтиков и гаечек. Гаечку я спокойно вкладываю. Наверное, две гаечки я буду вкладывать для удобства, потому что головка, она глубокая. Поэтому две гаечки подряд я буду вкладывать туда. Одна гаечка и вторая. Гаечки я вкладываю втеропластовой вкладкой наружу. То есть, как бы, кверху ногами будет стоять у нас шип. С обратной стороны винтик. Я взял такой под шестиграник. Можете взять любой. Я брал такой, с мыслью, что вот сами вот эти штуки будут шипами. Это тоже можно сделать. Но, как говорится, гайка будет лучшим шипом, потому что там грани. Все, дальше я все накручиваю. Либо механическим путем, вот так вот, как я это делаю. Либо сейчас электрической отверткой я все это сделаю. Единственное, что когда будете отверткой это все закручивать, помните, как только вы затянете, накладка педали пойдет крутиться. Вот так вот. Гайка такое чувство, что не по резьбе пошла. Сейчас мы ее попробуем подровнять. Гайка пошла не по резьбе. Надо ее поставить по резьбе. Либо также не по резьбе закрутить ее. Уже хуже от этого точно не будет. Ну и, как показала практика, я свернул резьбу. Пластик расплавился. Сдуру, как говорится, можно все что угодно. Гаечки маленькие, вот видите, фтеропласт остался. Одну гаечку забраковали. Видите, как резьба срезалась на винтике. Нержавейка, она слабенькая. Поэтому будьте, действуйте осторожнее, аккуратнее. У меня, кстати, есть винтики обычные. Есть обычные винтики под круглую головочку. И есть такие цилиндрические. То есть, что такие, что такие. Какие используем, вообще без разницы. Ну, просто одни под крест, другие под шестигранник. Шестигранник, как бы, оно попрактичнее. Итак, кнаружи я ставлю гайкой. Вот у нас гаечка. Гаечку можно наживить вручную. Гаечку наживляю вручную. Главное, правильно ее пустить по резьбе. Это можно сделать, если делать все аккуратненько. Вот от руки я ее сейчас накручиваю. Все наживил. Дальше можно спокойно прикручивать. Но, опять-таки, без энтузиазма. Потому что сорвать резьбу в нержавейке 3 секунды. Вот у нас готовый шипик. Я его сделал таким образом. Если бы я взял сразу винт в размер, мне ничего бы откусывать не пришлось. А так мне придется просто это все откусить. Откусывать можно как кусачками. Ну, я буду действовать кусачками, да. Единственное, что когда откусываем, направляем вниз, чтобы глаз нам не выбило ничто. Ничего нам глаза не повредило. И получается у нас такой еще шипик торчит здесь сверху. Его можно убрать либо напильником, либо можно вообще не убирать его. Он сносится в процессе. У меня есть еще ножнички. Можно попробовать ножничками это сделать. Можно сразу откусить винтики, чтобы они в размер заходили. Можно сразу купить 5-миллиметровые, чтобы они даже не выступали. Сейчас я сделаю так. Если что, я напильничком потом это уберу. Либо напильничком, либо на наждак отнесу. Так, жик-жик-жик-жик-жик. Ну, лучшего размер сразу винты покупайте. И, конечно, здесь она с второпластовой вставкой. Но рекомендую также ставить на втулочный герметик, на резьбовой. Прикидываем, как все это будет здесь стоять. Надо будет, когда будем клеить наждачку, сделать таким образом, чтобы было все хорошо. Чтоб все стало чудесно. Без напряга. Без напряжения. Второпласт он, по идее, не должен самопроизвольно дать нам раскрутиться всему этому. Но резьбовой фиксатор это тоже очень хорошая штука. Продолжаем ставить шипы. Винтик есть. Гаечку вручную наживили. Мне без разницы, какие винтики сейчас использовать. Длинные и короткие. Я вам сейчас покажу, как из длинного сделать короткий. Это тоже, конечно, варварство. Но когда нет коротких, это выход. Будьте аккуратны, чтобы вам голову не пробило. Есть у меня еще один резачок такой, который позволяет заподлицо обрезать. Сейчас я его возьму. Так называемый трассорез. Китайский, но приобретенный в Финляндии. Он, конечно, для этого не предназначен. Он предназначен для того, чтобы резать троса из достаточно-таки мягких металлов. Может быть, из стали тоже, конечно. Но сейчас посмотрим, как он вот так вот заподлицо обрежет. Опять-таки, направляем вниз обязательно. Откусили. Как видим, почти заподлицо. Да, но опять-таки, это можно либо напильничком, либо на наждачном круге обработать. Вот два шипа у нас стоят. Как видите, шиповать педали достаточно просто. Единственное, что лучше это делать, конечно, нержавеющим крепежом, чтобы эти шипы как можно дольше вас радовали. Потому что, если сделать это просто из железа, из металла, из ржавеющего, они заржавеют у вас, будет ржавчина везде, будет некрасиво, некультурно. Фу! Не эстетично. Сейчас надо наживить слегка. Наживляю рукой, чтобы криво не пошло. А дальше уже... Все прикрутили. Ставлю без резьбового фиксатора с одной стороны и с резьбовым фиксатором с другой поставлю стороны. Здесь опять-таки, так же обкусываю. Все обкусываю заподлицо. Откусываю таким образом, чтобы откусанные части летели на стол. Получается все хорошо, миленько, шиписто. Думаю, на круге потом пройду. Таким образом, я считаю, что мне вполне хватит пяти шипов. На Супиксе у меня вообще два шипа стоит, и мне этого вполне хватает. Причем на одной только педали из двух. Поэтому четырех шипов мне точно за глаза и за уши хватит. Пять это уж просто так, потому что пять красивое число. Просто для эстетики. Пятерочка. А так четырех шипов. Даже двух вполне бы хватило. Мы хотим сделать такое образцовое шипование. Кто-то захочет сделать как Фантомас вообще. У него очень много шипов там стоит. Они длинные, они стоят в распор. Они позволяют прыгать на моноколеся. Пошло не по резьбе. Это надо попробовать либо подправить, либо взять другую уже гайку. Потому что если не по резьбе пойдет, то мы просто срежем резьбу и толку от этого не будет никакого. Она уже начала там, наверное, срезаться и слизываться. Попробую другую гаечку и другой винтик. К сожалению, нержавейка по прочности уступает обычному черному металлу. Класс! Поэтому, если мы через царопласт наоборот вот это все делаем, просто сразу намечаем ровненько, стараемся сразу в резьбу попасть. накрутить в пластике резьбу правильную сразу, чтобы она в металл пошла. Потому что, если криво будем это делать, будет как у меня. С первого раза не получится. Сейчас попробую аккуратненько так хоп подправить. Чувствуем, что в металл зашло. Дальше можно закручивать. Главное, бережем глаза и все остальное. Ну и второй ставим. Последний, пятый вернее. И педаль будет зашипована. Останется только прикрутить ее на посадочное место и установить наждак. Рекомендую, если смотрите мое видео, которое без купюр, которое по... Как это? Ну, очень долго. Идут. Врубайте двойную перемотку. Ну, либо ту, на которой еще раз борчево речь, если она вам нужна. Такой лайфхак от Андрея. Это позволит вам сберечь свое бесценное время. И получить полезную информацию, конечно, если она есть. Чувствуем, что в металл зашло, значит, можно крутить. Крутим аккуратно, так, чтобы живот нам не разрубило пополам. Таким образом, вот у нас винты здесь стоят. Здесь я сейчас режу вот это заподлицо. Раз. Вниз, чтобы глаз нам не выбило. Раз. Два, чтобы глаз не выбило. Итак, у нас стоит пять шипов. Педаль зашипована. Все, что осталось, это прикрутить ее на посадочное место. Здесь мы больше ничего не делаем. Поставили. Магнитики везде есть. Резиночки пропихнули. Я так понимаю, резиночки приятны будут, если мы босой ногой захотим поездить на моноколесе. Это, конечно, небезопасно, но другого смысла я в них не вижу. Ну, противоскользящая, да, противоскользящая. Функция есть у резины. Все, поставил. Можно прикручивать. Крутим на нержавеющие винты. Крутим на первом положении. Можно на резьбовой фиксатор. Можно без, поскольку сверху все равно будет наждак. Из-под наждака само оно открутиться не должно. К сожалению, Ninebot ставит сюда винты обычные ржавеющие. Они превращаются в плам. И у меня вот через 2500 я еле два винтика открутил. Причем у одного сорвалась резьба, когда я пытался закрутить туда. Ну, наверное, я все-таки переусердствовал. раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это поставил, это поставил. Дальше что нам остается? Подобрать наждачку, которая нам подходит под эту педаль. Вот она. И приклеить ее, собственно говоря. Если нужно, мы можем сначала приложить, чтобы убедиться, что у нас все хорошо. Потому что если надо будет какие-то отверстия разработать, лучше это сделать до приклейки. Чтобы не было волны. Чтобы не было напряжения. Чтобы все клеилось хорошо. Ну, вот поэтому я говорил, что было бы неплохо, если бы винты, если бы винты, отверстия под винты, которые я делал наждачки, были побольше. Чтобы запас был. Вот здесь можно напрругу снять. То есть отверстия сделать побольше. Можно не делать. Можно аккуратненько просто начать приклеивать и приклеить. Вот у нас педалька с пятью аккуратненькими шипами. Сейчас я возьму дрель и аккуратненько попробую разработать отверстие. Снять лишнее напряжение. Просто снимаю лишнее напряжение. Когда буду ставить на винты, чтобы не было перекосов, дальше поверхность у нас должна быть чистая, обезжиренная, чтобы все это работало хорошо. Поэтому можно взять обезжириватель, тряпочкой протереть и все будет чудненько. Продолжение следует... Как и овтор ожидающего берем тряпочку наносим обезжириватель туда-сюда символически, поскольку педальки новые я это делаю просто для того, чтобы была правильная стратегия, методика она и так обезжиренная по большому счету проверяем, сюда ли это наждачка наждачка сюда и начинаем аккуратненько приклеивать вспоминаем, ничего ли не забыли но только что винты не поставил на резьбовой фиксатор эти не поставил на резьбовой фиксатор вот так ну это то, что можно было лучше сделать все, начинаем дальше приклеивать отклеиваем защитный слой чтобы освободить клеющийся слой я вообще рекомендую производителю пару парочку вкладывать там не один комплект а два комплекта наждачки и вообще, чтобы разная она была кому-то помельче, кому-то покрупнее это было бы прекрасно ну или хотя бы продавать чтобы это все в продаже было потому что когда всего этого нет в продаже вот вырезать это вручную ну, блин, я не скажу, что это удовольствие адское это не приносит удовлетворения так скоро камера перегреется прям чувствую уже несмотря на то, что температура 25 градусов в помещении и работает кондиционер так задача правильно спозиционировать потому что если будет сейчас неправильно спозиционировано будет очень плохо прям боюсь что-либо говорить пока ну вот, расширенные отверстия сделали свое дело все стало чудесно вот, друзья, пожалуйста у нас новая зашипованная педаль купили вы зло чтобы зашиповать педаль все, что вам нужно это приобрести нержавеющий крепеж ну, либо ржавеющий в зависимости от ваших запросов и вот готова у нас педалька с пятью шипами для того, чтобы было вообще все идеально что можно сделать? можно на наждаке срезать выступающие винтики но они вреда никакого не приносят скорее даже они приносят пользу тем, что зацепистость лучше единственное, что если вы босиком встанете вы можете поцарапать об них ногу сейчас я попробую вот, срезать острый угол вот, срезал с одного и все вот этот торчит чуть-чуть побольше чем остальные потому что его я срезал еще кусачками его я могу срезать ножницами вот этими тросовыми чтобы он стал поменьше все, стало хорошо заподлицо можно на наждаке еще пройтись на круге можно просто напильником пильнуть, чтобы ровненько было можно ничего не делать все отлично работает единственное, что в тех местах там, где корпус они прижимаются рекомендую либо полиуретановую пленку наклеить либо пятачки такие либо наплевать на то что они будут время от времени протирать вам корпус ненамного вот такая вот зашипованная педалька сейчас то же самое я буду делать со второй педалью можно это поставить на ускоренную перемотку вряд ли я что-то для себя открою нового ну все может быть сразу могу здесь разработать отверстие а могу и не разрабатывать могу после того, как шипы сделаю все-таки пять шипов мне за глаза и за уши хватит вообще больше точно не нужно ну что, друзья уже третий день собираю зло сегодня сходил переставил резину как надо так, кстати, надо проверить не травитый сосок смысл ниппель проверяем традиционно слюнями но чтобы потом слюни там не остались все продуваем здесь все хорошо покрышка стоит как мне надо и как на рекламных плакатах дальше сюда закачана жидкость антипрокольная вот такая антипрокол типа штаты что-то не знаю наверное в Одессе сделано как обычно на Дерибасовской на по два деления хоп на каждое колесико на старое зло залил одно отверстие не проявляет себя никаким образом которое было которое сделали наверное когда катались тогда поэтому в колтушах гоняли да, еще тогда после этого я залил и все нормально не надо подкачивать ничего здесь все норм здесь все норм рекомендую по крайней мере для зла хочу супик закачать надо набраться решимости и сделать сколько раз ты прокалывал супикс? ни разу почему и не хочу и не хочу ни разу а зло много раз прокалывал может супикса не надо трогать? я не знаю ну хочется быть уверенным короче осталось собрать колесико осталось собрать колесико весь нержавеющий крепеж есть сейчас я буду это делать воспользуюсь помощью Андрея колесо не располовинено целиком с одной стороны винты у нас стоят то есть вот алюминиевая вставочка она разошлась чтобы можно было да Андрюха я тебя хочу попросить воспользоваться тем что ты здесь тянуть всегда удобнее вдвоем придерживать что? корпус? а сейчас мы запустим вот эти проводки сюда сейчас я надеюсь вам будет как-то это видно наверное Андрюха просто будь рядом просто будь рядом колесико 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 наверное надо поставить его взять за ручку которая откручена и просто надеть но перед этим проводки засунуть по месту начать с проводов которые управляющие с клеммками вот ты можешь ты оттуда видишь которые с клеммками вот одну я запихнул один вот теперь второй не вижу ничего из-за твоей руки выбирай руку вот ты можешь просто выдернуть его и все чуть-чуть чуть-чуть подвыдерни подвыдерни чуть-чуть все и второй может подвыдернуть все а дальше с внутренней стороны я опять не вижу из-за твоей руки надо вставить остальные раз посмотри ты внутрь в арку видишь что-нибудь тогда вот помоги мне вставить остальные они не туда идут и еще один там еще один вот направь верное ты там видишь хоть что-нибудь еще один не вижу ну вот синий и коричневый а там еще желтый есть видишь желтый ну выдерни его до себя и потом понаправь в мою сторону он вроде сюда и направлен но он направлен но не вышел он направлен но он не вышел он пошел в стойку не-не-не Адюха его надо выдернуть и вставить опять мордой выдерни его а то он не туда направлен сейчас он там запутался немножко его расправь ага так вот правильно правильно пихай пихай не-не-не ты его загибаешь выпрями его вот он загнутый ага Андрюха выпрями его он буквы изю какой-то нормально вот все все хорошо не спешаться надо было госавтоинспекция люди которые мы платим деньги чтобы на дорогах было спокойно и порядок был да нет просто кто-то думает что они работают там для себя от таких сейчас избавляются посты закрываются так самосознание граждан повышается кто-то с сигаретой прошел прям запах пошел так чуть-чуть не выходит как будто кто-то пускай стоять над душой так сейчас надо завести хотя бы одну одна завелась одна вот эта завелась если она завелась то было бы уже легко завести вторую все вот это уже зашла теперь осталось вторую завести не Андрюха не отвлекайся он просто туда убегает стоямбо стоямбо погоди без спешки не спешу сейчас стойку надо сначала поставить поставить по месту тогда будет легко поставить все теперь все хорошо все теперь можем плавненько соединять вот таким образом не до конца разъединенный корпус позволяет нам поменять кольцо если в этом есть нужда дальше что необходимо взять винтики Андрюх если не сложно вот здесь сверху просто придержи можно прислонить а вот не не отпускай вот этой стороны мне надо развернуть с этой стороны винты не прикручены с этой стороны винты не прикручены а уж и продержим жутко так ручка наверное не поможет так беру винты резьбовой фиксатор битая резьба и отвертка и сейчас нужно вот я надеюсь вам видно так запись идет винты которые вставляются в корпус которые скручивают корпус с алюминиевой пластиной их я сажал с той стороны на силиконовый герметик по идее можно сделать так же ну наверное да зачем менять коней на переправе ну да потому что все показывает что да и тот дешевле эффективно эффективность та же хотелось бы верить но не заканчивается он тоже опять но он вроде такой ходовой у меня должен был быть еще да силиконка расходуется очень хорошо можно даже тубусами покупать а ты два покупал да я два покупала один должен быть еще где-то красненький по-моему должен быть еще что-то как-то что-то как-то не видать чтобы там что-то было что-то закончилось не он наверное просто уже того этого самого вот вот так что-то есть и на это что-то я сейчас буду сажать винты ставлю на без разницы тут на что ставить корпус стягивается плавненько мне нравится как сделано это колесико все хорошо только единственное что были бы если бы стяжку ты ставил нет нет стяжка была да китайские стяжки из Китая не думал провода чем-нибудь покрыть напомните там кто-то слопались мысли даже не было такой мысль не пришла в голову чем как справиться с этой напастью зачем так какой-то сверху такой вот термоэкран я вот что было такое сделать да лучше а если вот что на подоге вот на этом проводе такой ну это силиконовый да а есть же такие тканевые я думаю это типа змеиная шкура она износа износа стойкая ну вот такие вот как будто бы тряпишные твердые такие вот они есть надеваются на провода нужны жаропрочные жаропрочные но внутри колеса я же не надену мне придется отпаивать отваривать я все-таки не перестаю надеяться что это от того что я супер экстремально все это делаю а ты хочешь теперь по-другому делать ну как бы не то что хочу по-другому делать я хочу агитировать зато производители чтобы они нормально делали чтобы мы радовались когда тратим деньги во второй генерации внутри что-нибудь изменилось ничего не заметил да совсем ничего не заметил сейчас надо понять у меня винты которые корпус связывали верхние они определенной длины и нержавеющие они обязательно должны быть либо такой же длины вот все слава богу сейчас надо выбрать сразу необходимое количество их я тоже ставлю нержавеющими просто хочу чтобы все было хорошо 4 1 2 3 4 5 6 6 штук мне надо таких нержавеющих винтиков так вот они лежат все хорошо да они они вкручиваются у нас получается одна вкручивается которая у порта зарядки да здесь совсем большой вот такой здесь одна которая у порта зарядки вкручивается в алюминиевую основу основная а остальные вкручиваются в металлические вкладыши сейчас покажу так этот вкручивается у нас сюда эта ручка как раз прикручивается ручку я уже могу прикручивать вот это не подходит мне крепление не подходит не это крепление сюда надо каким-то образом другой шестигранничий что там глубокий колодец да там глубокий колодец шестигранники у меня шестигранники у меня как всегда бог знает где а вкрутить их надо потому что почему у меня так получается потому что здесь другой шестигранник откручивал я как раз этим а закручивать надо большим а вот эта куча черных винтов это все от зла да это все от зла и эти все отправятся в переработку в лучшем случае они отправятся на нашу испытательную фабрику на которой мы будем испытывать всякие жидкие диэлектрики антикоррозийные составы все такое блин мне нужен шестигранник синенькой коробочкой лежали у тебя синенькую коробочку я куда-то положил ищем инструмент пауза короче биту не удалось мне найти завтра придется идти покупать где-то она потеряна закручивать я буду сейчас звездой которая отлично держит это все но обычной мышечной силой своей не электрической отверткой а мышечной силой инструмент берегите не разбрасывайте как я вообще старайтесь делать все правильно по возможности так дальше вставочки металлические вставляются у нас пишешь вот сюда закладные да эти закладные чтобы они так же не разбалтывались так же на герметике все это фигачу вот так же я все и теряю все на ровном месте все на видном месте лежит самых доступных места я с ужасом понимаю что если было бы больше места порядка больше бы не стало порядок в голове это хорошо что я это понимаю значит я на полпути уже к порядку как говорят сумасшедшие не признают себя сумасшедшими ни при каком раскладе поэтому я не перестаю себя убеждать в том что я на всю голову трахаю это сумасшедшее ну и хейтеры меня в этом поддерживают поэтому спасибо им огромное а еще один винтик у нас который заходит в основу в алюминиевую вот так вот вот здесь вот по самому верху сколько у нас времени уже через 15 минут 9 часов будет завтра у нас уже новый месяц июль Андрюха скоро поедет в отпуск из отпуска нам будет присылать видеозаписи из прекрасной страны кто знает может там интернет у вас супер такой хороший страны у меня будет приходить видеозапись еще прилет из прошлого который проснимал сейчас я что сейчас по зоопарке можно случайно последовательность какой-то нарушить действий но я сейчас просто скручиваю корпус здесь таких недостатков у корпуса нету что сначала лучше прикрутить его к стойкам как у Гатвея а потом только скручивать уже вместе здесь все подогнано очень хорошо в этом плюс если бы это все было подогнано еще на нержавеющий крепеж это было бы вообще грандиозно ну вот про последовательность я сказал взял и зафигачил беззакладной винт и сейчас чтобы достать надо будет повозюкаться Андрюха ты же сможешь там проехать столько столько интересных мест везде надеюсь блин ну ты понял если ты кого-то захочешь поставить на колесо ты главное там это купи теплозащиту с двусторонним скотчем обойдется обойдется пускай ролики смотрят да да точно а то потом когда надо есть уже не интересно согласен опа все на обычный силиконовый герметик ставлю как дополнительная это у нас изоляция шумоизоляция будет прикрутил 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 что я здесь не сделал ручку я здесь не сделал внутрь ручки я ничего не закачал из диэлектрика вот эта кнопка я не знаю ее механизм насколько она защищена от дождя возможно в будущем просто надо сделать на ней козыречек из пленочки скотчиком просто если по урагану по буре собираетесь кататься рекомендую просто наклеить сюда скотчик такой сверху хоп чтобы просто туда влага не попадала но у меня не было прецедентов хотя у меня не сделана гидроизоляция вот этой кнопки дальше что остается сделать можно прикрутить фонари можно чтобы просто они не болтались вот не сделал гидроизоляцию кнопки ну как вариант а то все варианты он перебрал не если бы все перебрал я бы уже давно раскрыл эту тайну здесь вот у нас проводочек таким образом проходит 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 и в краешек уходит и держится он у нас здесь на 3м вот таком скотчике его можно дополнительно еще фигануть на что-нибудь силиконовое вот там есть белый силикончик и туда я могу еще прозрачного капельку вдруг я растревожил капелькой там мазнул здесь все хорошо здесь все хорошо здесь все хорошо все это я приложил проводки здесь провел здесь все хорошо сделано в плане того что продумано где какой проводочек будет проходить это очень круто очень здорово еще было бы изумительно говорю если бы крепеж вот этот который используется здесь был бы нержавеющим так мне осталось сейчас поставить винтики винтики нержавеющие я сейчас пойду за ними все отвалится ничего страшного а где винтики а вот винтики винтики есть у меня разные можно ставить туда совсем маленькие можно ставить побольше подлиннее вот такие винты совсем малявки там стояли только на педалях закрутку ставлю минимальную просто чтобы время экономить буду закручивать на это никаких резьбовых фиксаторов сюда помню свой предыдущий опыт я ставить не буду никаких резьбовых фиксаторов сюда ставить нельзя резьба резьба зафиксируется резьба зафиксируется втулочки подвылетит наживил все ставим просто на силиконовый герметик и все открутится отлично само точно не открутится найду так вот здесь очень аккуратно надо сначала попасть по резьбе и только потом крутить это очень важно потому что в зле все сделано так хорошо что такое чувство что тот человек который за дизайн отвечал он и сюда залез и сказал а вот здесь стулочки под углом поставьте не надо ровно надо красиво это радует сразу видно что сделано человеком с инженерным образованием молодцом своего дела может это искусственный интеллект нейросети нифига не человек разработал дизайн как там у Артемия Лебедева Николая Айронов да дизайн за 100 тысяч рублей компьютерной программой да так плавненько без нажима безо всего убедившись что мы все хорошо делаем так сейчас сюда-сюда переставлю в силиконочку аккуратно без спешки убедившись что все идет по резьбе и затягивать будем подтягивать строго ключиком нужно еще убедиться в чем вот здесь у меня резинки вот эти идеальные зайдут ли у меня они с этими винтиками а не каждая резиночка под свою сторону каждая заглушечка под свою сторону может и меня может ты мне скажешь что нет не под свою сторону посмотри на них допустим раз два а я пока две разные цифра три цифра два три с одной стороны кажется что это должна быть левая и правая а тут с другой стороны прорезь ага вот прорези с прорезями очень хорошо это значит что с прорезью с этой я давай-ка покажем что здесь тоже есть посадочные места то есть по другому резиночку как бы поставить можно но встанет она плохо поэтому вот с этой прорезью я ставлю вот нет а с этой сюда винты у меня чуть другого размера хватит ли резиночки зайти хватило надо постучать по валу давай-ка здесь я все обтянул все обтянул не попал немножко провернуть там понимаешь в чем дело Андрюха там винты у меня головка может у них отличаться по размеру ну там прорезь с другой стороны да одна потому что головочка там другая по размеру на силиконовый герметик не-не-не все хорошо все чудесно там а так силиконовый герметик должен быть ну чтобы не вылетело окончательно сверху скотчем залепить ну изолентой черной главная чтобы эта штука никуда оттуда не делась вот этот черный кусочек не-не-не-не это будет колхоз ты что не будет даже амепа а это будет колхоз не имени Ленина а какой-то путь в никуда светлый путь вот это аккуратненько притянули здесь усилий никаких не надо это притягивает вообще резинку только сорвать здесь ничего не сорвете просто резинка пойдет на выпирание будет выпирать а это некрасиво ну что задний фонарь стоит центральную резинку самую сложно вытаскиваемую где она кстати каждый страх каждый раз страх возникает в организме когда я чего-то не могу найти вот слава богу здесь винт никак не влияет здесь она всунулась здесь они как-то не очень можно ехать уже в принципе можно ехать было бы если бы ну это это лучше поднялось что резиночка вот это не афти ну вот надо сейчас будет ее повтыкать фарку вставляем фарку аккуратно разобранным видеом похож на в 11 ты знаешь как оскорбить на ингод вот это набалдашник сверху такой вот так винтики 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 и силиконочка все сажаю короче на силиконку хейта будет наверное немыслимое множество но пока я не нашел резьбового фиксатора который используется здесь или в ноутбуках который как красочка такой с наждачечкой силикон я считаю лучше потом можно наверное устать все это очищать но выкручиваться это точно все будет нормально и причем не самопроизвольно а только под усилием андрюха можешь направить чуть-чуть меня колеса убедились только после того как убедились только после того как убедились закручиваем не пошел непонятно надо отпустить наверное этот это затянуло ну нет это ну что в очередной раз зло перегрелось не зло гоу про да зло еще пока нет а я уже заговариваюсь а мы еще даже не прикрутили ключевые элементы туго как-то да как-то туго да очень некрасивый звук отвратительный звук очень не очень это как-то поэтому кручу ручную очень подозрительно очень подозрительно согласен но я винт взял другой все закручено до упора здесь все хорошо дальше можно прикручивать стойки я так думаю жопу я прикрутил перед и жопу я прикрутил можно прикрутить даже переднюю защиту уже она у меня здесь лежит ну я думаю это можно потом выкрости пускай 9 часов халтурит так ну что защиту можно ставить по идее здесь ничего на герметик сажать не надо она и так резиновая а вот винты то конечно надо обязательно причем винтики можно брать как совсем короткие так и подлиннее хотите чтобы колесико стало полегче можно взять винты короткие хотите чтобы чуть-чуть потяжелее можете взять подлиннее подлиннее так это короткие вот я даю винтах запутаться а нет вот же они есть стоп стоянные точно это они есть нет это короткие винты они же вот здесь у меня перед глазами прям лежали вот что значит когда человек устал надо все делать аккуратненько вот они лежат прям перед глазами винтики беру подлиннее подлиннее в ущерб весу подлиннее на граммулечки так прикручу чтобы долго откручивались ну как бы на герметике не страшно они должны и так сидеть хорошо так здесь тоже все в резиночку поэтому без энтузиазма я начинаю сомневаться не нарушил ли я последовательность сейчас притяну где-то у меня был ключик наверное ботовский волшебный вот он как раз под камерой здесь все резиновое без каркаса поэтому аккуратно-то аккуратненько не перетягивай смотри можно тебя попросить развернуть получится у тебя аккуратненько да 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 поворачивай поворачивай смелее вдвоем всегда веселей ну вы абсолютно спокойно можете это один сделать но вдвоем всегда веселей во-первых есть что обсудить за рутинной работой главное чтоб друг другу не отвлекать мы то можем отвлекать потому что мы руку набиваем наши ошибки будут контентом их будут все обсуждать а здесь он сделан на два витка больше или два витка меньше чем надо здесь все в резинку упирается поэтому резьбовой фиксатор он просто вот вы вкрутили в резинку и все там вы вылетел и все разбилось и ничего не помогает так винты стоит самое ответственное то что как бы необходимо сажать на не на герметик на красный я прям даже не знаю вот это по идее все нужно сажать на втулочный герметик однозначно однозначно попробовать на силиконовый сажать открутятся они не открутятся вот тоже не подскажу ну раз уж давайте попробуем на силиконку да давайте попробуем на силиконку сейчас только наживляем и потом надо будет технично все это обтянуть силикон у нас встанет силикон у нас встанет по идее здесь все надо на резьбовой герметик обязательно на резьбовой фиксатор а я здесь сажаю все на силиконку посмотрим чем мне это укнется здесь настолько все рассчитано это не как в этом в супиксе здесь все точненько то есть я уверен что если здесь я даже затяну на другую сторону перейду и там все равно все хорошо затянется ну потому что все хорошо сделано с инженерной точки зрения давай у супикса все сделано с практической точки зрения хорошо надо как автомат Калашникова подогнал подточил сделал я вот там отверстие которая в мотор колесо от шланга заходит не заткнул герметиком вот что у меня вызывает но она вроде в роли сапуна выступит на самом деле потому что там долгий проход вот через что там сапун сапун потому что там температура расширяется воздух туда выходит сюда выходит туда обязательно они даже Андрюха на этих колесах дырявых они сами сапун делали они делали сапун чтобы прямо в мотор колесо он выходил то есть чтобы не через подшипник засасывался и высасывался влажный воздух понимаешь то есть то что я не заткнул герметиком провода которые ввозь заходят это как бы с одной стороны плохо а с другой стороны это как бы сапун там же колесо разогревается воздух расширяется выходит колесо остывает воздух заходит если нет сапуна это все происходит через что через подшипник и получается что через смазку в подшипнике постоянно прокачивается мокрый воздух если эксплуатация происходит во всепогодных условиях и получается беда ржавые подшипники или как там было у Фантомаса написано кстати у Фантомаса перестали эти факи появляться ну все спокойно и мне уже слушай даже не возникает желание диск поставить за то что по проезжей части проехался ставлю без желания нет я ставлю лайк а потом блин он на проезжую часть выскакивает я елки-моталки но компенсируется да конечно иногда так чтобы от этого никто не пострадал посреди шести полосного бульвара с третьего ряда то она прямо да ладно нормально все можно иногда друзья момент затяжки здесь у этих винтов я прям даже надо динамометрический ключ я не знаю потому что блин и хотелось бы вот смотрите здесь вот этот алюминиевый радиатор который идет по всей стенке он является как бы усилителем этой стойки еще хотелось бы с той стороны видеть то же самое ну так момент затяжки какой мне нужно чтобы был равномерный момент затяжки да усеру но равномерный потому что я вот прикрутил 1 2 хоп вот эти не страдиваются допустим а эти хоп появилась тут свобода появилась будет сильный момент затяжки будет все трескаться будет слабый момент затяжки тоже будет трескаться должно быть что это такое я надеюсь что герметик здесь компенсирует давай андрюха разворачивай я там потяну а или давай я здесь мазану я с радостью могу вам помочь нужное место да нужное место она андрюха что ли да все все серьезно еще что нужно видите что я делаю да как другие скажут залез херней пострадал закрыл что тебе там серия подсказала да бог его знает ценную информацию какую-то выдала обычно она просто не может ничем помочь а тут прям помогла даже там винтики потянем раз хотелось бы да чтоб стаканы конечно были чтоб затягивать их можно да ну чтобы они были какие-то алюминиевые что ли для пластик это прекрасно конечно но сделайте так чтобы он не разрушался тогда сделать его каким-то волокнистым ну говорю как корпус у пистолета блок или у ножа блок хороший же там пластик используется у фискарса есть пластики отличные хорошие пластики твердые да не просто твердая еще и это ударопрочные как вот рукояти для нашей этом абэс да 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 все что тут быстрее получилось ну я с каждым разом конечно будет быстрее анлюк опыт уже набираемся давай сейчас еще раз для опыта снаружи наношу чтобы не было желание у него скрутиться но лучше делать на столике который позволяет работать выпрямленном состоянии вот ты вопрос задал и у меня сомнения ой чем я затягивал вот и у меня сомнения раз два три четыре и опять таки какая температура кругом пластик расширяется сильнее это значит что в минусовой температуре да что-то сократится и сыграет в минусовой он еще и хрупкий ну как бы да поэтому здесь моменты должны быть такие крепеж должен быть вообще не чисто через металл или пластик ну должен быть какой-то такой амортизатор должен быть какой-то ну что друзья с этой стороной все можно переворачивать на ту сторону подключать плату он что там специально шумит нам здесь уже час ну нет он не создал по недоумию так здесь друзья у нас провода самый короткий желтый синий на фотке я конечно посмотрю но вот сейчас пока надо прикрутить вот эти раз два три без вариантов как тихо стало сюда надо резинку поставить сюда надо герметик залить у вас и есть должны классы быть сделаем маузу хочешь на колесе съездить за лимонадом ну давай сейчас ездим мы занесем все занесем сейчас ездим все равно надо тебе все равно надо ехать в магазин все равно надо ехать все равно надо ехать на алкогольную зависимость только что на весь мир прославил да не сказал даже про это я сказал а то ты сам признался так ничего не прославлял никому у нас в россии не знаю как у вас в других странах у нас во сколько перестают продавать алкоголь а поскольку я законопослушный гражданин я не хожу по варикам которые продаются даже после этого поэтому нигде не продается нигде не продается сахар тут меня спасло день алых парусов был я еду заезжаю в пятерку а нет как моя пара пива в праздничный день а не продается и что мне я еду и вижу магазин и со мной здороваются люди я понимаю что они меня знают я здрасте говорю купите я понимаю что они знакомы этих магазинах я говорю купите а там уже без одной минуты но постороннему чайку вряд ли продадут таки шкаф снимай да 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 давайте купить худа да 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 не там сказали все свой все нормально все хорошо откуда некоторые а с рынками здесь тоже здесь же все а это как это называется зубная паста да это зубная паста это казанский герметик я никогда не понимал о газанский Казанский герметик кто мне льву привет которые в казани да на колеснику казани казани же казани казани брал авто гербе тик типа как резина становится но такой же силиконовый просто он белый он же такой же силиконовый просто белый и вот здесь эту штуку я тоже ставлю тоже уплотняющая как бы штучка предназначен для устранения течи антифриза и масла в разъемных соединениях взамен картонных пробковых и резиновых прокладок достойно достойно главное что он текучий такой вот видишь я его туда хоп и он затем а как я его разболтаю вот и мне скажи а вот я тоже не знаю активный недостаток такой такое чувство как будто на компоненты на два распался да он распался на два компонента это василий когда приезжал я ему на прошке вот тоже залил подшипник этим герментиком до так вроде сомнениями и конечно отношусь я правильно поставил или нет раз уж начали про герметики дайте я почитаю про твою эту морскую пасту там или когда морскую смазать по-русски есть универсальная смазка для корабельных и лодочных механизмов также для механизмов соприкасающихся с пресной и соленой водой и воздухом содержащим или содержащим соленую соленую пыль соленую 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 это не до соленая пыль соленая я тем более написано тут уж не ошибешься соляную пыль тогда в кое-то веке они хоть переводы переводят длительный срок службы стабильное обскорение только холодно-горячей соленой воде соответствует классе спецификации на поджи 460 на тот соответствует с натовским продуктом и здесь ай-яй-яй-яй-яй не допускает смешивание с другими аналогичными продуктами про состав хоть немножечко здрасьте можете пройти сейчас пройдите прямо вот напротив труба видите справа кафешка поверните налево и вдоль здания сзади пройдите будет предпоследие дверь на туалет прочти-прочти мне вот здесь понравилось знаешь что я сейчас резинку поставил она не сходится вообще не сходится блин я думаю как так ну найтбот только что хвалил что все хорошо а тут не сходится кстати вот я винт ставил сюда а он короткий а сюда нужен длинный косячок во время исправленный и записанный на видео косячкой таковой не являюсь считается как опыт про состав тут ничего недели написано сюда винты идут длиннее длинные винты сюда идут не короткие то что я поставил туда не подходит сейчас один выкручу этот кручу надеюсь что вроде плотников стал даже по не продавил ничего никуда поэтому без излишнего делаем энтузиазма вот такие винтики туда по по длине шеста вставляем по длине и по длине подтянул подтянул герметик говоришь перемешать поднять может быть поймать надо то что он все проходит туда и проходит проходит и проходит сейчас он никак заблокирует там колесо текучий очень поэтому вот сейчас я опа жидкая выдавлю наверное чуть-чуть густое пойдет белая вот такое здесь все стоит 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 все хорошо здесь заблокировал дальше надо прикрутить просто винтик и фазные провода прямо пройдите вот до надписи вас а к видите с правой стороны поверните налево и предпоследняя дверь будет здание это уже как матрица дежавю сбой программы так ну что у нас осталось найти чрезвычайные винтики сколько этих чрезвычайных винтиков я здесь открутил как мне отличить их от тех винтиков которые мне нужны фазных так от тех фазных очень просто отличить потому что они эти винтики без герметика а эти с герметиком соответственно берем винты берем отвертку которая подходит под эти винты и нам нужно мне нужно прикрутить фазные фазные провода кстати вот можно посмотреть здесь насколько смотри андрюха а не 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 это просто герметик улице я думал они оплавились контента не получилось ой 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 как же таки вид замыливание кальцио кальциевые смазки у нас какие бог его знает да позор на мою голову в книжке к мою книжках можно посмотреть меня высшему образованию учили в библиотеку ходить если вопрос есть это все неправильно теперь можно в интернет да не делу меня учить фазные провода самые ответственные блин все что тут есть лучше чтобы они вообще проходили таким образом чтобы ничего не грелась каким-то образом они должны здесь проходить до и когда затягиваем что по резьбу никаким образом сорвать невозможно было просто уж винтики такие хлипенькие вообще триндец а должны быть мощные супер мощные должны быть винты в винту из маски это солидол солидола а это кальциевая или какая тоже кальциевая значит солидол получается так вот андрюха сходил уже в библиотеку стал уже умнее сразу хоп хоп хотя вот здесь есть еще какие-то литиевые кальциевые это чтобы запутать уже тех кто грамотный кто в библиотеку ходит написано чисто кальциевая значит солидол здесь на фазных проводах важно понимать что чистота контакта должна быть хорошая поэтому вот эту всю разборку нужно сделать до того как вы обработали жидким диэлектриком никак не после и аккуратно вот я сейчас отвертку поставил если там был какой-нибудь микрик я бы его сбил и здесь конечно не хватает стоп а какой у меня точно и правильно все делают правильно ли я все делают что-то у меня такое ощущение что желтый проводочек то у меня длиннее чем смотрим в картинке которые я сделал когда разбирал колесико чтобы убедиться в том что я все делаю хорошо надеюсь что я все это фотку вот фоточка пути-пути это фоточка еще с платой вот без платы и так коричневый и желтый самый короткий вот насколько удобно фотки делать осталось еще у нас 1 1 винтик и в магазин надо съездить за квасом ну за напитками пока не поздно а за какими мы поедем наверно в окей поедем без разницы до пятерочки проще просто по дорожке ну десять часов мне нужно только для того чтобы сегодня если все будет успешно отметить сказать но если это до десяти часов что считать что уже не успешно и отмечать ничего короче там подкрутил там подкрутил она разогреется же собака расширится еще вот эти клеммы вообще неэффективные друзья уважаемые на им вот не надо использовать эти кремы здесь подвин закручены двадцать один двадцать четыре до вижу сейчас как раз поставлю чтобы зарастала 1 2 полчаса августе не делайте так как я добавил чуть-чуть казани в американскую штуку ну что на свежем воздухе оставим испаряться да лучше дать время ему встать сейчас какое-то чтобы оно не потекло и все равно надо гидроизоляцию делать все так что я сейчас беру колесико за нашу в помещение ца мы съездим за лимонаде ком и продолжим вот так вот я сделал многовато я конечно герметика на сандалия туда надеюсь это не критично тяжелая ну что друзья не прошло и полгода за пять дней я все это перебираю это если не спеша отвлекаясь на работу на все остальное сейчас осталось поменять только винтики которые здесь у нас на нержавеющие это я так понимаю динамик наш музыкальные супер музыкальные которые до сих пор не могут на джи беле вски поменять вот не как-то все прикручено то вообще стоит с места не стронуть вообще с места не стронуть вообще такое чувство что он приклеенный вообще жестко жестко стоит таким образом я не хочу его особо трогать сейчас я возьму винты которые у меня есть они у меня есть не в размер сразу сколько мне надо 4 8 10 винтиков беру сразу их надо будет отпустить в размер 6 6 8 10 сейчас я их откушу в размер и поменяю все оцинковку на нержавейку для того чтобы обкусывать буду использовать пакетик чтобы это все не повыбивало мне глаза сейчас надо прицелиться главное первое сделать как образец чтобы все было ровненько по сантиметру они должны быть больше делать не надо сильно меньше не надо надо делать в размер вот беру кусачки класс был длинный винтик стал тот который нужен винтик вот чтобы вы понимали очень хорошо все лучше конечно сразу покупать в размер чтобы все было прям тютелька в тютельку но иногда такой возможности нету и действуем по обстоятельствам 10 винтов обкусываю и сразу все поменяю и можно будет уже диэлектриком это все залить поставить вторую плату все разъемы диэлектриком пролить подключить питание прокатиться без брызговичка ну так контрольный заезд в райончик сегодня день великолепный снять видео а затем поставить чудесный брызговичок и ручку и прокатиться уже на полноценном колесике на единственном пожалуй колесике на котором уже все что надо стоит не на эксельке тоже стоит конечно брызговичок там этот прямоугольный тоже неплохо да но цель к мне бы подошла если корпус был чуть попрочнее колесо было чуть попрочнее и бублик был 3 дюйма вот тогда для меня было бы xxl к богатырским коником он и сейчас богатырский коник но для алёши поповича все покусал я все винтики вот они маленькие у меня лежат и теперь я вместо оцинковки ставлю нержавейку единственное закручивать буду в отверткой вручную чтобы чувствовать если что-то пойдет не так почему сразу нержавеющие сюда не поставить я не понимаю даже если стоимость колеса изменится на пару тысяч рублей благодаря тому что вы поставите сюда нержавеющие винты продажи у вас вырастут гораздо больше и зарабатываете вы гораздо больше денег чем сейчас когда считаете на самое красивое колесико нам приходится влезать колхозить что-то дорабатывать допиливать чтобы это колесико всегда оставалось самым хорошим экономия должна быть экономной безусловно но не здесь винты должны быть нержавеющие чтоб даже когда колесико ваши перестала работать вы могли использовать эти винты для своих других целей других колесик такое чувство что они приклеили их там на что-то посадили они сидят так плотно триндец я не хочу даже снимать может там герметик проник туда на которой я сажал все может быть здесь я поменяю крест-накрест к сожалению винты которые отсюда они пойдут в утиль ну то есть пойдут на испытания по разрушению солями у меня есть немного реагента зимнего нужно будет покрыть эти винтики разными составами и проверить на коррозионную устойчивость нержавейка то делится там по классам кислота устойчивая щелочные такие когда мы покупаем нержавейку у нас уверенности в том что она будет безупречно работать все время нету мне кажется что этот винтик длинноватый длинноватый я куснул надо чуть-чуть подсократить чувствую миллиметр там лишний явно вот такой допил на коленке конечно лучше без всего без этого чтобы уже все стояло было прикручено чтоб было о так а так пока приходится воды колхожевать конечно сюда вода все равно сильно не доберется все равно оцинковка как бы должна функции свои выполнять безусловно так что по большому счету то что я меняю здесь на нержавеющий крепеж это вовсе не обязательно но я хочу показать вам как должно быть поэтому делаю так корпус должен быть такой что его намного намного хватит может быть там все по выходит из строя уже а винты крепеж и корпус будут в полном порядке хочется мне еще откусить чуть-чуть винтик на миллиметр а если хочется надо сделать здесь несущие нагрузки они никакой такой не несут все простенько поскольку это саморезы в пластик они откручиваться по умолчанию не будут контрить их на герметик смысла особого нету можно но нету при том вот эти винты все крепежные я поменял а винты которыми прикручена вот эта плата к алюминиевому радиатору я не трогал не менял но здесь все будет залито жидким диэлектриком вот он у меня есть буду сегодня использовать тот который на на протечь сейчас все залью здесь плату залью я надеюсь вам видно одежду используйте рабочую чтоб не заговнять это просто смола которая останется тонким тонким слоем на поверхности и если по будет образовываться конденсат влага по этой влаге по солевой пленки не будет проходить электричество вот то что я залил сюда можно сверху налить водички включить электричество и как бы ничего не будет но не должно быть все здесь все залито дальше будучи оставить вторую плату вставлю вторую плату с этой стороны соответственно тоже нужно ее пройтись Очень хорошо распылитель работает сейчас на этой штуке Прям как пульверизатор от красочного От краскопульта Вот так вот, тонким слоем покрыл Ни лаком, ничем Потому что если я начну покрывать лаком То я попаду на эти разъемы И контакт ухудшится Мне это не нужно Так, здесь все стоит Здесь все стоит Ничего не выталкивает Ничего не выталкивает Надо ставить таким образом Чтобы ничего не мешало Чтобы провода не выдавливали Поставили Попали по гнездам И плавно Плавно поставили на посадочные места Дальше опять-таки Продуваем Жидким диэлектриком Просто покрываем слоем смолы Здесь она хорошо Вот в отличие от кенцонга Она очень хорошо ложится То есть здесь лак Ее не отталкивает Может быть слой лака здесь потоньше За счет этого Здесь очень хорошо ложится Жидкие диэлектры Все должно быть им испачкано Разъем попал Дальше надо поставить винты Винты у меня лежат В магнитной тарелке Здесь, кстати, тоже можно Диэлектрика Сделать такие колодцы С диэлектриком Пускай будет Винтики сейчас прикрутим Лучше, конечно, вручную Все прикручивать здесь Ну, аккуратно Потому что вот так вот Как я сделал сейчас Потому что использовал не ту биту Можно повредить Лаку То есть, если у вас руки трясутся Так же, как у меня То лучше не лезть сюда Руки скользкие Поэтому биту поменять проблематично Поленился Начал крутить той И, соответственно, она выскочила Когда бита в биту У вас подобного не произойдет Когда биту используете Ту, которая надо Которая нужна Здесь бы было неплохо Тоже резьбовой фиксатор использовать Чтоб это все не открутилось Либо можно было что сделать Сначала прикрутить Затем посадить на герметик Либо сразу на герметик А потом только задуть Уже гидроизоляцией Удобно использовать Магнитные тарелочки Ничего не теряется Все на своих местах Даже если что-то упало С нее ничего никуда не вылетело Очень удобные штуки Итак, плата у нас прикручена Сейчас вот этот разъемчик Поставим по месту Слегка туда дунули Слегка сюда дунули Поставили защел Ну что, GoPro опять перегрелась Опустил ее чуточку пониже Чтоб на солнышке не было Она не любит стационаре Снимать вообще никак Сейчас пока не запшикал Здесь все Возьму герметик Еще этот дикий казанский герметик Который, несмотря на то, что он свежий Расходится на компоненты И залью вот это отверстие Я не стал вчера до конца заливать Потому что он все туда протекает Протекает, протекает, протекает Я уже начинаю бояться Сейчас он заблокирует У меня колесо там такая Мандула, шляпа образуется Поэтому сейчас он, наверное, начнет туда затекать Крышку я сверху поставлю Она чуть-чуть прилипнет Ничего страшного Дальше Что здесь по разъемам По фотке я посмотрел Какой разъем стоял первый Какой второй Но на самом деле На первом зле Я менял их местами И я разницы никакой не почувствовал вообще Поэтому кто знает Как влияет От дурака здесь ничего не сделано То есть Ты можешь поставить сюда Как один разъем Так и второй Я говорю На зле я менял И пробовал На первом Я менял их местами И разницы я никакой не почувствовал При этом Что-то такое Кола Или как-то канал называется По-моему, украинский И там Человек С бородкой Он говорит Что, блин, разницы Не перепутайте Как будто там что-то От этого изменится Если кто-то знает Пожалуйста Напишите Потому что я говорю На зле на первом Я менял их местами И так, и так ставил И разницы я не заметил Напишите Есть ли разница или нет Я так понимаю Там два комплекта датчиков Хола на зле Дублирующих Чего и всем колесам Желаю, конечно Да Это, конечно, усложняет Но, наверное, это повышает Как-то надежность Мне так кажется То есть Если один датчик Хола выйдет Второй продублирует По крайней мере На ходу Это все не произойдет Ничего не отвалится Но если один Не подключить То она не работает Если один Не подключить То он выдает ошибку Но, может быть Если во время движения Один из них Выйдет из строя Колесо, по крайней мере Не отрубится А будет ехать на втором А зачем тогда Нужен второй Вот кто знает Пожалуйста, напишите Сюда на всякий случай Дунул Эти контакты Продул Опа Можно, конечно, взять Вообще вот такой герметик Да? Жидкий Залить это все Вообще Залить все Но я боюсь Из-за этого Изменится Температ Температ Как это? Теплопроводность Теплопроводность Теплопередача То есть Может быть Элементы начнут греться Но кто-то, я видел Делает Заливает целиком Зло, говорят Контроллеры Горючие, да? Да Контроллеры горючие Все горючие Но ты видел сам Что происходит с проводами У меня В 11-й горючие В 11-й горючие тоже? И ветераны горючие Все горючие Делайте, друзья Они горючие Ну вот как неудивительно Вот если вы посмотрите сюда В отличие от кингцунга И в отличие от инмушена Здесь нет никакого предохранителя Нигде Я вообще не понимаю Зачем они нужны? Предохранитель Это вещь, конечно, хорошая От чего-то, зачем-то Но объясните мне Блин Вот с инмушеном, да? Но Предохранитель Мы не посмотрели Целый он или нет Да, целый, конечно, предохранитель Она просто сгорела колесо Предохранитель целый Слушайте, так здорово вообще Да Чего он предохраняет? Да Он предохраняет мозг От разрушения Магии рептилий Он есть, да и ладно Да, но вот мне сейчас напишут Вот что вы там предохранители Вы сами сейчас вон Жидким диэлектриком Вам написали, что это Диэлектрик Вы обрабатываете это Открыл Херней пострадал Закрыл Ну, по крайней мере После того, как я этой херней пострадал Я по воде езжу И у меня все хорошо Вы мне на это скажете Да ты бы без этого тоже проездил И тоже было бы хорошо В этом я не уверен Может быть я в какой-то мере сектант Но я делал это на автомобилях Мне помогало И делаю это на моноколесах И рассчитываю, что мне так же поможет Потому что принцип один и тот же Пришли вы из холода в тепло У вас образовался конденсат на плате Если еще какая-то солька попала Пошел у вас разряд Пошла электрохимическая коррозия Все подгорело Это плохо Я этого не хочу Мы показывали уже результат этого зелени Да, зеленая мы показывали зелень Ну, там видишь Не помогло то, что я Плохо я там сделал Там не попрыскал Попрыскал, там все было попрыскано Все было попрыскано Просто такого длительного воздействия Песка и соли И воды Не в состоянии Знаешь что? Там возможно просто одномоментно Закоротило Ну там не одномоментно, Андрей Окислый Не именно окислый А вот этот вот Вот контроллером Когда он боком стоит Там же типа порога Ну, ну, ну У него могло скопиться воды Скопился там и песок, и вода И современно просто Закоротило Не потому что они окислились А потому что одновременно Мост такой организовался Да, мост организовался И он просто закоротнул Вот это вот может быть вполне А обществом Ну так и есть Просто это же зима была Возможно снег там начал таять Да, и вот просто он туда вытек Это снег со льдом, с водой Блин, совсем Конечно, соленая вода Это все разрушительно Поэтому я положил всю эту плату Под герметик То есть оттуда Чтобы ничего не проникло А чтобы вода, которая сюда капельно попала Либо образовалась в ходе конденсации Не нанесла вреда Платам Я наношу вот эту смолу Просто Если конденсат будет образовываться Он будет образовываться на смоле Это контакта не будет Между Между Как это? Контактами Вот Нашел слово Между контактами Между контактами Здесь я все запшикал Разъемы запшиканы Вот эти я даже разбирать не стал Я их залил снаружи И этот По идее, конечно, их лучше разобрать Лучше не полениться и разобрать Он лежит на столе Прозрачный Нет, твой Вот так вот берем Молодцов Клиент созрел? Ага В общем Лучше эти контакты достать Я это сделаю И пшикнуть прямо в них Несмотря на то, что я вижу Что вроде как сюда Снаружи залетело все Но Лучше действовать по фэншую А может как лучше бы снаружи Залить герметиком? Снаружи залить герметиком Это, наверное, хорошо было бы все Это, наверное, было бы чудесно Прекрасно Но тогда Это будет проблематично По разъему Ну, как на готвэе На готвэе На готвэе только сверху чуть-чуть Здесь же они на защелках все стоят Но все равно заглушить его Не-не-не, целиком заглушать Сверху облить его Но тогда Тут, Андрюха, просто какая штука получается Тогда всю эту кладу надо заливать То же самое Ну, ладно, кладу это в перегорде Не-не-не, так это то же самое Ну что тут Я залил контакты Деэлектризованы То есть напрямую у них контакт есть Из-за диэлектрика жидкого Он ухудшился Но он в рамках То есть нормально Он срабатывает То есть такой слой диэлектрика Позволяет проходить электричество Когда в контактной группе он А если вода попадет То все нормально Он сработает Даже если мы воды нальем Ты же видел Электрическую лампочку Опускает воду Пусть она декстилированная Пусть она какая угодная Все равно Ну вот на всю бытность колеса Я думаю этого хватит Конечно лучше там каждый год Проводить такую обработку Но С этой стороны Я уже в принципе могу Все закрыть А могу не закрывать Чтобы было видно Как все это вспыхнет Из-за моей неправильной обработки Да? Сейчас я возьму батарею Ну пыль полетела Было бы любопытно посмотреть Гидроизоляцию После эко-дрифта Ну или около того Ну наверное как-нибудь Мы это сделаем Ну они там делают С ними Как-нибудь я разбогатею Куплю колесико За аналог эко-дрифта С гидроизоляцией И посмотрим Здесь у нас разъемов Таких нету открытых Только вот эти Разъемы питания Разъемы аккумулятора Сейчас я в них дуну Ой Рассказываю Да, вы ничего не видите Я в них дуну Опа Главное рабочую одежду Используйте Чтобы не засраться Опа Опа Разъемчики все надо задуть Чтобы везде была Пленочка Это смоленистая Чтобы вода Которая образуется В результате Конденсации Влаги Да на разъемах Не причинила им Вреда И вот этот разъемчик Тоже раз уж мы пошли Все разъединять Надо разъединить Интересно В инструкции В эксплуатации К этому На на протеке По твоему Там написано Распыляйте на расстоянии Около 20 сантиметров Не, ну это понятно Андрюха Чтобы слой образовался Чтобы Что они предполагают Гидроизолировать Или что там Это Диэлектрировать Как это правильно Диэлектрить На расстоянии 20 сантиметров Потому что такая площадь Получится большая Я думаю Что тот кто писал Инструкцию Он не рассчитывал Что ты ее прочтешь Просто ну вот На расстоянии 20 сантиметров Тут наверное Такую Да, да, да Не, не, не И надо выехать Просто если тебе надо Два провода Заизолировать Получится Сантиметр провод И 20 сантиметров Мимо Зато расход Будет большой И можно будет Покупать много баллончиков Получится Что да Можно если так Прыскать Полностью Наверное Залить Сейчас возьму батарею Чтобы колесо Сейчас не поехало Андрюха Можешь придержать его А то оно может Сейчас просто сигануть Берем батку Что у нас на ней Она вот здесь в корпусе Никак не фиксируется То есть Это все жесткое Это все жесткое Это все жесткое Надо хоть что-то Чтобы было Такое Мягенькое Поэтому две Точечки герметика Я наверное поставлю Давай, давай Давай, давай, давай Сейчас я поставлю Две капельки герметика Чтобы просто Этот аккумулятор Не елозил Внутри корпуса Я буду знать Что он герметик Есть Поэтому надо будет Доставать Колесо Чуть-чуть Через усилие По идее Можно было На основу Его нанести Чтобы здесь Скольжение Не происходило Но Аккумулятор В результате Нагрева Будет расширяться И играть Поэтому я думаю Вот этих двух точечек Которые я нанес Вполне будет Для того Чтобы не было Лишних Хождения Аккумулятора В корпусе Все Мы туда зашли Завели У меня такое чувство Что он Встал не до конца Почему-то у меня Такое чувство Возможно Я ошибаюсь Сейчас буду Притягивать В любом случае Провода туда Никакие не залетели То есть Ничего не мешает И сейчас Я буду ставить На нержавеющие винтики Винтики Здесь такие Длинненькие Ставлю на единичку Чтобы точно Ничего Чтоб все Не повредить Ничего Да Я забыл Самое важное Это сделать У меня же Здесь герметик Пробиваем Очередной Измазываем И ставим Этот надо Выкрутить То же самое С ним сделать Сильно Сейчас не затягиваем Потом пройдем По периметру И обтянем Обязательно На герметик Чтоб винтики Сами Самопроизвольно Не откручивались Притягиваем Аккуратненько Много герметика С той стороны Не надо Потому что Проблематично Будет батарею Вытащить Оттуда И так Будет непросто Надо будет Запускать сюда Какие-то крючки Которые Будет захватывать С той стороны Все это И вытягивать Батарею С герметиком Но две точки Я надеюсь Что они Не сильно Нам прилепят Батарею И так По периметру У нас все есть Все есть Все есть Берем Ключ И вручную Пробуем Затяжку Перетягивать Ни в коем случае Нельзя То уши Уши Отлетают Пластикового Аккумулятора Поэтому Здесь я притяну Так что Пластик Туда начал Заходить Так не надо Надо Аккуратненько Все Это стоит Это стоит Это стоит Вот здесь Такие же точки Вот было бы Неплохо Чтобы с той стороны Они точно Такие же были бы Чтобы не было Ёрзания Чтобы не было Шумов Дальше На этих разъемах Еще не нанесен У нас Диэлектрик Берем Наносим Здесь тоже Разъем Полностью Полностью Наносим Диэлектрик На разъем Управляющие Провода Соединяем И сверху Можно Также Пшикнуть Сейчас я возьму Огнетушитель На всякий случай На всякий случай Огнетушитель Есть И дальше Я подключаю Питалово Питалово Здесь не перепутать Чего куда Приятный щелчок Подключены батареи Здесь сверху Сейчас все зальем Перебарщивать не надо Чтобы оттуда Из корпуса Все это вытекало Заходы Проводные Тоже залили Все сверху Так Что у нас Батарея подключена Разворачиваем Колесико Ну и что И включаем Все включилось Светодиодики работают Все хорошо Конечно Это прикольно Если вы узнаете Каким лаком Это все Спрыскивать сверху Так чтобы разъемы Не нарушались Так чтобы целостность Была Так чтобы теплопередача Не нарушалась Снимайте об этом ролике Делайте жизнь лучше Если конечно Вы в одну харю Хотите на Гидроизоляции Зарабатывать Тогда Ну Тогда вам не на мой канал Да Друзья Мой канал для того Чтобы сделать Мир вокруг нас лучше Мне не жалко Поделиться с вами Этой информацией Чтобы друзья Вы спокойно ездили И не убивали Свои колесики Если кто-то умничает Там и говорит Что надо делать По-другому И при этом не говорит Как надо делать Пускай он сокроет Свой поганый рот Да Если знаете Как лучше сделать Напишите Я буду делать лучше Если знаете Как правильно делать Напишите Будем делать правильно Пока мы делаем Так как делаем Как можем Как умеем Все Сейчас я буду ставить крышку Крышку буду ставить Опять таки На нержавеющий крепеж Пока ничего не дымит Все хорошо Колесо Баланс держит Продолжение следует... Продолжение следует... Это знаете Мой канал Подобен тому Как в роботах Есть такой робот Мультик роботы Посмотрите С детьми Очень хороший мультик Вот там робот Который из старых чинил И роботы Которые хотели продавать Все Старые роботы Выходили из строя Их на свалку На помойку У кого нет денег Денег тех на помойку Нет, друзья Мой канал не про то Так, крышечка Должна хорошо надеться Если по какой-то причине Она плохо надевается Значит я что-то сделал не так Раз, два, три, четыре, пять Галпроха не любит Снимать в статике Очень быстро перегревается Особенно если температура Окружающей среды Там 25 А сейчас все 26 градусов Поэтому время от времени Буду менять аккумуляторы Я к этому уже привык Раньше это бесило Сейчас отношусь к этому спокойно Так, дальше нам надо брать винтики Мне надо брать винтики Сюда в принципе даже можно Самые маленькие винтики брать Но я буду брать средние Обязательно их окунаем В герметик Обязательно И прикручиваем на них Вот ключевые два винта Вот здесь Я их посажу И значит сядет все остальное Потому что там герметика Я много напустил И он там входит до того Что сопротивляется Надо здесь притопить Аккуратненько вручную Так чтобы пластик у нас Не разрушился Все, здесь стало вровень Здесь стало вровень Здесь все хорошо Все, дальше по периметру В резинку обтяну Колесо у нас сейчас включено Ничего страшного Что я во включенном состоянии Это все делаю Нету Сейчас все наживлю Затем обтяну все Если кто-то знает Пагубные стороны герметика Которые вот допустим Я на винты сажаю Расскажите Только то, что он долго Схватывается Вероятно всего Что ему надо там Для того, чтобы хорошо встать А может там он вообще В жидком состоянии Останется в резьбе Потому что он там Будет законсервирован Ой, ветерок подул Так хорошо Как будто на моноклесе едешь Так, сюда в принципе Можно уже маленькие Коротенькие винтики А эти длинные поберечь Потому что коротеньких У меня побольше Я для педалек брал Вот здесь Потому что совсем маленький заход Может быть сейчас эти длинные Тоже на короткие поменяю Потому что снаружи Мне надо больше длинных Средних Скажем так А здесь можно вполне Коротенькие использовать Хорошо, когда есть Электрическая отвертка Все эти процедуры Вся эта рутина Не вымораживает Так, вот эти получается Я сейчас достану Они длинноватые Они мне пригодятся сейчас На наружной обкрутке На всякий случай Может быть у меня Достаточное количество их Но на всякий случай Я поставлю сюда короткие Чтобы у меня был запас длинных Потому что Вместо короткого длинные Да поставить можно А вот вместо длинного Короткие никак не получится А если здесь без разницы Какой ставить То Конечно лучше Сюда коротенькие Чтобы не кататься В магазине ржавейки Так, здесь у нас По-моему Длинный стоит Он здесь не нужен Длинный А здесь у нас какой Тоже длинный Вместо этих двух длинных Также поставлю коротенькие Пятерочки Сюда поставлю Пятерочки А то сейчас буду Кожух собирать вокруг И вдруг мне не хватит Каких-нибудь винтов Здесь у нас что Не помню какие ставил По-моему длинные ставил сюда Длинные сюда ставил Длинные меняю на короткие А кстати вот здесь вот Между прочим Лучше оставить длинные В центре В центре лучше оставить длинные Это то место Где должны быть длинные А то здесь совсем просто мало На два витка Здесь заход поглубже Заход поглубже Чем по периметру Поэтому здесь лучше длинные Все, сейчас берем инструмент Все это обтягиваем Раз Два Первый раз я сажал это все На резьбовой герметик На резьбовой фиксатор И это ужасно Потому что от вибрации Втулки латунные Выбились из пластика И выкручивать потом Было невозможно И просто Так, здесь все хорошо Здесь все хорошо Перепада нет Перехода нет Все сделано Как нужно Как нужно Просто все сделано Как нужно Чудненько Все сверху Еще вот эти проводочки Тынь-тынь-тынь Взбрызну Диэлектриком Разъемчик Взбрызну Диэлектриком Все хорошо Можно собирать боковушки Боковушки большие я взял И маленькие Сейчас осталось Маленькие я уже взял Я уже положил их сюда в стол И успешно забыл про них Так, друзья Здесь все сделано Здесь все обтянуто Винты все стоят Единственное Единственное, что надо Вот Что-то сделать Поскольку винтики У меня чуть-чуть другие Здесь Вот эти заглушки Либо винты потом поменять На другие Либо заглушки Все-таки утопить Там Потому что чуть-чуть Выпирают Это незаметно Можно на это не обращать Внимание Но я это вижу Поэтому Мне это глаз режет Дальше Что у нас Ставим боковинки С этой стороны Все Здесь ничего не надо Шумоизоляция Тут Особая Не нужна Короче С аккумулями У GoPro Беда Сейчас я убрал Оба аккумулятора Поставил их на зарядку И просто подключил GoPro К Powerbank Наверное Это самое оптимальное Когда я снимаю В ситуации Стационарной Крышка открыта Полностью Аккум подключен Съемка идет Наверное Правильнее всего GoPro Пользоваться таким образом Когда стационарная съемка Дальше Что мне надо сделать Мне надо прикрутить Вот эти крышечки Чтобы они не дребезжали Можно также их поставить На герметик Также поставить На герметик Можно Они с этой стороны У нас Стоят Вот так вот Хоп Таким образом Лишнюю вибрацию Мы убрали Дальше Прикручиваем На винтики Здесь можно использовать Кстати Здесь можно использовать Короткие винты Здесь можно использовать Коротенькие винтики Также все На герметик Ставим Несмотря на то Что там В гнездах Есть уже герметик Можно Кстати Вот то Что я морзнул Пальцем Этого в принципе И достаточно будет Видите На два с половиной Витка Они заходят Даже побольше Нормально Оно прикручивается Очень хочется Чтобы зло сделали Сто вольтовым Очень хочется Чтобы арку Увеличили Чтобы можно было Ставить полноценную резину Вообще Много чего Хочется Хочелось бы Вообще Свой заводик По производству Колес Да И делать Уже Для людей Для человечества Хорошие колеса Ну Все это Стартует Только когда Министерство обороны Разует Свои глаза И будет Просить у государства Выделить Субсидии На все это Только тогда Так Здесь все четенько Здесь все замечательно Места как видите В корпусе Не так много Надо сюда Предусмотреть Какую нибудь Метку Которая Позволит Обезопасить Колесо От угона Что типа Пока в зоне Колесо Работает Как из зоны вышло Все Не работает Здесь тоже Коротыши Использую Очень хорошо Видите Два года Пользуюсь Камерой Только сообразил Что для стационарной съемки Нужно использовать Выносной Аккумулятор Который Снаружи Отдыхает Охлаждается И через провод Питает Гопроху Ну я не птица Говорун Я все это Каждый раз Это повторяю Поэтому люди Если вы умные Делайте лучше Меня все это И будет все Прекрасно Так Здесь все Прикрутил Можно ставить Боковую стенку Вот это В принципе Можно все Убрать Безобразие Просто я не уберу Если то Оно прилипнет Чуть Ну прилипнет Чуть И чего Ничего страшного Не случится Так Здесь все четко Здесь все четко Здесь все четко Здесь написано Что-то Осторожно Осторожно Но я по-английски Читать не умею Поэтому А вот сюда Нам нужны Длинные винтики Уже Сюда нам нужны Длинные винтики Длинных винтиков У нас есть Ставить будем Также на герметик Обтянем Обтянем потом Вручную Все это Крошка Не выключайся Дынь Дынь Измазал Закрутил На единички Да Держим непрочно Отверточку Мне первое колесо Пришло Вот сразу Оно было Зафоршмачено Уже Здесь трещина была Тоже было Так неприятно Тоже доставка Наберу Заказывал Привезли Прям из коробки В коробке Дно Дна нету Прям колесо Вываливается Такое чувство Что на нем Кто-то пытался Там уже На складе Прокатиться Фу Я его очень хотел У меня был День рождения Поэтому Я не стал Там устраивать Скандалы И всегда мечтал Чтобы мне пришло Безупречное колесико Ну и к тому же Когда в прошлый раз Я получал колесико Я находился В состоянии праздника Меня хватило Сделать гидру Только жидкую Естественно Я не залезал Никуда И вот сейчас Наконец Записываю Это для вас На камеру Я делаю Как хочу Как мне хочется И как я считаю Нужным Ой Здрасьте Здрасьте Сборка Все снимаю Я же купил Новенькое Вот сейчас Снимаю Как я его Подготовлю У нас Почетные гости Что Очень понравилось Третья Тесла Она хорошая Это как раз Мимо вашего дома Я проезжал Правильно Я с ним телефончиком На шестнадцатая Да Она шестнадцатая Честнадцатая Честнадцатая Можешь не хватить А вот шестнадцатая Ему четырнадцатого Не хватило Он же на МЦМ пяткой Ездил Конечно Это я сейчас Два раза Чуть не продавил У нас какая Третья неделя Пошла Пользованием Колесом Или четвертая Четвертая Уже свободно Сейчас Андрюха Может быть Если сжалится Над нами Подойдем туда Он нам выдаст Он когда на смене Он не ездит На колесе Типа это Не положено Что выдаст Восемнадцатое Попробовать А это как Кинг Сонг Это тоже Восемнадцатое Но это Найнбот Я же вам помните Обещал Что там попробовать Кинг Сонг Восемнадцатое Так вот что Восемнадцатое Оно и вообще Восемнадцатое Ну оно более такое Вот Вы же Вы же пробовали Все колеса Которые такие Они супер Богатырские Даже по сравнению С Кинг Сонгом Восемнадцатое Сейчас мне буквально Чуть-чуть осталось Сделать У меня есть Холодненький квас Тархончик Вот сейчас Жахнем Хорошо Ну я буду Время от времени Я тоже Перейдем Перейдем Володя сегодня был В гостях Который на Прошке Который Забора делает У него самое Считаю Лучшее колесико На сегодняшний день Но к сожалению Оно не продается Больше Ну Прошка Суперспро На маленьком Подшипнике Вот он приезжал Он приехал С ветеранов Он купил новую машину Приехал сюда За чехлами Я сейчас До Александра Невского На путь Там хорошо Мне нравится Там мосты Тротуары С той стороны Они очень хороши Как раз по ним я Очень хорошо Так что я прям Вам завидую На Малявке Туда Конечно 15 с половиной километров 15 с половиной километров И сколько заряда осталось? 38 Давайте Да не может быть такого И масса у нас какая? 65 Офигеть На зарядку поставим колец Да зачем? Нет же Да долго здесь Давайте все равно Давайте поставим Да смысл? Просто чтобы был запас по продаву Я на нем и так же еду Ну понятно что Надо же удовольствие Там что включалось Надо как-то порезче на кнопку нажимать Где? На вашем колесе Чтоб включалось Чтоб колесо включалось Как обычно У меня что-то не получилось Ну я на зарядку поставил Такая можно и надо Включать на зарядку Не-не-не-не Я всегда проверяю Чтобы все шло нормально Как надо Я всегда включаю его Чтобы понять Зарядка идет или нет Вот сейчас Я вижу Что зарядка не идет Не-не-не-не Не-не-не Уже этому я Уже этому я Уже это Уже это Уже это Уже это Всегда и проверяем Что там написано? Тоже на инфор Зелененьким только И оно такое Рептонное Зелененьким она загорится Когда она зарядится Нет В смысле Вот зеленый написан Я понял У меня две зарядки Я одну еще докупал Может быть Да Другая ревизия Так Аккуратно Крышечка Я вижу Я вижу Это сделали Это сделали Это сделали Это новое Ну я все сделал Все подготовку Я поменял полностью Крепеж на нержавеющий И сейчас Уже собираю все это Думаете у него Устаки ржавеющий Он все Ржавеющий Конечно Все Вот эти все винты Которые вы видите Это все В помойку Вот эти все винты Они все в помойку Только на супиксе Нержавеющий крепеж И на найтботе На маленьком На вашем Тоже Если по зиме ездить По периметру Все винты Надо менять Очень хорошо Очень хорошо Здесь Вбиваете видео Мы с Андрюхой Гоняли При минус 30 градусах Я его еще на лыжах Таскал Километров на 10 Хватит Его С вашим весом И с нашим На 12 хватало При минус 30 При минус 30 Представляете Сколько хватит С вашим весом Мы же все это засняли И все это выложили Поэтому Мы еще устали Его выкатывать А вот самокаты Кстати Они безобразно Себя ведут По крайней мере Те которые продаются Вот ко мне Все подходили А как вы ездите По зиме Нам хватает На 2 километра Видать То ли там остывают То ли там батареи Некачественно используются Что то да Потому что Все кто Самокатчики Все однозначно говорят Мы не можем Зимой ехать Потому что Его хватает На 2-3 километра И все Пересодирать батареи Но это да 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 Самокат вообще Это уныло Игп Поэтому Надо пересаживаться На колеса И все будет хорошо Все будет хорошо Собственно говоря Этому да все И посвящено МЦМ Он обещал Приехать где-то Ну опять таки Он сказал Что возможно В пятницу Я попросил его Чтоб он заранее За час позвонил И соответственно Вам сразу наберу Мне его да Визуально Ну есть возможность Вероятность Что мне его хватит Его не хватит Но не хватило Жирайдеру Вчерашнему его А чем не хватило Ну не хватает Ну радиусом не хватает Ну 14 радиус Это 14 радиус Он маленький Нормально езжу По городу Мне только пробег И мощность смущает Всегда захочется лучше А лучше Это 16 Для вашего веса Лучше смотря в чем В этом маневренности Не 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 Там уже Разница между 14 И 16 Там ерунда уже Вы же видели видео Там ребят Да Ну если он увидит Он там ездит Они все сидят же В этом В телеграме А в этом На колесах есть такой Да Наверное Они там все Да я думаю Что да Обязательно Он там есть Они все сидят там Это у меня Не захотелось Привыкать Еще привыкать Стандарт Знаю Не знаю Не знаю Вообще не знаю Почему Может у меня склад ума Такой вообще Другой Скорее всего Затруднение Он мне даже Более удобный Чем ватсап Ну вот Только в какой-то степени Наверное Так получается Что ватсап удобнее А зачем пользоваться Телеграм Если ватсап удобнее Он неудобный Он такой же Я говорю В некоторых моментах Телеграм удобнее Так одно и то же Ну вот Блин Мне хочется Поскорее его освоить Тоже Потому что Допустим Пенсионеры Я могу Подсадить на Ватсап Легко А на Телеграм Нет Я сам Если не мог Разобраться Куда Девать эти Значки Откуда Этот Спам Какого Хера Мне эти Группы Все Вот это Что Откуда Зачем Эти Контакты Так а Неужели Сложно Сделать Чтоб Изначально Был Чистый Лист И я Уже То Что Поставлю И кто И будет Ничего Там Нету Ничего Есть Контакт Ватсапе Все Он Появился А здесь Откуда Они Все Взяли Эти Какие Непонятные Магазины Я их Знать Не знаю Откуда Они Вылезли Постоянный Спам Идет Какой Ты думаешь Господи Убейся Нафиг Убейся Это Надо Посидеть Полчаса Все Это Вычистить Почему Сразу Нельзя Вот Все Вычистить Дать Белые Листы О Здрасте Не знаю Я Посидеть Пришлось Понапрягаться Это Поэтому С телегой Я не Задружился Я надеюсь С ней Освоится Но Это Отчаянника Вот Привет Там Дурову Кто там Все Это Разработал Ребята Сделайте Попроще Делайте Так Чтобы Ваша Мама Или Папа С легкостью Могли Разобраться Настройки Конфиденциальность И Вот Да Всякие Настройки Очень Хорошо В этом колесе Экспериментирую Все винты Собираю На герметик На обычный На силиконовый Потому что Резьбовой фиксатор Себя Очень плохо Появил Здесь Чем Ну Тем Что Он Хорошо Работает Очень Хорошо Работает Гораздо Лучше Чем Штатный Штатный Он Вообще Как Красочка С Наждачкой Такой А Этот Который Я Покупаю Либо Вот Этот Либо Там Обычный Образки Да Он Нормально Засахаривается Хер Открутишь После Падения Колеса Втулка Латунная Выбилась Ты Начинаешь Откручивать И Выкручиваешь Ее Понимаешь И Все Втулки Выкручиваешь Отлично Вот Значит Здесь Он Не Подходит Никак Разборный Красный Неразборный Да Ну Вообще Да Обычно Красный Неразборный Это Все Разборный Разъемный Да Но Здесь Нюанс В том Что Это Все Вкручено В Пластик И Соответственно Это Втулочный Фиксатор Это Вот На Что Я Сажаю Подшипники Подшипники А Их Зачем Сажать Потому Что Вот И Нет У Меня Первые Проблемы Со Злом Были Как Раз Это То Что Просто Подшипник Болтается В Посадочном Месте Это Все Завязано На Мою Массу Вчера Я За Лимонадиком Съездил Как раз Брали На Борт На Грузку 36 Кг Еще То 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 Получилось 115 Мои Плюс 36 Так Тоже Очень Хорошо На Супиксе Ездили А до Этого Я 32 Брал На Таком Колесе Как У Вас Поэтому Тоже Все Хорошо И Со Штангой Полтинником Я Катался То Колесики Они Вполне Держат Все Хорошо Ну Понятно Что Запасы У нас Критические Ситуации Педальки В обратную Сторон Надо Стараться Не допускать В вашем Случай Я думаю В твоем Случай Я думаю Что Тесла Но Тесла С дырявым Подшипником Здесь Нюанс Такой Что Надо Будет Помучиться С гидроизоляцией Если По зиме Не катаем Огонь Все Можно Брать Если Подожди Не катаем Тогда Надо Будет Надо Делать Гидроизоляцию Хорошую А Если Хочется Маленький Подшипник То Только Кингсон 16 Я так Понимаю Это Близкие По Характеристикам Только Тесла Будет По Стремительной По Стремительной Покруче По Динамичней Хотя Со мной Наверное Пользователи Кингсон 16 Там Не Согласятся Но Не Это Всегда Должно Быть Чтобы Машина Вполне Динамична Единственное Сейчас Ехал Два раза Но Быстро Печать Начало На грани Продав Да Потому Что Мы чувствуем Уже Себя Уверенно Нет Конечно Мощнее Он Будет Но Его Все Равно Потом Не Хватит Опять Вот Чтобы За По Моему Нет По Моему Также Около Полтос 45 А Там Можно Все Это Раздушивать Там Нет Ограничения Там Нет Ограничения По Скорости Он Не Будет Вам Поднимать Ни Какие Педали Он Даст Вам Проехать Даже До Продава И Кингсунг Тоже Люди Которые Ездят На Медленно Это Ваши Выключаются Люди Которые Допустим Ездят Сидо Вот Там Человек Ехал Сидя Потом Он Стал И Сразу Продавил Колесо Даже Не Успеет Сделать Ничего На Таких Скоростях Поэтому Ну Вот Вовка Приезжал Вот Он Приехал Он Говорит Ездил Полный 60 В потоке Нормально Ездит Он Даже Не Пищит Ему На Прошки На Прошки 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 Ну Она Чего Она Как Супикс Только Она Той Что Такой Жи Как Супикс Только У Нем Батарея Мощнее И Контроллер Чуть Другой И Все А Получается Тесла Она Как Никола Тесла Получается Круче Чем Никола Но Никола Мягче Чем Тесла Вот Такой Расклад Так Это Я Поставил Если Без Брызговичка То В принципе Можно Уже Катануть А Можно Сразу Ручку Поставить И Без Брызговичка Даже Не Катать Да Можно Сразу Все Собрать Что Там У Нас По Времени Есть Все Равно Надо Эти Так Что Мы Будем Хвас Тархун Или Что Хвас Быстренько Дособираю Так 18 Кучей Гокс Нет Но Для Моего Веса Там Диск Слишком Хлипковат И Покрышка Тонкая То Есть Не Три Дюйма Может Быть Даже Больше Чем Дас Половин Надо Посмотреть Сейчас Потолще Она Не Тонка Но 80 Да Наверное Что Мне Кажется Так Да Друзья Вторая Ревизия Вот Она Еще Чем Отличается Да Втулки Они Убрали Просто Оставили Пластик Просто Винты Закручиваются В пластик Весь Резьбы Это Хорошо С одной Стороны А с другой С другой Стороны Это Не Так Технологично Как Было Но Зато Это Спасает От Режавления Метал 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 С Мне кажется Они не будут Ну Мы Сделаем Все Возможное Чтобы Их К этому Подтолкнуть А Будут Они Или Не Будут Это Уже Мы Что Можем Сделать Мы Можем Делать Только То Что От Нас Зависит Мне Нравится Это Колесо Поэтому Я Не Стал Там Что То Такое Делать Я Купил Колесо Которое Мне Нравится Но Я Понимаю Все Недостатки По Всем Недостаткам Я Проходил Так Еще Раз Вот Второй Отличие Первое Отличие Это Ручка То Что Резинка Здесь Короткая Стала Вот Здесь Вот Она Всего Коротенькая Но Стала Типа Более Мягкая И То Что Убрали Отсюда Втулочки Латунные То Есть Теперь Ржавеющие Винты Не Будут Там Короче Если Они Здесь Закиснут То Можно Будет Их Все Равно Открутить Я Считаю Что Это Хуже Проще Бы Они Нержавейку Поставили Но Видать Кому Примию Выкручиваешь Выкручиваются Вместе Со Втулками Вместе С Этими Латунными Втулочками Они Просто Выкручиваются Так Здесь Чудненько Здесь Чудненько Здесь Чудненько Так Все Хорошо Сзади Вот Поставим Винтики Как раз Длинненькие Которые Остались Да Выбор Между МЦМ К И Тесла И Тут Конечно Все 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 По Доходам Там Все Таки Разница По Да Я однозначно Я сразу скажу МЦМ Рассматривать Как основное Колесо Нет С моим весом Да 14 Нет Но придется Постоянно Смотреть На дорогу Это Прекрасная Привычка Это Замечательная Привычка Но даже Когда мы Смотрим Вокруг Мы иногда Блин Отвлекаемся И с нами Обычно Что-то Происходит Именно тогда Когда мы Отвлекаемся А не Когда мы Смотрим А большой Радиус Он все-таки Эти нюансы Убирает Не Прощает Не Нравится Мне Как они Туда Заходят Совсем Плавненько Вообще Не Нравится Ну Что Поделаешь Ну Там Вроде Латунные Втулочки А здесь На сопельках Все будет Но Сейчас пока Наживлю Потом Аксину Проще Проще Мне кажется Было Сделать Все На нержавейке И все Все Хайли Всегда Готвые Готвые Плохо Готвые Плохо Я Ну Да Плохо Наверное Дал Криво Дал Корпус Я на МЦМ Смотрю Да Там Зазор По боку Идет Господи Друзья Наклейте Самоклеечку Герметиком Проведите Будет Вам Отлично Все Сделано Хорошо По перепадам Температур Там Все Огонь МЦМ Мне очень Понравилось Она чем понравилось То что у нее Толстая покрышка Но Блин Я реально Понимаю Что оно Вот Оно Отличное Как колесо Такое Но Всегда Будет Хотеться Чего Чтоб Не Хотелось Надо Брать Теслу И Больше Хотеться Не Будет Да Ну Единственное Что МЦМ Хороша Тем Что Она Еще Есть На Маленьком Подшипнике Если Не Критично Тогда Только Тесла Все Без Вариантов Ну Конечно Сравнить Можно Было Володину Попробовать Как Нибудь К Нему Подъехать Но Он Сейчас Она В разборе У него Три Месяца Уже Тесла Ну У него А А Там Пошла Ошибка Контроллер Сгорел Ему Пришел Новый Контроллер А вот Сейчас Он Его Меняет Долго Разобрал И Меняет Сын Пока Влагерь Уехал Но Он Же Работает Он Же Не Бездельничает Видишь У меня Работа Нет Я Могу Этим Позаниматься И Та 5 дней Уже Делаю Колесо Собираю Потому что Когда Кто-то Приходит Я Вынужден Отвлекаться И Заниматься Делами Которые Кормят Меня А Не Моим Хобби А Он Занимается Виталоконструкциями Заборами Поэтому Он Ну Что Будешь Раскручиваться И Выключишься Она Здесь Умная Она Сама Выключается Но Иногда Бывают Моменты Когда Она Не Хочет Выключаться Мне Это Сейчас Да Приск Не Нужен Потому что Вот На ковре Здесь Есть Отпечатки Когда Колесо Не Отключалось Она Просто Сжирает Все Вокруг Раскручивается И Так Хорошо Смогу Ли Я Прикрутить Сюда Сейчас Защиту Надо Понять Не Поторопился Ли Я Ручку Ставить Обвес 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 Они же Подушки Называются Сейчас Он же Подушки Без обвеса Это колесо Выглядит Хуже Чем С обвесом Поэтому Когда На обзор Дают Зло И обсуждают Его Голое Вот в таком Виде Бред Просто Бред Я Очень Хочу Чтоб Появилось Колесико Которое Будет Еще Красивее Чем Это Очень Хочу Чудненько Да В пластик Вкручиваешь Вообще Не Понимаешь Вкручивается Она Или Нет Поэтому Здесь Наживляем И Потом Подкрутим Уже Лючком Он Прям В пластик Входит Так Играет 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 И когда Затянется Фиг знает Здравствуйте Чем помочь Скотч для Ветровиков Где купить В магазинах Которые торгуют Краской Вот там Если этот Не закрыт Либо этот Закрыт В этом здании Красочные Есть магазины Пожалуйста Ну 3М Скотч Узенький Для Дефлекторов Вот в алюминии Он ходит Отлично Все Четко Затягивается А в пластик Блин Сорвется Несмотря на то Что я Вот так К сожалению Они вот так Вот сделали На широкой Резьбе К сожалению Они так сделали Это их решение Мы его Как-нибудь Обыграем Чего-нибудь Типа такого Долинного Нет? Нет Безусловно Конечно Спотай головкой Надо что-нибудь Какие-нибудь Саморезы туда Ну ладно Оно нарезалось Оно же не часто Главное Чтобы не сорвать Вот я к тому Что да Такая резьба Ее сорвать Так нефиг делать Задеть и все Ну здесь Основная Держится ручка Ручка держится На резьбе Альба Алюминия Это нормально Здесь держится На двух Таких Только брызговичок На брызговичок Вообще Нагрузки Особой Здесь нет Никакой Поэтому Для него В принципе Это достаточно Все Сейчас По зиме Нет Нет Все хорошо Все хорошо Не выгодно Нет 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 Я вообще С удивлением Смотрю На наших колесах На маленьких Кто-то Встречает Чего А как Вы так А я езжу По зиме У меня снег Набивается Колесо Тормозит Я не знаю Как они ездят У меня никогда Такого нет Вот что самое прекрасное В этом колесе Посмотрите Это защита Да Штатная защита Она очень хороша Единственное Скотч там Безобразный Конечно Он с одной стороны Классный А с другой Сторон ужасный Сейчас я обезжирю Все это Что и вам советую Если будете клеить Да Все доспойно Никак не добраться Ау Доспойно Никак не добраться А чего Что там надо сделать Сплэна Машина дайте С хранения дайте Дайте доехать Забожим отрезать Кусочек у меня Все сломано Еще не починили Надо починить Если что У нас здесь есть Ремонтики Какие поближе К сожалению От бога Ремонтиков У нас нету Все обычные Так Ну что Нам наклеить Сейчас Осталось Только Защитку И поставить Педаль Все это уже Дверьми Минутное Дело Но Есть нюанс Как клеить Защиту Сделать это Надо сразу Хорошо Чтоб потом Не было Ужасно Защитой Основная Жопа У всех Жопа У топовых Блогеров У кого угодно Вот эти Штучки Вот они Не до конца Вот это Изолента Она плохого Качества И поэтому Эта бровь Всегда Вот Она хранится Вот так Вот И поэтому Как ты не клей Все равно Вот это будет Вот так Вот Усики Насекомых Поэтому Это надо Просто Отрезать Тупо Тупо Отрезать Вставлять Скотч Двусторонний Сюда Нормальный Стыковать Нормально И по краю Проходить Еще Я прохожу Чтоб Наверняка Уже Секундным Клеем И все Сейчас Собственно Говоря Вы увидите Как я Это сделаю Сейчас Это отрежу Это отрежу И так Здесь Быстро Есть у нас Еще Минутки Педальки Педальки Наждачка Самая Наждачка Самая хорошая Наждачка Сейчас Покажу О чем Мы говорим Сейчас Зарядится Так Не прорезать Хоп Снял Поставил Снял Поставил В этом Плане Они Хорошие Но Вот Когда Постоянное Воздействие Воды Идет Конечно Это Не Есть Хорошо Ну Опять Так Я Наверное Когда Начинал У меня Часто Оно Падало Я Давал На нем Ездить Кому То У кого Тоже Часто Падало Если Аккуратненько Бог его Знает Посмотрим Короче Вот Так Я Срезал Сейчас Я Это Обезжирю Прилеплю Сюда Скотчик Все Собственно Говоря Поставлю Защиту И Все Будет Хорошо Так Обезжирочку Берем Здесь Хоп 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 Здесь То же Самое И Сюда Я Приклею Ленточку Чего Как Как ты Меня Назвал Здесь Песто Какое Ничего Не Слышно Давай Хорошего Отдыха Олежа Всегда Лайки Ставит Собака Когда Я тебя На колесо Поставлю У него Хороший Магазин Там Много Всего Интересного Так Ну что Это Наверное Я Прикреплю Уже На Основу Все Здесь Я Все Снимаю И Сейчас Важно Все Это Спозиционировать Да С первого Раза Поэтому Лучше Не Спешить Вообще Рекомендую Лучше Сначала Уголки Поотгибать Да Вот так Вот Приложить И только Потом Отклеивать И Кстати Видно Что Скотч Этот Приклеивали То ли Они Они Наверное Проходили Грунтом И потом Приклеивали Только Скотч Потому что Если Просто Мы Вот Наверное Клей Или Грунт Да Потому что Адгезия Я думаю У этого Материала Она Плохая Так Ну что Да Момент Истины И Лучше Это Все Клеить Наверное Когда Когда Четко Представляем Как Это Все Должно Стоять Чтоб Схождение Было Четко По Центру Это Сейчас Переставим Колесико Сюда Мне Надо Чтоб Камера Была Чтоб Было Видно Да Да Маленькая Сейчас Я Выключу Включу Все Включайся Сейчас Мы Из Тебя Сделаем Красоту Рекомендую Вообще С центра Все Начинать Это Короче Ориентироваться Надо На бровь Все От брови Сейчас Я это Чуть-чуть Наживлю Чтоб не соскочило Сюда Поставим Сразу Надо Убрать Вторую Это Можно Выключить Вот так Ставим Кладем Берем Вторую Надо Сделать Так Чтобы Бровь Сошлась Потому Что Особо Редактировать Ее Не Получится Она Конечно Отклеится И Приклеится Но Чем Больше Таких Отклеиваний Приклеиваний Будет Тем Слабже Она Будет Держаться Да Обе стороны Обезжирен Тряпочки Прошелся И там И там Насколько Я помню Могу Ошибаться Здесь Пыльно Поэтому Пыль Уже Налетела Надо Именно Чтобы Бровь У нас Сошлась И Чтобы Бровь Сошлась Так Чтобы Не Надо Было Переделывать Все Чтобы Напряжения В районе Брови Не Было Никакого Вот Так Спозиционировали И Дальше Прикладываем Края И Молимся И Молимся Чтобы Все Стало Как Надо Конечно Было бы Прекрасно Если Б оно Приходило Сразу Собранное С этой Бровью Или Элемент Был Продуманный Более Чтоб Каждый Раз Танцев Не Было Таких Но Тем Не Менее Так Бровь Спозиционирована Вроде Как бы Слабина Здесь Есть Эти Штуки Приклеены По Периметру Приклеены Здесь Держатся Здесь Держатся Все Что Мне Остается Это Взять Кусочек Скотча Размером Состыковать Да Водителям Надо быть Аккуратным Сейчас Женщина Просто Ребенок Побежал Здесь Машина Ребенок Еще Малявка Он Ничего Не Видит Не Понимает Ездить Надо Очень Аккуратно Ну Вот Такой Кусочек Скотчика Я беру Сейчас Надо Убедиться Что Он Не Будет Перекроется Лишнее Если Что Надо Будет Отрезать Чуть Чуть Мне Кажется Он Большеват Ну Очень Не Хочется Чтобы Он Там Двойным Слоем Был Иначе Будет Складка Такая Ой Я Себя Знаю Вот Потепло Это Надо Все Приклеивать Это Как Видим Да Этот Скотчик Уже Начинает Отставать Что Говорить Здесь Конечно Он Здесь Отстанет И Самое Ключевое Вот Сейчас Я Это Все Заклею Но Здесь По брови Берем Просто Супер Клей Супер Чтобы Быстро Это Все Было Просто Ключевой Момент Сейчас Запускаем Берем Супер Клей И По краешку Весь Край Проходим Теперь Когда Он Встанет Он Уже Никуда Не Денется Вот Секрет Идеального Зла А Это Закрываем У меня Крышечки Нет Поэтому Так Хранится Месяцок Он Так Простоит Если Кому То Нужен Супер Клей Обращайтесь Так Дальше Мы Это Отрепляем И Позиционируем Ну Ну Надо Подождать Какое-то Время Пока Все Это Встанет Минутку И Будет Идеальная Бровь Все Все Я не Видел Ни Одного Зла У Которого Вот Это Нормально Сделано Это Ужас Какой-то Такое Чувство Что Люди Все Безрукие Ну Это Тоже Конечно Обидно Что Допиливать Надо Колесо Которое Стоит Сот Ну Блин Ну Нет Идеала Никакого Блин Для меня Сейчас Идеальное Колесо Было бы 24 Монстр Который Дюймажу Если бы он Висел На 10 Кг Меньше Идеальное Для меня Колесо Вообще Наплевать На все Ямки На свете Даже Я думаю По люку Я проехал На нем Он бы Заскочил На борт Мог бы Промяться Но Все равно Я бы В люк Не упал Я бы Свалился С него Но Я бы В люк Не упал То есть Не провалился Это кажется Мы же На скорости Когда едем Оно уйдет В люк Оно уйдет В люк Если его Просто плавно Накатить А если мы Это делаем На скорости Оно не успеет Туда уйти Оно ударится Ударится до половины И мы выскочим Из люка Мы может быть Упадем Но колесо Упадет Не в люк А снаружи В этом фишка Большого радиуса В том что Мы в ямку Можем ехать Мы упадем Но не так Упадем Как на маленькую Маленькая Просто из под нас Уберут А нежданчики Вон всякие бывают Вот как рассказал Трос Корешку ловили Приндец Лишнее убираем Оттуда Оно уже приклеилось Уже все хорошо Но Лишнее надо бы убрать Все Бровь уже идеальная Бровь идеальная Защиту можно Теперь откорректировать Относительно брови То есть Поприклеивать Там еще Но главное Что она уже Не будет На этот стык Никак влиять Здесь у нас Скотчик Который сдерживает И суперклей Который сдерживает Даже если скотчик Потом сдерживать Не будет А вот это Допустим То что Вот краешек Отошел Да Чтобы складочки Не было Можно потом отвести И сделать так Чтобы было хорошо Я стану Прокаточка здесь Хорошо Для журки К сожалению Она так не поможет Она есть Ролик есть Но Не поможет И сейчас осталось Только нижнюю защиту Сделать Поставить Там ничего Никаких нюансов Нет А нижняя защита Первая Отлета Это Заморозка От заморозков От воды Кто-то ее Не ставит У меня зажигалки Нету Никого Нету Приезжал ко мне Александр по-моему С Пушкина На зле Он нижней Не ставит защиты Потому что Говорит что Цепляет Она нижнюю защиту За пореблики За бордюр Все Бровь заклеена Осталось только Сделать Низ Сейчас положим Надеюсь Вам видно Здесь правая Левая Разницы Нет Никакой Обезжирить А то все Обезжирено Я уже прошелся Тряпкой Уже тряпкой Прошелся Хотя вот этот След какой-то Здесь у меня Каждый раз Когда мне говорят Что-то сделать Я сомневаюсь Сделал ли я Это или нет Это точно Так что да Я считаю Что для райдеров До 80 кг веса Лучшие колеса Это Tesla И Kingsong 16 Это предел мечтаний Просто Просто предел мечтаний Если хочется Сразу купить То о чем Самый предел мечтаний То вот эти колеса Если хочется Еще средненькое Из финансовых соображений То можно МЦМ Но 14 колесо Не основное Ни в коем случае Надо попробовать Ну Так это тот же самый Найнбот Просто он будет Разгоняться Еще больше И быстрее И дольше Быстрее И дольше Но этого не хватит Все равно Не хватит Все равно Для того Чтобы хватало Это вот как Володя приезжал Он говорит Да в каких покатушках Не был Один раз Только заряжал У него полная крошка 1600 Там наверное Батарея И ему на сотку Хватает На 110 ему хватит На 110 километров Мне малышек Тоже хватает О какие девушки Красота Так Здесь надо поставить Таким образом Чтобы все это Не цепляло Ни за что А для этого Надо вспомнить Как она должна стоять Не факт По этой линии Эта штука Не поставишь Вообще не факт Потому что Педали Когда мы поставим Они могут Задевать У нас здесь Возможно Надо еще Ниже Эту ставить Сейчас вспомним Сейчас придется Наверное Поставить педальку А где то зло А? А то зло Где? А то зло Там на толстый скотч Это все поставлено Там поставлено Все на толстый скотч Да Все Я вспомнил Я вспомнил Здесь мы Чем ближе поставим Тем лучше Чем ближе поставим Тем лучше Потому что оно Больше без напряга Это все было Если будет напряг Сейчас поставим педальку Чтобы убедиться Что все сделали красиво Не знаю Александр приезжал Он сказал что ему это мешает Типа на поливнике Заскакивать Не знаю Мне ни капли Хорошая Но на кингсонге Она еще лучше На кингсонге Она вообще огонь Вот я вчера Шиповал кингсонг Педали Вот то что мы сейчас Попробуем Вообще огонь Здесь правая Левая Я сделал Да Я сделал Здесь правую Левую Ближе к переду Это у нас получается Правая Вот левая И сюда я поставлю Тулочку Тулочку Нержавеющую Поставлю Да Вот такую То есть здесь стоят По умолчанию Ржавейки Везде стоят Ржавейки Это морская Смазочка Как раз Вот на нее Я посажу Так обычно Можно на простой Литов Осе конечно Закисают страшно На всех колесах Поэтому обязательно Надо хотя бы Раз в годик Смазывать В центральной части Я даже смотрю Там Спидифит Или как-то Называется Канал Не помню Какая страна У них Ну вот Они там Прямо Болгаркой Разрезают Ну может Это для контента Они так делают Я бы не стал Мне бы жалко Было Педали Штатные Резать Болгаркой Которые Внешне Выглядят Безупречно Сейчас я специально Намазываю Здесь Смазку Просто для того Чтобы спозиционировать Мне колобашки Пластиковые Вот эти Чтобы прилепить Чтобы они Хоп Вот так вот Стали Надеюсь Вам видно Хоп 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 Телеверду И отлетели Не На зле Хорошо На зле По-моему Как раз Снаружи Мы их ставим Берем Вставляем Сейчас Вспомню Как это Делается Точно Не изнутри Точно Снаружи Вот Отсюда Вставил Ладно Действуем Проще А эту Заложим А эту Заложим Отсюда Все Все будет Хорошо Смазка Набита Все Хорошо Педальки Смазаны Вон сюда Даже Все вышло Все очень хорошо Смазочку На контрич Вин Хотя туда Лучше Даже Не смазочку А что-нибудь Такое Фиксатор Резьбы Но он Длинный У нас Поэтому Он не Выкрутится И как Как только Он начнет Выкручиваться Я его Увижу Потому что Он сразу Начнет Вылезать Вниз Надеюсь Видно Все За под лицо Он зашел Все Хорошо Здесь Все Протерли Все Протерли Чтобы Одежду Не Испортить Педалька Одна Стоит Берем Вторую Сторону А решили Вы Подающих Нет Нет Один винт Само совершенство Само совершенство На V8 Два винта Можно регулировать Степень Откидывания Педали Здесь Она всегда Идеальна Откидывается Всегда Одинаково То есть Не надо Ты вот Как Как привык Откидывать Педали Так и Будет Всегда Там Где Есть Контрич И Они Постоянно При Температуре То Они Расширяются Пластиковые Тупки То Это Поэтому Все Время По-разному Поэтому Этот Механизм Мне Нравится Конечно Больше У того Механизма Есть Своя Другая Какая-то Прелесть Защита Механизм Механизм Только если, чтобы не заснул Чтобы не заснул, надо обязательно разговаривать Если с кем-то куда-то далеко едем, надо болтать только так Потому что там у нас уже автопилот работает Чтобы не заснуть на этом автопилоте Да Надо обязательно разговаривать Господи, неужели? Последние штрихи, а? Прям губернатора надо приглашать, ленточку подвязать Главное, чтобы встало без напряжения Если встанет с напряжением, она будет отклеиваться, будет отпорщиться Вроде как все здесь Надеюсь, видно Смазочки чуть-чуть выдавил туда И смазочкой чуть-чуть оську замазал Какая-то морская смазка, не знаю, что она там Кальциевая, Андрюха прочитал, что она кальциевая какая-то Посмотрим Я думаю, если простым литолом все это смазать, то тоже будет очень эффективно Главное, чтобы смазано было Так Берем Раз Почему правая и левая педали? Потому что я сделал шип один, вот центральный, чуть ближе к переду Вот поэтому Так педали-то без разницы какие Правые, левые Вообще без разницы Здесь эту втулочку тоже лучше смазать Она хоть и должна быть повышенного скольжения, но Мне кажется, что она вообще из обычного материала сделала Из обычного пластика Финалити Сейчас колесо, по-моему, не даст мне разгоняться больше какой-то скорости Как только я его сегодня Вот так А, по-моему, там один километр, а дальше потом, по-моему, разграничение пойдет какое-то После 50 у меня что-то еще долбануло Я думаю, это просто у меня, где стал глянцескал Не-не-не-не-не, тут не выставишь На моем нужно, даже на это Первые, а на все равно несколько километров они не даст Я мог сразу Сразу? Не помнится просто, нет Она с рук покупалась А человек, который первый, он разблокирован Разблокирован Там первые километры, да А потом-то, конечно, это уже все разблокируется, потом уже без разницы Так, берем нержавеющую Вот та, которая у нас стояла там Вот она А вот которая у нас, которую я ставлю А вот демонстрация до магнита Как видите, да? Демонстрация не получилась, да? Первый раз получилось, вы увидели, да, что она не приклеилась Ну, короче, это нержавейка, которая крепится, но она так крепится себе Чуть-чуть Не так, как штатная Как у Гатвэя нержавеечка такая же Очень мне нравится, что там все винты поставили Просто молодцы Дикие молодцы Просто супер-пупер молодцы Зачем смазать? Не знаю Помню, наверное, как я два часа выколачивал ее Какие два часа? Два дня Ладно Вообще туда лучше либо герметик, либо резьбовой, или герметик Маш, ты не нормально Все, сейчас обтянем с той стороны И можно поехать, попробовать Кинг-Сонг 18 А я так молодежь встречаю Они все, конечно, ой, нам зло, нам зло, нам зло, нам зло Так что то, что мы сняли видео, очень хорошо Людей многих на место Волу поставило Все Вот там, к чему я говорю, что скотч плохой Вот видим, да? Да Вот Скотч БС-образный Но он прилипнет Это с учетом того, что сейчас у нас Сколько на секундочку? 12 У меня 26 градусов Показывает Вот 26 градусов на часиках Ну что, шипники держат педальки? Нормально? Отлично? Тут ключевое, когда ставишь шипы, чтобы оно само произвольно в магазине не откручивалось И единственное обслуживание, которое надо сделать сейчас еще, это Вот, чтобы вот эта ручка не вот так вот выходила, а как положено Силиконочки возьмем Вот, интересно, что это Силиколен фиксовский Ну, это точно, наверное, не На силиконе Есть у нас такое А силиконка Надо запшикать давно уже Надо было запшикать Я еще тифоновый с маской бываю Ну, она белая становится, когда высыхает Не очень хорошо, не очень эстетично А силиконкой очень хорошо Вот так вот должна все это открываться Вот, у робота все Все хорошо Все сейчас протрем Считай, сборка закончена Покупаешь колесо и надо еще колдовать Катя Так, ручку складываем Берем полирольку Какую-нибудь автомобильную Все мы приклеили, все Она не помешает нигде ничему И дальше Наносим Ветоши убираем лишнее Блин, этому колесу, этой модельки Она с какого года Чуть ли не с 16-го года Она с 18-го-то точно Вот почему уже миллион раз Не сделать что-то Во много раз лучше Не понимаю Ну, потому что спроса мало Вот так, если регулярно будете делать То пластик у вас будет безупречный Вид будет приятный И самим будет приятно И окружающим И ни у кого в голову мысль даже не придет Не пустить вас в магазин Наоборот, такого нарядного райдера С удовольствием пусят любое место Единственное, что Поскольку болты у меня сейчас нержавеющие стоят Они вот так вот чуть-чуть сверкают Черные болты были бы побрутальнее Но меня это вообще не напрягает Если захочется Можно Черным маркером по ним пройтись Все, к запуску готово Заряд полный А, сейчас еще надо наклеить этикеточку Которая была, которую я снял Которая у меня на компьютере А для этого опять надо снять полирольку, которую я нанес Поэтому лучше ни про что не забывать Это так, чтобы просто было по фэншуе Все Работаешь? Какая-то предупреждающая надпись Нужно ее постараться Ровненько нанести Все, как здесь и было Все, по фэншуе Все, порядок наводим Так, друзья, спасибо, что смотрели эту горку Все, я собрал Сейчас прокатимся Чуть-чуть допишем А так вот Все Вот Фонарик стал ниже Светит он теперь Пешеходов не слепит Но я с ним все равно не езжу Я все равно езжу С ангельскими глазками Ангельские глазки включаются Если я включу, выключу Вот Хотелось бы, чтобы они были еще поярче чуть-чуть Но они и так офигенные Все здорово, все замечательно Ручка второй ревизии Скажу, нравится, не нравится Попозже, как попользуюсь Педальки зашиповал, держатся Все отлично Посмотрим, как они будут откидываться Потому что вот из резинки, да Сейчас они чуть туговато так откидываются Потому что она сопротивляется Надо будет что-то сделать Потому что Резинка чуть-чуть мешает Надо к ней привыкнуть Коски разработаются еще Поэтому первое время Надо будет поразрабатывать педальки Чтобы они хорошо откидывались Пока прям девочка-девочка Все, собираемся и едем пробовать колесико Спасибо, что смотрите Финальная часть По сборке зла Я уже думал, все снял, все хорошо Все чудесно Здесь все классно Бровь заклеена Эти штуки притягивал, притягивал, держал А они с собакой не держатся Вот этот скотч, который здесь приклеен Он безобразный, он отвратительный Он Блин, я не знаю Поверхность я обезжиривал Поверхность я обезжиривал Поэтому я вообще не понимаю, что происходит Наверное, качество скотча Может быть, как-то совпало Что-то я не знаю, блин Поэтому надо отклеивать штатный скотч Который на бакенбардах И вместо него клеить нормальный Тремовский Это вообще неприятно Если бы я знал, что так будет Я бы сразу отклеил И сразу приклеил бы А так придется повозиться Почему? Потому что вот эта штука отклеивается Я думаю, она не очень будет хотеть отклеиваться И приклеиваться ровно Сейчас по этому лекало я сделаю Отрежу сразу два скотчика Вот почему не сделать сразу скотч Который будет хорошо держать А? Почему? Так обрезал Берем скотчик 3М Вроде такая штука-то липучая Но, видать, недостаточно Приклеиваем сюда И обрезаем И обрезаем То же самое сделаю с той стороны И посмотрим, к чему это приведет Потому что, ну Такое безупречное колесико И тут бакенбарды отклеились Что за кошмар? Что за жесть? Немыслимая Так Это я взял Сюда пристыковал Здесь приклеил Единственное, что этот скотч Он тоньше Он тоньше Поэтому у меня прям Страх А будет ли он держать? Или придется второй наклеить? Бутерброд, так сказать, сделать Потому что у меня вот этот скотч Он получается толщиной 0,5 Наверное Сейчас посмотрим, что там на коробке написано 0,8 мм А этот получается, что ли, миллиметр? Если не толще Осталось снять защитный скотч Видите? Не хватает даже для того, чтобы этого скотча штатного Чтобы просто пленку снять Чтобы просто Отлепить пленку защитную Качество скотча безобразное Может они его затарили Три года назад И с тех пор больше не покупали новый Он высох у них Потому что с бакенбардом И у меня на том колесе Проблем не было Не помню я, чтобы было Вот так вот сделал Ну и посмотрим 3М-овские типа Ахахаха Блин Друзья, я не представляю, как это Что это? Я вообще не понимаю Вообще не хочет он клеиться на эту поверхность Вообще не хочет клеиться на эту поверхность Хуже, чем штатный Вы видели? Может быть не хватает прочности, конечно Посмотрим Сейчас надо отпилить точно такое же с другой стороны Какое-то время-то он даже старый держался Вот так вот прилепил и держится Я думаю, что надо сделать двойной Просто если сверху пускать То он сильно очень будет отступать Очень сильно будет отступать Отрезаю штатный По образу подобию Вырезаю 3М-овский Возможно, надо было купить какой-то супер клей Если вот этот отойдет сейчас Если этот клей сейчас вот отойдет Вот эта часть Я прокачусь И она отойдет В магазине ОК Продается тоже марки скотч Супер сильный Попробую поставить его Вторым слоем К карбону Потому что получается Отклеивается как раз от карбона Ну поверхность шероховатая Понятное дело, что адгезия плохая Сцепление Здесь приклеиваем как было Опа Все приклеили Сейчас буду отклеивать штатный скотч Увидите, что он даже эту штуку не снимает Красную Да, он даже ее не снимает Он мне нравится Но он не высокого качества И вот, к сожалению, приклеили Температура хорошая 27 градусов Все хорошо А он все равно отклеился Здрасьте Здрасьте Нам надо страховочку сделать, да? Да Секундочку буквально Буквально секундочку Я не тороплюсь Да, но уже все Уже все Дело хорошее Да не хотелось бы эти дела делать Но приходится Сейчас оставлю, посмотрим, что из этого выйдет А, это та самая вторая телевизия, да? Да Дело хорошее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому